«Патхамапипхикхусута, приятен один. АН 7.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, обладая семью качествами, монах немил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается, не почитается ими. Какими семью? Один, вот монах жаждет обретений, два, похвалы, и, три, репутации. Четыре, он бесстыдный и, пять, не имеет боязни совершить проступок. Шесть, у него порочные желания, и, семь, он придерживается неправильных воззрений. Обладая этими семью качествами, монах немил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается, не почитается ими. Монахи, обладая семью качествами, монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Какими семью? Вот монах не жаждет обретения или похвалы, волы или репутации. Он имеет чувство стыда и боязнь совершить проступок. У него мало желаний, и он придерживается правильных воззрений. Обладая этими семью качествами, монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и почитается ими. Дутиепи и Пхикху сутта, приятен 2. АН 7.2. Благословенный сказал, монахи, обладая семью качествами, монах не мил и не приятен его товарищам-монахам, а также не уважается, не почитается ими. Какими семью? 1. Вот монах жаждет обретений, 2. Похвалы, и, 3. Репутации. 4. Он бесстыдный и, 5. Не имеет боязни совершить проступок. 6. Он завистливый и, 7. Скупой. Обладая этими семью качествами, монах не мил и не приятен его товарищам-монахам, а также не уважается, не почитается ими. Монахи, обладая семью качествами, монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и почитается ими. Какими семью? Вот монах не жаждет обретения или похвалы, или репутации. Он имеет чувство стыда и боязни совершить проступок. Он независтливый и нескупой. Обладая этими семью качествами, монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и почитается ими. Сэнгхитта Сатабала Сутта, о семи силах кратко. АН 7.3. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь сил. Какие семь? 1. Сила веры, 2. Сила усердия, 3. Сила стыда, 4. Сила боязни совершить проступок, 5. Сила осознанности, 6. Сила сосредоточения, 7. Сила мудрости. Таковы семь сил. И далее он добавил, вот сила веры и сила усердия, силы стыда и боязни проступка, силы осознанности, единения, 1. Силой седьмой является мудрость. Сильный монах обладая всем этим, мудрый, а также живущего счастья. Тщательно должен исследовать Дхамму, мудрость и смысл глубинный узрит он. Точно как если бы лампа погасла, будет ума его освобождение. 1. Примечание переводчика С.В. Самадхи, сосредоточение. Я перевожу более вольно как единение для соблюдения ритмики стиха. Витхата Сатабала сутта, о семи силах подробно. А.Н. 7.4. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь сил. Какие семь? Сила веры, сила усердия, сила стыда, сила боязни совершить проступок, сила осознанности, сила сосредоточения, сила мудрости. 1. И что такое сила веры? Вот ученик благородных наделен верой. Он верит в просветлении Татхагаты так, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Это называется силой веры. 2. И что такое сила усердия? Вот ученик благородных зародил усердие к оставлению неблагих качеств и к обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не отложил свои обязанности развивать благие качества. Это называется силой усердия. 3. И что такое сила стыда? Вот у ученика благородных есть чувство стыда. Он стыдится телесного, словесного и умственного неблагого поведения. Он стыдится обретения плохих, неблагих качеств. Это называется силой стыда. 4. И что такое сила боязни совершить проступок? Вот ученик благородных страшится совершения проступков. Он страшится телесного, словесного и умственного неблагого поведения. Он страшится обретения плохих, неблагих качеств. Это называется силой боязни совершить проступок. 5. И что такое сила осознанности? Вот ученик благородных осознан, наделен высочайшей осознанностью и настороженностью, хранит в памяти и помнит то, что было сделано и сказано давным-давно. Это называется силой осознанности. 6. И что такое сила сосредоточения? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий. Ученик благородных входит и пребывает в первой джхане. 2. 3. В четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. 1. Это называется силой сосредоточения. 7. И что такое сила мудрости? Вот ученик благородных мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Это называется силой мудрости. Таковы, монахи, семь сил. И далее он добавил, вот сила веры и сила усердия. 2. Будет ума и его освобождение. 1. Здесь джханы раскрываются по стандартной формуле, как, например, первые четыре пункта в АН 9.32. 2. Как в предыдущей сутте АН 7.3. Сангхиттадхана сутта, о богатстве кратко. АН 7.5. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти семь видов богатства». Какие семь? 1. Богатство веры. 2. Богатство нравственного поведения. 3. Богатство стыда. 4. Богатство боязни совершить проступок. 5. Богатство учености в Дхаме. 6. Богатство щедрости. 7. Богатство мудрости. Таковы семь видов богатства. И далее он добавил, богатство веры, нравственного поведения, стыда, как и боязнь совершить проступок, богатство изучения щедрости богатства, седьмым богатством вместе с ними будет мудрость. Коль обладает женщина или мужчина, богатством из семерки этой состоящим, то говорят о нем, что он не беден, и жизнь его не прожита зазря. Поэтому тот, кто способен к пониманию, держав умелчение Будды, пусть вере посвятит себя и добродетели, уверенности, равно как и тхам и видению. Виттха Татхана Сутта, о богатстве подробно. АН 7.6. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь видов богатства. Какие семь? Богатство веры, богатство нравственного поведения, богатство стыда, богатство боязни совершить проступок, богатство учености, богатство щедрости, богатство мудрости. Один, и что такое богатство веры? Вот ученик благородных наделен верой. Он верит в просветление Татхагаты так, благословенный, Арахант. Полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Это называется богатством веры. 2. И что такое богатство нравственного поведения? Вот ученик благородных воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что ему не было дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от спиртных напитков, вина и одурманивающих веществ, что создают основу для беспечности. Это называется богатством нравственного поведения. 3. И что такое богатство стыда? Вот у ученика благородных есть чувство стыда. Он стыдится телесного, словесного и умственного неблагого поведения. Он стыдится обретения плохих, неблагих качеств. Это называется богатством стыда. 4. И что такое богатство боязни совершить проступок? Вот ученик благородных страшится совершения проступков. Он страшится телесного, словесного и умственного неблагого поведения. Он страшится обретения плохих, неблагих качеств. Это называется богатством боязни совершить проступок. 5. И что такое богатство учености? Вот ученик благородных много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрением. Это называется богатством учености. 6. И что такое богатство щедрости? Вот ученик благородных пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, предан благотворительности, радуется дарению и разделению. Это называется богатством щедрости. 7. И что такое богатство мудрости? Вот ученик благородных мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Это называется богатством мудрости. Таковы, монахи, семь видов богатства. И далее он добавил, богатство веры, нравственного поведения. 1. Уверенности, равно как и тхамы видению. 1. Стих точно такой же, как в предыдущей сутте А.Н. 7.5. Угга сутта, Угга. А.Н. 7.7. И тогда главный царский министр Угга отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, удивительно и поразительно, господин, что Мегара Рахана такой богатый, с таким огромным богатством и имуществом. Но насколько Мегара Рахана богат? Сколько у него богатства и имущества? У него сто тысяч единиц отлитого золота, не говоря уже о серебре. Есть такой вид богатства, Угга, я этого не отрицаю. Однако, этот вид богатства могут забрать огонь, вода, цари, воры или недовольные наследники. Тем не менее, Угга, эти семь видов богатства не могут забрать огонь, вода, цари, воры или недовольные наследники. Какие семь? 1. Богатство веры. 2. Богатство нравственного поведения. 3. Богатство стыда. 4. Богатство боязни совершить проступок. 5. Богатство учености в Дхаме. 6. Богатство щедрости. 7. Богатство мудрости. Эти семь видов богатства не могут забрать огонь, вода, цари, воры или недовольные наследники. И далее он добавил, богатство веры, нравственного поведения. 1. Уверенности, равно как и Дхамы видению. 1. Стих точно такой же, как в Айон 7.5. Саниджана сутта, оковы. Айон 7.8. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь оков. Какие семь? 1. Оковы уступчивости. 1. 2. Оковы отвращения. 3. Оковы воззрений. 4. Оковы сомнения. 5. Оковы самомнения. 6. Оковы жажды к существованию. 7. Оковы невежества. Таковы семь оков. 1. Комментарий трактует этот вид оков как чувственную жажду. Саниджана пахана сутта, отбрасывание оков. Айон 7.9. Благословенный сказал, монахи, святая жизнь ведется для того, чтобы отбросить и уничтожить эти семь оков. Какие семь? 1. Оковы уступчивости. 2. Оковы отвращения. 3. Оковы воззрений. 4. Оковы сомнения. 5. Оковы самомнения. 6. Оковы жажды к существованию. 7. Оковы невежества. Святая жизнь ведется для того, чтобы отбросить и уничтожить эти семь оков. Когда монах отбросил оковы уступчивости, срубил их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем, когда он отбросил оковы отвращения. Невежество. Срубил их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем, то тогда он зовется монахом, который отрезал жажду, содрал оковы, полностью пробившись сквозь самомнение, положил конец страданиям. Мачхария сутта. Скупость. Айон 7.10. Благословенный сказал, монахи, святая жизнь ведется для того, чтобы отбросить и уничтожить эти семь оков. Какие семь? Один, оковы уступчивости, два, оковы отвращения, три, оковы воззрений, четыре, оковы сомнения, пять, оковы самомнения, шесть, оковы зависти, семь, оковы скупости. Таковы семь оков. Подхаманусовая сутта, скрытые склонности один. Айон 7.11. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь скрытых склонностей. Какие семь? Один, скрытая склонность к чувственной жажде, два, скрытая склонность к отвращению, три, скрытая склонность к воззрениям, четыре, скрытая склонность к сомнению, пять, скрытая склонность к самомнению, шесть, скрытая склонность к жажде к существованию, семь, скрытая склонность к невежеству. Таковы семь скрытых склонностей. Дутионусая сутта, скрытые склонности 2. АН 7.12. Благословенный сказал, монахи, святая жизнь ведется, чтобы отбросить и уничтожить эти семь скрытых склонностей. Какие семь? 1. Скрытую склонность к чувственной жажде, 2. Скрытую склонность к отвращению, 3. Скрытую склонность к воззрениям, 4. Скрытую склонность к сомнению, 5. Скрытую склонность к самомнению, 6. Скрытую склонность к жажде к существованию, 7. Скрытую склонность к невежеству. Святая жизнь ведется, чтобы отбросить и уничтожить эти семь скрытых склонностей. Когда монах отбросил скрытую склонность к чувственной жажде, срубил ее под корень, сделал подобное обрубку пальмы, уничтожил так, что она более не сможет возникнуть в будущем. Когда он отбросил скрытую склонность к отвращению невежеству, срубил ее под корень, сделал подобное обрубку пальмы, уничтожил так, что она более не сможет возникнуть в будущем, то тогда он зовется монахом без скрытых склонностей, который отрезал жажду, содрал оковы, полностью пробившись сквозь самомнение, положил конец страданиям. Кула сутта, семьи. А.Н. 7.13. Сутта аналогична А.Н. 9.17, но речь идет о семи факторах, а не девяти, и, соответственно, здесь последние два фактора, восемь-девять, отсутствуют. Ахунилия пугала сутта, личности, достойные подношений. А.Н. 7.14. Благословенный сказал, монахи, эти семь личностей достойны даров, достойны гостеприимства, достойны подношений, достойны почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какие семь? 1. Освобожденный в обоих отношениях, 2. Освобожденный мудростью, 3. Засвидетельствовавший телом, 4. Достигшего зрения, 5. Освобожденный верой, 6. Идущий за счет Дхаммы, 7. Идущий за счет веры. Эти семь личностей достойны даров, достойны гостеприимства, достойны подношений, достойны почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. 1. 1. Эти семь типов личностей объясняются в МН-70. Вкратце, первые двое – это два вида арахантов, которые отличаются только наличием достижений бесформенных сфер. К следующим трем типам могут относиться любые уровни благородных учеников, начиная со вступивших в поток и заканчивая теми, кто идет по пути к араханству. Они объясняются в АН-3-21. Последние двое – это те, кто вступили на путь ко вступлению в поток, но еще не реализовали плода вступления в поток. Они объясняются в МН-70, а также в СН-25 и еще ряде сутт-цаньютта-никая. У Дакупа-Масутта, пример с водой. АН-7-15. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь типов личностей, существующих в мире. Какие семь? Бывает так, когда некий человек погружается и тонет. Бывает так, когда некий человек, всплыв на поверхность, вновь тонет. Бывает так, когда некий человек, всплыв на поверхность, остается на ней. Бывает так, когда некий человек, всплыв на поверхность, открывает глаза и осматривается. Бывает так, когда некий человек, всплыв на поверхность, начинает плыть. Бывает так, когда некий человек, всплыв на поверхность, опирается на дно. Бывает так, когда некий человек, всплыв на поверхность, переплыв, достигает дальнего берега, встает на твердую землю, он брахман. И каким образом человек погружается и тонет? Бывает так, что человек наделен исключительно мрачными, неумелыми качествами. Вот каким образом человек погружается и тонет. И каким образом человек, всплыв на поверхность, вновь тонет? Бывает так, что человек всплывает на поверхность, то есть, видит, вера в отношение умелых качеств полезна, чувство стыда полезна, боязнь совершить неблагой поступок полезна, усердие полезна, мудрость в отношении умелых качеств полезна. Но его вера не утверждается, не возрастает, а исчезает. Его чувство стыда, боязнь совершить проступок, усердие, мудрость не утверждаются, не возрастают, а исчезают. Вот каким образом человек, всплыв на поверхность, вновь тонет. И каким образом человек, Всплыв на поверхность, остается на ней? Бывает так, что человек всплывает на поверхность, то есть, видит, вера в отношении умелых качеств полезна, чувство стыда полезна, боязнь совершить проступок полезна, усердие полезна, мудрость в отношении умелых качеств полезна. Его вера не исчезает, а остается и развивается. Его чувство стыда, боязнь совершить проступок, усердие, мудрость не исчезают, а остаются и развиваются. Вот каким образом человек, всплыв на поверхность, остается на ней. 4. И каким образом человек, всплыв на поверхность, открывает глаза и осматривается? Бывает так, что некий человек всплывает на поверхность, то есть, видит вера в отношение умелых качеств полезна, чувство стыда полезна, боязнь совершить проступок полезна, усердие полезна, мудрость в отношении умелых качеств полезна. С полным прекращением нижних трех оков он становится вступившим в поток, непреклонным, никогда более не способным родиться в низших мирах, устремленным к самопробуждению. Вот каким образом человек, всплыв на поверхность, открывает глаза и осматривается? 5. И каким образом человек, всплыв на поверхность, начинает плыть? Бывает так, что некий человек всплывает на поверхность, то есть, видит вера в отношение умелых качеств полезна, чувство стыда полезна, боязнь совершить проступок полезна, усердие полезна, мудрость в отношении умелых качеств полезна. С полным прекращением нижних трех оков и заслаблением жажды. злобы, и заблуждения он становится однажды возвращающимся, который, вернувшись в этот мир лишь всего один раз, положит конец страданию. Вот каким образом человек, всплыв на поверхность, начинает плыть. 6. И каким образом человек, всплыв на поверхность, опирается на дно. Бывает так, что некий человек всплывает на поверхность, то есть, видит, вера в отношения умелых качеств полезна, чувство стыда полезна, боязнь совершить проступок полезна, усердие полезна, мудрость в отношении умелых качеств полезна. С полным прекращением пяти нижних оков он переродится в чистых обителях, где и достигнет окончательной неббаны, не возвращаясь из того мира обратно в этот. Вот каким образом человек, всплыв на поверхность, опирается на дно. 7. И каким образом человек, всплыв на поверхность, переплыв, достигая дальнего берега, встает на твердую землю, и он брахман? Бывает так, что некий человек всплывает на поверхность, то есть, видит, вера в отношения умелых качеств полезна, чувство стыда полезна, боязнь совершить проступок полезна, усердие полезна, мудрость в отношении умелых качеств полезна. С полным прекращением умственных загрязнений он входит и пребывает в лишенном загрязнении освобождении ума и освобождении мудростью, напрямую познав и реализовав это для себя самостоятельно. Вот каким образом человек, всплыв на поверхность, переплыв, достигая дальнего берега, встает на твердую землю, он брахман? Таковы семь типов личностей, существующих в мире. Аничинупаси сутта, непостоянство. АН 7.16. Благословенный сказал, монахи, эти семь личностей достойны даров, достойны гостеприимства, достойны подношений, достойны почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какие семь? Один, вот, монахи, некий человек пребывает в созерцании непостоянства во всех обусловленных феноменах, воспринимает непостоянство, переживает непостоянство, постоянно, продолжительно, и непрерывно направляя на это ум, исследуя это мудростью. За счет уничтожения умственных загрязнений в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Такова первая личность, достойная даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Два, далее, некий человек пребывает в созерцании непостоянства во всех обусловленных феноменах, воспринимает непостоянство, переживает непостоянство, постоянно, продолжительно, и непрерывно направляя на это ум, исследуя это мудростью. В его случае истощение загрязнений и истощение жизни происходят в один и тот же момент. Один. Такова вторая личность, достойная даров. Три, далее, некий человек пребывает в созерцании. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим неббаны в промежутке. Два. Такова третья личность, достойная даров. Четыре, далее, некий человек пребывает в созерцании непостоянства. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим Нигбаны по приземлении. 3. Такова четвертая личность, достойная даров. 5. Далее, некий человек пребывает в созерцании непостоянства. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим Нигбаны без усилия. 4. Такова пятая личность, достойная даров. 6. Далее, некий человек пребывает в созерцании непостоянства. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим Нигбаны с усилием. Такова шестая личность, достойная даров. 7. Далее, некий человек пребывает в созерцании непостоянства во всех обусловленных феноменах, воспринимает непостоянство, переживает непостоянство, постоянно, продолжительно, и непрерывно направляя на это ум, исследуя это мудростью. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто устремлен вверх, направляясь к высшему миру чистых обителей Аканитхи. 5. Такова седьмая личность, достойная даров. Таковы, монахи, семь видов личностей, которые достойны даров, достойны гостеприимства, достойны подношений, достойны почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. 1. Самосиси, можно примерно перевести как сходящиеся в одной вершине. Комментарий поясняет, что есть четыре вида самосиси. 1. Первый вид страдает некой болезнью и достигает уничтожения загрязнения ума в тот же самый момент, когда излечивается от этой болезни. Таковой именуется рога самосиси, то есть сходящиеся в одной вершине по болезни. 2. Следующий тип личности переживает некое сильное болезненное чувство и достигает уничтожения загрязнения ума в тот же миг, как преодолевает эту боль. Таковой именуется вида насомасиси, то есть сходящиеся в одной вершине по чувству. 3. Третий тип практикует прозрение в некой одной позе и достигает уничтожения загрязнения ума в тот самый момент, когда меняет позу. Таковой именуется Ирипатхасамасиси, то есть сходящийся в одной вершине по позе. 4. Последний тип личности достигает уничтожения загрязнения ума в тот самый миг, когда заканчивается его жизнь, то есть в момент смерти. Таковой называется Дживитасамасиси, то есть сходящийся в одной вершине по жизни. В данной сути речь идет именно о последней, четвертой личности. 2. Антропырниббэ. Комментарий поясняет, что этот тип личности достигает нигбаны либо как только рождается в мирах чистых обителей, либо в течение первой половины жизни там. Несмотря на это авторитетное определение, я считаю, что есть достаточное текстовое свидетельство для того, чтобы понимать этот термин буквально, то есть как личность, которая достигает уничтожения загрязнений в промежутке, или по пути, между двумя жизнями и, таким образом, она не перерождается вообще. Смотри мои примечания к АН-4-131, а также дополнительную аргументацию в пользу такой трактовки в АН-7-55. 3. Апухачапарениббэ. Комментарий поясняет, что это не возвращающийся, который спонтанно переродился в мирах чистых обителей, а затем там достигает араханство либо по прошествии половины срока жизни, либо, в крайнем случае, в момент смерти. Я, опять-таки ссылаясь на АН-7-55, считаю, что этот тип личности достигает уничтожения загрязнений ума практически сразу после перерождения в мирах чистых обителей. 4. Очевидно, разница между пятым и шестым типом личности состоит в количестве прилагаемых усилий для достижения окончательной небыбаны. Комментарий же поясняет, что один невозвращающийся прилагает усилия к зарождению пути, а другой нет. 5. Согласно комментаторской интерпретации, эти двое – не отдельные виды невозвращающихся, а просто лишь два варианта, посредством которых первые два вида невозвращающихся, достигающие в промежутке и достигающие по приземлению, достигают небыбаны. Подобное объяснение уменьшает число видов невозвращающихся с пяти до трех и аннулирует последовательную взаимоисключающую природу пяти видов невозвращающихся. Примечание переводчика С.В., мнение достопочтенного Бодхи подтверждается в А.Н. 7.55, а также в С.Н. 48.15, где пять типов невозвращающихся классифицируются по степени развитости качеств, от сильного к слабому. 5. Самый слабый из пяти видов невозвращающихся. Он последовательно перерождается во всех мирах чистых обителей, и достигает небыбаны только когда перерождается в итоге в самом последнем из них, мире Аканитха. Сутты А.Н. 7.17.19 Эти сутты идентичны предыдущей А.Н. 7.16, но здесь перечисляются иные созерцания, пребывает в созерцании страдательности во всех обусловленных феноменах, воспринимает страдательность, переживает страдательность, постоянно, продолжительно, и непрерывно направляя на это ум, исследуя это мудростью. А.Н. 7.17 Дукханупаса сутта, страдательность, пребывает в созерцании безличности во всех феноменах, воспринимает безличностность, переживает безличностность, постоянно, продолжительно, и непрерывно направляя на это ум, исследуя это мудростью. А.Н. 7.18 Дукханупаса сутта, безличностность, пребывает в созерцании счастья в небании, воспринимает такое счастье, переживает такое счастье, постоянно, продолжительно, и непрерывно направляя на это ум, исследуя это мудростью. А.Н. 7.18 Дукханупаса сутта, счастье. 1. Примечание переводчика СВ, здесь нет слова обусловленных, что намекает на созерцание безличностности не только в обусловленных сансарных феноменах, но и безличностности в необусловленном феномене Ниббаны. 2. Примечание переводчика СВ, поскольку в сутте идет речь о барахантах и невозвращающихся, то имеется в виду именно прямое медитативное восприятие элемента Ниббаны. Смотри подробнее о подобном прямом восприятии Ниббаны в А.Н. 11.7, А.Н. 10.7, а также в М.Н. 64. Нидаса ватфу сутта, основание для без десяти. А.Н. 7.20 Благословенный сказал, монахи, есть семь оснований для того, чтобы быть без десяти. 1. Какие семь? 1. Вот у монаха имеется сильное желание осуществлять монашескую тренировку, и он не теряет своей увлеченности осуществлять тренировку в будущем. 2. У него сильное желание взяться за Дхамму, и он не теряет своей увлеченности взяться за Дхамму в будущем. 3. У него сильное желание устранять бесполезные мечтания, и он не теряет своей увлеченности устранять бесполезные мечтания в будущем. 4. У него сильное желание к затворничеству, и он не теряет своей увлеченности к затворничеству в будущем. 5. У него сильное желание зарождать усердие, и он не теряет своей увлеченности к зарождению усердия в будущем. 6. У него сильное желание развивать осознанность и бдительность, и он не теряет своей увлеченности к развитию осознанности и бдительности в будущем. 7. У него сильное желание проникнуть в суть вещей воззрением, и он не теряет своей увлеченности к проникновению воззрением в будущем. Таковы семь оснований для того, чтобы быть без десяти. 1. По заметке достопочтенного Бодхи, не совсем понятно, о чем именно идет речь, и действительно ли комментарий объясняет этот момент корректно. Комментарий поясняет так, что подобное выражение «без десяти» возникло в среде нигантхов, и под этим они подразумевали, что если джаинский аскет умирает, прожив аскетом десять лет, то он, в следующих рождениях, более не будет возрастом в десять лет или даже в девять лет или менее, вплоть до одного года, примечание переводчика СВ, возможно, имеется в виду, что в следующей жизни, даже если он только что получил посвящение в аскеты, он, по факту, будет являться аскетом как минимум десять лет. То есть, таким образом, его аскетический стаж как бы сохраняется, а не начинается заново в следующей жизни. Аналогично сказано и про аскетов без двадцати, без тридцати и так далее. Затем комментарий поясняет, что Будда переначал эту трактовку на свой лад, объяснив, что без десяти это арахант, потому что он больше не будет ни возрастом в десять лет, ни в девять, ни в год, ни в одиннадцать месяцев, и даже ни на миг, просто потому, что арахант более никогда не родится вновь. Смотри также АН 7.42. Сарандада сутта, Сарандада. АН 7.21. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Висале в святилище Сарандады. И тогда группа Личхави подошла к Благословенному, они поклонились ему, и сели рядом. Благословенный сказал им, Личхави, я научу вас всеми принципам неупадка. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, господин, ответили те Личхави. Благословенный сказал, и каковы, Личхави, семь принципов неупадка? 1. Личхави, покуда Ваджи часто собираются и часто проводят собрания, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 2. Покуда Ваджи собираются в согласии, расходятся в согласии, управляют делами Ваджи в согласии, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 3. Покуда ваджи не предписывают чего-либо, что не было предписано, или не отменяют того, что уже было предписано, но осуществляют и следуют древним ваджийским принципам так, как они были предписаны, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 4. Покуда ваджи чтят, уважают, ценят и почитают ваджийских старейшин, и считают, что их мнение следует принимать во внимание, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 5. Покуда в адже не уводят насильственно женщин и девушек из их семей и не принуждают их силой к тому, чтобы те проживали с ними, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка 6. Покуда в адже чтят, уважают, ценят и почитают свои традиционные святилища, как те, что внутри города, так и те, что снаружи, а также не пренебрегают праведными жертвоприношениями, что жертвовались ими в прошлом, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка 7. Покуда в адже обеспечивают праведную защиту, убежище, охрану арахантам с намерением, как сделать так, чтобы те араханты, которые еще не пришли в наше царство, смогли бы прийти, а те араханты, которые уже пришли, смогли бы пребывать в умиротворении здесь, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка 7. Покуда среди в адже длятся эти семь принципов не упадка, и покуда в адже утверждены в них, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка 1. Комментарий Когда люди пренебрегают совершением праведных жертвоприношений, божества не защищают их, и даже если не могут создать новых страданий людям, то могут усилить возникшие их страдания, такие как кашель, головные боли и так далее А во времена войны у людей нет союзников. Но когда люди не пренебрегают совершением праведных жертвоприношений, то божества защищают их хорошо, и даже если не могут создать нового счастья, они устраняют старые болезни. А во времена войны у людей есть союзники Васакара сутта, Васакара АН 7.22 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе Утес Ястребов. И тогда царь Аджатасату Ведихипута из Магадхи пожелал разжечь войну против ваджей. Он сказал так, какими бы ни были сильными и могучими эти ваджи, я истреблю их, уничтожу их, наведу на них беду и несчастье. И тогда царь Аджатасату обратился к главному министру Магадхи, Брахману Васакари, ну же, Брахман, отправляйся к Благословенному и от моего имени вырази почтение, упав ему в ноги. Поинтересуйся, свободен ли он от болезни и недуга, здоров ли, силен ли и пребывает ли в умиротворении. Скажи, господин, царь Аджатасату Ведихипута из Магадхи выражает почтение, припадая к вашим ногам. Он интересуется, свободны ли вы от болезни и недуга, здоровы ли, сильны ли и пребываете ли в умиротворении. Затем скажи так, господин, царь Аджатасату хочет разжечь войну против ваджей. Он говорит так, какими бы ни были сильными и могучими эти ваджи, я истреблю их, уничтожу их. Наведу на ней беду и несчастье. Хорошо заучи, как ответит себе Благословенный, и донеси это мне, ведь тадхагаты не говорят лжи. Да, государь, ответил Брахман Васакара. Затем он поднялся со своего сидения и отправился к Благословенному. Он обменялся вежливыми приветствиями с Благословенным, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, «Мастер Гатама, царь Аджатасату Ведихипута из Магадхи выражает почтение, припадая к вашим ногам. Он интересуется, свободны ли вы от болезни и недуга, здоровы ли, сильны ли и пребываете ли в умиротворении. Мастер Гатама, царь Аджатасату хочет разжечь войну против ваджей. Он говорит так, какими бы ни были сильными и могучими эти ваджи, я истреблю их, уничтожу их, наведу на них беду и несчастье». В тот момент Достопочтенный Ананда стоял позади Благословенного, обмахивая его. Тогда Благословенный обратился к Достопочтенному Ананде, «Один, Ананда, слышал ли ты, чтобы ваджи часто собирались и часто проводили собрания? Учитель, я слышал, что они делают так. Ананда, покуда ваджи часто собираются и часто проводят собрания, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 2. Ананда, слышал ли ты, чтобы ваджи собирались в согласии, расходились в согласии, управляли делами ваджи в согласии? Ананда, покуда ваджи собираются в согласии, расходятся в согласии, управляют делами ваджи в согласии, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 3 Ананда, слышал ли ты, чтобы ваджи не предписывали чего-либо, что не было предписано, или не отменяли того, что уже было предписано, и осуществляли и следовали древним ваджийским принципам так, как они были предписаны? Ананда, покуда ваджи не предписывают чего-либо, что не было предписано, или не отменяют того, что уже было предписано, и осуществляют и следуют древним ваджийским принципам так, как они были предписаны, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 4. Ананда, слышал ли ты, чтобы ваджи чтили, уважали, ценили и почитали ваджийских старейшин, и считали бы, что их мнение следует принимать во внимании? 5. Ананда, покуда ваджи чтят, уважают, ценят и почитают ваджийских старейшин, и считают, что их мнение следует принимать во внимании, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастание, а не упадка. 5. Ананда, слышал ли ты, уводят ли ваджи насильственно женщин и девушек из их семьи и принуждают ли их силой к тому, чтобы те проживали с ними? Учитель, я слышал, что они не делают так. Ананда, покуда ваджи не уводят насильственно женщин девушек из их семей и не принуждают их силой к тому, чтобы те проживали с ними, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 6. Ананда, слышал ли ты, что бы ваджи чтили, уважали, ценили, и почитали свои традиционные святилища, как те, что внутри города, так и те, что снаружи, а также не пренебрегали бы праведными жертвоприношениями, что жертвовались ими в прошлом? Ананда, покуда ваджи чтят, уважают, ценят, и почитают свои традиционные святилища, как те, что внутри города, так и те, что снаружи, а также не пренебрегают праведными жертвоприношениями, что жертвовались ими в прошлом, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 7. Ананда, слышал ли ты, что бы ваджи обеспечивали праведную защиту, убежище, охрану арахантам с намерением, как сделать так, чтобы те араханты, которые еще не пришли в наше царство, смогли бы прийти, а те араханты, которые уже пришли, смогли бы пребывать в умиротворении здесь? Ананда, покуда ваджи обеспечивают праведную защиту, убежище, охрану арахантам с намерением, как сделать так, чтобы те араханты, которые еще не пришли в наше царство, смогли бы прийти, а те араханты, которые уже пришли, смогли бы пребывать в умиротворении здесь? То в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Затем благословенный обратился к Брахману Васакари, главному министру Магадхи, «Однажды, Брахман, я пребывал в Висали в святилище Сарандады. Там я научил ваджи этим семи принципам неупадка. Покуда среди ваджи длятся эти семь принципов неупадка, и покуда ваджи утверждены в них, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка». Когда так было сказано, Брахман Васакара сказал благословенному, «Мастер Гатама, если бы ваджи соблюдали бы даже один из этих принципов неупадка, то в отношении них можно было бы ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Что уж говорить, если они соблюдают все семь? Мастер Гатама, царь Аджатаса, то везде Хипута из Магадхи не сможет завоевать ваджи войной, если только не с помощью предательства или внутреннего раздора. А теперь, Мастер Гатама, нам нужно идти. У нас много дел и обязанностей. Можешь отправляться, Брахман, когда сочтешь нужным». И тогда Брахман Васакара, главный министр Магадхи, восхитившись и возрадовавшись словам Благословенного, поднялся со своего сиденья и ушел. Патхама Парихания Сутта, Неупадок 1. АН 7.23. «Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе и утес ястребов. Там Благословенный обратился к монахам, «Монахи, я научу вас всеми принципам неупадка. Слушайте внимательно. Я буду говорить». «Да, учитель», отвечали те монахи. Благословенный сказал, «И каковы, монахи, семь принципов неупадка?» «Один, покуда монахи часто собираются и часто проводят собрания, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Два, покуда монахи собираются в согласии, расходятся в согласии, управляют делами Сангхи в согласии, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Три, покуда монахи не предписывают чего-либо, что не было предписано или не отменяют того, что уже было предписано, но осуществляют и следуют правилам монашеской тренировки так, как они были предписаны, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 4. Покуда монахи чтят, уважают, ценят и почитают тех монахов, которые старцы, которые уже давно находятся в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, которые отцы и вожаки Санхи, и считают, что их мнение следует принимать во внимание, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 5. Покуда монахи не попадают под управление и возникшие жажды, что ведет к новому существованию, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 6. Покуда монахи настроены на проживание в лесных обиталищах, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 7. Покуда каждый монах будет утверждать осознанность с намерением, как сделать так, чтобы хорошо себя ведущие товарищи монахи, которые еще не пришли сюда, смогли бы прийти, а те хорошо себя ведущие товарищи монахи, которые уже пришли, смогли бы пребывать в умиротворении здесь, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Монахи, покуда среди монахов длятся эти семь принципов не упадка, и покуда монахи утверждены в них, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Дутия парихания сутта, не упадок 2. Аэн 7.24. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас всеми принципам не упадка. Слушайте внимательно. Я буду говорить». «Да, учитель», — отвечали те монахи. Благословенный сказал, «И каковы, монахи, семь принципов не упадка?» 1. Покуда монахи не наслаждаются работой, не находят наслаждения в работе, не придаются наслаждению работой, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 2. Покуда монахи не наслаждаются разговорами, не находят наслаждения в разговорах, не придаются наслаждению разговорами, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 3. Покуда монахи не наслаждаются сном, не находят наслаждения в сне, не придаются наслаждению сном, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 4. Покуда монахи не наслаждаются компанией, не находят наслаждения в компании, не придаются наслаждению компанией, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 5. Покуда у монахов нет порочных желаний, и порочные желания не управляют ими, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 6. Покуда монахи не общаются с плохими друзьями, с плохими спутниками, с плохими товарищами, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 7. Покуда монахи не останавливаются посреди пути в своем развитии в отношении некоторых малых отличительных достижений, 1. То в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Монахи, покуда среди монахов продолжаются эти семь принципов не упадка, и покуда монахи утверждены в них, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Один, комментарий, покуда они не останавливаются на некоторых достижениях, как то очищенное нравственное поведение, джхана, прозрение, вступление в поток и так далее, еще не достигнув араханства, то в отношении таких монахов можно ожидать только возрастания. Татья Парихания Сутта, Неупадок 3. АН 7.25. Благословенный сказал, монахи, я научу вас всеми принципам неупадка. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, и каковы, монахи, семь принципов неупадка? 1. Покуда монахи наделены верой, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 2. Покуда монахи имеют чувство стыда. 3. Покуда монахи имеют боязнь совершить проступок. 4. Покуда монахи ученые в Дхамме. 5. Покуда монахи усердны. 6. Покуда монахи осознаны. 7. Покуда монахи мудры, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Монахи, покуда среди монахов продолжаются эти семь принципов неупадка, и покуда монахи утверждены в них, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Читуттха Парихаания Супта, неупадок 4. А.Н. 7.26. Благословенный сказал, монахи, я научу вас всеми принципам неупадка. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, и каковы, монахи, семь принципов неупадка. 1. Покуда монахи развивают осознанность как фактор просветления, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 2. Покуда монахи развивают исследование феноменов как фактор просветления. 3. Покуда монахи развивают усердие как фактор просветления. 4. Покуда монахи развивают восторг как фактор просветления. 5. Покуда монахи развивают безмятежность как фактор просветления. 6. Покуда монахи развивают сосредоточение как фактор просветления. 7. Покуда монахи развивают невозмутимость как фактор просветления, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Монахи, покуда среди монахов продолжаются эти семь принципы вне упадка, и покуда монахи утверждены в них, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Панчама Апарихания Сутта, Неупадок 5. АН 7.27. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас всеми принципам неупадка». «Слушайте внимательно. Я буду говорить». «Да, учитель», отвечали те монахи. Благословенный сказал, «И каковы, монахи, семь принципов неупадка?» «Один, покуда монахи развивают восприятие непостоянства, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка». «Два, покуда монахи развивают восприятие безличности». «Три, покуда монахи развивают восприятие непривлекательности». «Четыре, покуда монахи развивают восприятие опасности». «Пять, покуда монахи развивают восприятие оставления». «Шесть, покуда монахи развивают восприятие бесстрастия». «Семь, покуда монахи развивают восприятие прекращения, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка». «Один, монахи, покуда среди монахов продолжаются эти семь принципов неупадка, и покуда монахи утверждены в них, то в отношении них можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка». 1. Смотри. АН 10.60 насчет объяснения этих восприятий. Секха-парихания сутта, не упадок ученика. АН 7.28. Благословенный сказал, монахи, эти семь качеств ведут к упадку монаха, который является учеником. 1. Какие семь? 1. Наслаждение работой, 2. Наслаждение разговорами, 3. Наслаждение сном, 4. Наслаждение компанией, 5. Отсутствие охраны дверей органов чувств, 6. Отсутствие умеренности в еде, 7. И когда в отношении Санхи есть некие дела, которые должны разрешаться в Санхи, монах не размышляет так, в Санхи есть старцы, которые уже давно находятся в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, ответственные, которые возьмут ответственность за эти дела. И вместо этого он сам берется за них. Эти семь качеств ведут к упадку монаха, который является учеником. Монахи, эти семь качеств ведут к неупадку монаха, который является учеником. Какие семь? Ненаслаждение работой, разговорами, сном, компанией, охрана дверей органов чувств, 7. Умеренность в еде. И когда в отношении Санхи есть некие дела, которые должны разрешаться в Санхи, монах размышляет так, в Санхи есть старцы, которые уже давно находятся в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, ответственные, которые возьмут ответственность за эти дела. Он не берется за них сам. Эти семь качеств ведут к неупадку монаха, который является учеником. 1. Секха, это все уровни благородных учеников за исключением Араханта. Упасака Парихаания Супта, неупадок мирянина. АН 7.29. Благословенный сказал, монахи, эти семь вещей ведут к упадку мирянина. Какие семь? 1. Он перестает посещать монахов. 2. Он пренебрегает слушанием благой Дхаммы. 3. Он не тренируется в высшем нравственном поведении. 4. Он полон подозрений по отношению к монахам, будя не старцами или только что получившими посвящение, или теми, что по старшинству в монашестве находится между ними. 5. Он слушает Дхамму с умом, настроенным на критику, выискивая в ней изъяны. 6. Он ищет того, кому можно было бы сделать подношение, среди внешних по отношению к Дхамме людей. 7. Он вначале совершает дела, приносящие заслуги, там, один. Эти семь вещей ведут к упадку мирянина. Эти иные семь вещей ведут к неупадку мирянина. Какие семь? Он не перестает посещать монахов. Он не пренебрегает слушанием благой Дхаммы. Он тренируется в высшем нравственном поведении. Он полон уверенности по отношению к монахам, будя не старцами или только что получившими посвящение, или теми, что по старшинству в монашестве находится между ними. Он слушает Дхамму с умом, не настроенным на критику, не выискивая в ней изъянов. Он не ищет того, кому можно было бы сделать подношение, среди внешних по отношению к Дхамме людей. Он не совершает дела, приносящие заслуги, вначале там. Эти семь вещей ведут к неупадку мирянина. И далее он добавил, мирянин, монахов что не навещает, которые уже развили себя, когда благородных учений не слышит, и нравственность высшую не тренирует, когда подозрения он полон к монахам, и всех подозрениях лишь возрастает. И Дхамму благую послушать желает, с умом, что на критику был лишь настроен, мирянин, который вначале подыщет достойных даров посреди чужаков, и после, вначале он предпринимает, в совершении дел благотворных у них. Вот эти семь принципов чуть на изложенных, сказано было, к упадку ведут. Будда-приверженец, склонный к подобному, от благой Дхаммы себя отлучит. Мирянин, монахов что навещает, и благородную Дхамму он слушает, нравственность высшую он тренирует, когда он доверия полон к монахам, и в этом доверие лишь возрастает, с умом, что не ищет всей Дхамме изъянов, мирянин, который вначале не ищет, а сразу берется за осуществление, и свершение дел благотворных вот здесь, сказано было, ведут к неупадку. От благой Дхаммы не отпадет. Один, комментарий поясняет, что он вначале делает подношение представителям иных религиозных течений, а уже потом идет к буддийским монахам. Сутты А.Н. 7.30.31 Сутты идентичны предыдущей А.Н. 7.29, но вместо фразы «семь вещей ведут к упадку, неупадку мирянина», в этих суттах, соответственно, идут фразы «семь неудач, семь успехов мирянина». И «семь видов краха, семь побед мирянина». Кроме того, в А.Н. 7.30 нет стиха, а в А.Н. 7.31 он есть, в точности такой же, как в А.Н. 7.29. Аппомада сутта «Прилежание» А.Н. 7.32 И когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному, поклонился ему, встал рядом и сказал Благословенному, «Господин, есть эти семь качеств, что ведут к неупадку монаха». Какие семь? 1. Уважение к Учителю, 2. Уважение к Дхаме, 3. Уважение к Сангхе, 4. Уважение к практике, 5. Уважение к сосредоточению, 6. Уважение к прилежанию, 7. Уважение к гостеприимству. Эти семь качеств ведут к неупадку монаха. Так сказал тот Дэва. Учитель одобрил. И тогда тот Дэва, думая, учитель согласен со мной, поклонился Благословенному и, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. И по истечению ночи Благословенный обратился к монахам, прошлой ночью, монахе, когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой. И сказал мне, господин, есть эти семь качеств, что ведут к неупадку монаха. Какие семь? Уважение к учителю. К гостеприимству. Эти семь качеств ведут к неупадку монаха. Так сказал тот Дэва. Затем это божество поклонилось мне, обошло меня с правой стороны, и прямо там и исчезло. И далее он добавил, он уважителен к учителю, и к хамму уважает он, и глубоко монаха в Сангху чтит. Старательный, он ценит сосредоточение, и уважение глубоко имеет к тренировке, как чтит и прилежание, как чтит гостеприимство, такой монах не сможет больше пасть, так как к небу бани близок он. Хирисута, стыд. А.Н. 7.33 Благословенный сказал, прошлой ночью, монахе, когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освещав всю рощу Джеты, подошел ко мне, поклонился, встал рядом, и сказал мне, господин, есть эти семь качеств, что ведут к неупадку монаха. Какие семь? 1. Уважение к учителю, 2. Уважение к Дхаме, 3. Уважение к Сангхе, 4. Уважение к практике, 5. Уважение к сосредоточению, 6. Уважение к чувству стыда, 7. Уважение к боязни совершить проступок. Эти семь качеств ведут к неупадку монаха. Так сказал тот Дэва. Затем это божество поклонилось мне, обошло меня с правой стороны, и прямо там исчезло. И далее он добавил, он уважителен к учителю, и к Хамму уважает он, и глубоко монаха в Сангху чтит. Старательный, он ценит сосредоточение, и уважение глубоко имеет к тренировке, он наделен стыдом, боязнью совершить проступок, выказывает он почтение и выражает уважение, такой монах не сможет больше пасть, так как к неба не близок он. Подхамасова часа-то сутта, легко исправить один. АН 7.34 Благословенный сказал, прошлой ночью, монахе, когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу джеты, подошел ко мне, поклонился, встал рядом и сказал мне, господин, есть эти семь качеств, что ведут к неупадку монаха. Какие семь? Один, уважение к учителю, два, уважение к Дхамме, три, уважение к Сангхе, четыре, уважение к практике, пять, уважение к сосредоточению, шесть, его легко исправить, семь, дружба с хорошими друзьями. Эти семь качеств ведут к неупадку монаха. Так сказал тот Дэва. Затем это божество поклонилось мне, обошло меня с правой стороны, и прямо там исчезло. И далее он добавил, он уважителен к Учителю, и Дхамму уважает он, и глубоко монаха в Сангху чтит. Старательный, он ценит сосредоточение, и уважение глубоко имеет к тренировке, заводит он друзей хороших, помимо прочего, его легко исправить, выказывает он почтение и выражает уважение, такой монах не сможет больше пасть, так как к неба не близок он. Дутиесова часа-то сутта, легко исправить два. АН 7.35. Благословенный сказал, прошлой ночью, монахе, когда наступила глубокая ночь, некий дэва, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу джеты, подошел ко мне, поклонился, встал рядом и сказал мне, господин, есть эти семь качеств, что ведут к неупадку монаха. Какие семь? 1. Уважение к Учителю, 2. Уважение к Дхамме, 3. Уважение к Сангхе, 4. Уважение к практике, 5. Уважение к сосредоточению, 6. Его легко исправить, 7. Дружба с хорошими друзьями. Эти семь качеств ведут к неупадку монаха. Так сказал тот древо. Затем это божество поклонилось мне, обошло меня с правой стороны, и прямо там исчезло. Когда так было сказано, достопочтенный сарепута обратился к благословенному, учитель, я так понимаю в подробностях значение того, что было сказано благословенным вкратце. Вот монах сам чтит учителя и восхваляет почитание учителя. Он побуждает других монахов, которые не чтят учителя, развивать почтение к учителю и, в должный момент, искренне и правдиво, он восхваляет тех монахов, которые чтят учителя. Он сам чтит Дхаму, Сангху, практику, сосредоточение. Его легко исправить. Сам дружит с хорошими друзьями и восхваляет дружбу с хорошими друзьями. Он побуждает других монахов, которые не имеют хороших друзей, найти хороших друзей и, в должный момент, искренне и правдиво, он восхваляет тех монахов, у которых есть хорошие друзья. Вот каким образом, учитель, я понимаю в подробностях значение того, что было сказано благословенным в Крадзе. Благословенный ответил, хорошо, хорошо, Сарипутта. Хорошо, что ты понимаешь в подробностях значение того, что было сказано мною в Крадзе. Вот монах сам чтит. Один, хорошие друзья. Вот как следует понимать, Сарипутта, подробные значения того, что было сказано мною в Крадзе. Один, здесь Будда повторяет всё, что выше сказал достопочтенный Сурипута. Патхамамитта сутта, друг 1. АН 7.36. Благословенный сказал, монахи, следует общаться с другом, который наделён этими семью факторами. Какими семью? 1. Он даёт то, что трудно дать. 2. Он делает то, что трудно сделать. 3. Он терпеливо выносит то, что трудно вынести. 4. Он раскрывает тебе свои секреты. 5. Он хранит твои секреты. 6. Он не оставляет тебя, когда ты в беде. 7. Он не надменен по отношению к тебе. Следует общаться с другом, который наделён этими семью факторами. И далее он добавил, твой друг даёт, что трудно дать, и делает, что трудно сделать. Тебя прощает он за грубые слова, и терпит то, что вынести непросто. Секретами своими делится с тобой, ну а твои секреты держит при себе. Не убегает, если ты попал в беду, надменности и к тебе не проявляет. То человек, в котором качество всей те есть, и будет называться настоящим другом. И если друга хочешь ты найти, то вот такого человека следует искать. Дутие Митта Сутта, Друг 2. А.Н. 7.37. Благословенный сказал, монахи, следует общаться с другом монахом, который наделён этими семью факторами. Следует посещать его и прислуживать ему, даже если он прогоняет тебя. Какими семью? Один, он мил и приятен. Два-три, он уважаем и почитаем. Четыре, он тот, кто говорит. Один. Пять, когда с ним разговаривают, он терпелив. Шесть, он ведёт глубокие беседы. Семь, он не заставляет тебя делать то, что неправильно. И далее он добавил, он мил, он уважаем, почитаем, он тот, кто говорит и терпелив в беседе. Ведёт он разговоры о глубоком, неправильно и делать не заставит. То человек, в котором качества все эти есть, и будет называться настоящим другом, сочувствующим и великодушным. И даже если он прогонит вдруг тебя, то, если друга хочешь ты найти, то вот такого человека следует искать. Один, комментарий поясняет, что он умел и в речи. Вероятно, имеется в виду, что он может дать хороший совет. Патхама-патисамбеда-сутта, аналитические знания 1. АН 7.38. Благословенный сказал, «Монахи, когда монах обладает семью качествами, он может вскоре реализовать для себя посредством прямого знания четыре аналитических знания, один, и овладеть ими. Какими семью? Один, вот монах понимает в соответствии с действительностью, вот во мне умственная косность. Два, или, когда ум жад внутренне, он понимает в соответствии с действительностью, мой ум жад внутренне. Три, или когда его ум отвлечён вовне, он понимает в соответствии с действительностью, мой ум отвлечён вовне. Два, четыре, он знает чувства по мере того, как они возникают, по мере того, как пребывают, по мере того, как исчезают. Пять, он знает восприятие по мере того, как они возникают, по мере того, как пребывают, по мере того, как исчезают. Шесть, он знает мысли по мере того, как они возникают, по мере того, как пребывают, по мере того, как исчезают. Три, семь, и затем, тем, в отношении качеств, которые уместны и неуместны, низшие и высшие, темные и яркие, а также в отношении их противоположностей, он хорошо ухватил причину, хорошо взялся за нее, хорошо изучил ее, и хорошо проник в нее мудростью. Когда он обладает этими семью качествами, монах может вскоре реализовать для себя посредством прямого знания четыре аналитических знания и овладеть ими. 1. О четырех аналитических знаниях смотри. АН 4 172. 2. Комментарий связывает внутренний сжатый ум с апатией и сонливостью, а внешнее отвлечение – с увлечением к пяти объектам чувственных удовольствий. Смотри также СН 51 20, где подобные наставления даются в контексте развития снов сверхъестественных сил. 3. ВАН 4 41 Это называется развитием сосредоточения, что ведет к осознанности и бдительности. Комментарий, чувства и так далее являются корнями умственного разрастания, по панче. 4. Чувства – корень жажды, которая возникает в связи с удовольствием. 5. Восприятие – корень воззрений, которые возникают по отношению к неясному предмету. 6. Мысли – корень самомнения, который возникает через мысль – я. 4. Немитта – образ или причина. Комментарий трактуют в данном случае Немитта как причина, источник. Дутия Патисамбеда Сутта – аналитические знания 2. АН 7 39 Благословенный сказал, «Монахи, когда он обладал семью качествами, Сарипутта реализовал для себя посредством прямого знания четыре аналитических знания и овладел ими. Какими семью? 1. Вот Сарипутта понимал в соответствии с действительностью, вот во мне умственная косность. 2. Или, когда ум был сжат внутренне, он понимал в соответствии с действительностью, мой ум сжат внутренне. 3. Или, когда его ум был отвлечен вовне, он понимал в соответствии с действительностью, мой ум отвлечен вовне. 4. Он знал чувства по мере того, как они возникают, по мере того, как пребывают, по мере того, как исчезают. 5. Он знал восприятие по мере того, как они возникают, по мере того, как пребывают, по мере того, как исчезают. 6. Он знал мысли по мере того, как они возникают, по мере того, как пребывают, по мере того, как исчезают семь, и затем, в отношении качеств, которые уместны и неуместны, низшие и высшие, темные и яркие, а также в отношениях противоположностей, он хорошо ухватил причину, хорошо взялся за нее, хорошо изучил ее и хорошо проник в нее мудростью. Когда он обладал этими семью качествами, Сарипутта реализовал для себя посредством прямого знания четыре аналитических знания и овладел имя. Патхама Четтова Саватна Сутта, Владение 1. АН 7.40. Благословенный сказал, монахи, обладая семью качествами, монах овладевает своим умом и не является слугой своего ума. Какими семью? Вот монах, 1. Умелый в сосредоточении, 2. Умелый в достижении сосредоточения, 3. Умелый в поддержании сосредоточения, 4. Умелый в выходе из сосредоточения, 5. Умелый в гибкости сосредоточения, 6. Умелый в области сосредоточения, 7. Умелый в решимости в отношении сосредоточения. 1. Обладая семью качествами, монах овладевает своим умом и не является слугой своего ума. 1. Смотри примечание КН 6.24, а также СН 34, Самадхи Саньюту. Дутия Читтова Саваттна Сутта, Владение 2. АН 7.41. Благословенный сказал, монахи, обладая семью качествами, Сарипутта овладевает своим умом и не является слугой своего ума. Какими семью? Вот Сарипутта, 1. 1. Умелый в сосредоточении, 2. Умелый в достижении сосредоточения, 3. Умелый в поддержании сосредоточения, 4. Умелый в выходе из сосредоточения, 5. Умелый в гибкости сосредоточения, 6. Умелый в области сосредоточения, 7. Умелый в решимости в отношении сосредоточения. Обладая семью качествами, Сарипутта овладевает своим умом и не является слугой своего ума. Патхама Нигда Саваттфу Сутта, Основание для Бес 10.1. АН 7.42. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, утром, достопочтенный Сарипутта оделся, взял чашу и одеяние, и вошел в Саваттхе собирать подаяния. И тогда мысль пришла к нему, слишком рано ходить по Саваттхе для сбора подаяний. Что если я отправлюсь в парк странников-приверженцев иных учений? И тогда и достопочтенный Сарипутта отправился в парк странников-приверженцев иных учений. Он обменялся с теми странниками вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сел рядом. И в то время те странники собрались вместе, и по мере того, как они сидели, следующая беседа случилась между ними. Друзья, любой, кто живет полной и чистой святой жизнью двенадцать лет, может называться монахом, который без десяти. И тогда и достопочтенный Сарипутта не восхитился, не отверг утверждений тех странников, но поднялся со своего сидения и ушел, думая, посмотрим, что благословенный скажет об этом. Затем, когда достопочтенный Сарипутта походил по Саваттхе в поисках подаяний, после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем он обратился к благословенному, вот же, учитель, я утром оделся. По мере того, как они сидели, следующая беседа случилась между ними. Друзья, любой, кто живет полной и чистой святой жизнью двенадцать лет, может называться монахом, который без десяти. Я не восхитился, не отверг утверждений тех странников, но поднялся со своего сидения и ушел, думая, посмотрим, что благословенный скажет об этом. Учитель, возможно ли в этой Дхамме Ивинае описать монаха как без десяти, просто лишь сосчитав количество лет, которые он уже провел в монашестве? В этой Дхамме Ивинае, Сарипутта, нет возможности описать монаха как без десяти, просто лишь сосчитав количество лет. Сарипутта, есть семь оснований для того, чтобы быть без десяти, которые я провозгласил после того, как реализовал их сам прямым знанием. Один. Какие семь? 1. Вот у монаха имеется сильное желание осуществлять монашескую тренировку, и он не теряет своей увлеченности осуществления тренировки в будущем. 2. У него сильное желание взяться за Дхамму, и он не теряет своей увлеченности взяться за Дхамму в будущем. 3. У него сильное желание устранять бесполезные мечтания, и он не теряет своей увлеченности устранять бесполезные мечтания в будущем. 4. У него сильное желание к затворничеству, и он не теряет своей увлеченности к затворничеству в будущем. 5. У него сильное желание зарождать усердие, и он не теряет своей увлеченности к зарождению усердия в будущем. 6. У него сильное желание развивать осознанность и бдительность, и он не теряет своей увлеченности к развитию осознанности и бдительности в будущем. 7. У него сильное желание проникнуть в суть вещей и воззрением, и он не теряет своей увлеченности к проникновению в суть вещей и воззрением в будущем. Таковы семь оснований для того, чтобы быть без десяти, которые я провозгласил после того, как реализовал их сам прямым знанием. Сарипута, если монах обладает этими семи основаниями для того, чтобы быть без десяти, то тогда, если он живет полной и чистой святой жизнью двенадцать лет, он подходит для того, чтобы называться без десяти. Также, если он живет полной и чистой святой жизнью двадцать четыре года, тридцать шесть лет, сорок восемь лет, он подходит для того, чтобы называться без десяти. Один, смотри примечание к АН-7-20. Дутияне Дасаватфу сутта, основание для без десяти два. АН-7-43. Сутта идентична предыдущей АН-7-42 за исключением нескольких моментов, действие происходит в Касамбю в парке Кхаситы, вместо Сарипуты речь идет об Ананде, и семь оснований другие, какими семью. Вот монах обладает один, верой, два, чувством стыда, три, боязнью совершить проступок, четыре, он ученый в Дхамме, пять, усердный, шесть, осознанный, семь, мудрый. Таковы семь оснований для того, чтобы быть без десяти, которые я провозгласил после того, как реализовал их сам прямым знанием. Виннинатхити сутта, место расположения для сознания. АН-7-44. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь места расположений для сознания. Какие семь? Один, монахи, есть существа, которые различны в теле и различны в восприятии, такие как люди, некоторые дэвы, некоторые существа в нижних мирах. Таково первое место расположений для сознания. Два, есть существа, которые различны в теле, но одинаковы в восприятии, такие как дэвы свиты брахмы, которые перерождаются посредством первой джханы. Таково второе место расположений для сознания. Три, есть существа, которые одинаковы в теле, но различны в восприятии, такие как дэвы лучезарного сияния. Таково третье место расположений для сознания. Четыре, есть существа, которые одинаковы в теле и одинаковы в восприятии, такие как дэвы сверкающего великолепия. Таково четвертое место расположений для сознания. Пять, есть существа, которые с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, с невниманием к восприятиям множественности, осознавая, пространство безгранично, относятся к сфере безграничного пространства. Таково пятое место расположений для сознания. Шесть, есть существа, которые с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, относятся к сфере безграничного сознания. Таково шестое место расположений для сознания. 7. Есть существа, которые с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, относятся к сфере отсутствия всего. Таково седьмое место расположений для сознания. Монахи, таковы семь места расположений для сознания. 1. 1. Согласно комментарию, существа мира Брахма имеют одинаковое восприятие, поскольку у всех у них ум находится в состоянии первой джханы. Девы лучезарного сияния имеют разные восприятия, поскольку их ум находится в состоянии второй джханы, которая может иметь фактор витакте, направление ума на объект медитации, или же не иметь такового. Более высокие Брахмы, девы сияющей славы и девы великого плода, также имеют одинаковые восприятия, потому что их умы находятся, соответственно, в состоянии третьей и четвертой джханы. Примечание переводчика СВ, не безинтересно отметить, что еще два класса существ, не воспринимающие девы, асаньязата, и существа сферы невосприятия, не невосприятия, упомянутые в обителях в существу Айон 9-24, не входят в место расположения для сознания, что говорит о том, что у них сознания нет. Хотя комментарий четко трактует, что у них отсутствует какое-либо сознание вообще, в самих же суттах, если судить по наименованию этих существ, у них нет только лишь восприятия, исходя из чего можно предположить, что у них может не быть восприятия, но, при этом, может быть сознание. Однако, как видно из данной сутты, там, где нет восприятия, нет и сознания. Эта же идея подтверждается в МН-43, где сказано, что невозможно отделить друг от друга восприятие, санья, чувствовании, ведана, и сознании, виньяна. По этой же причине сознание отсутствует и в медитативном достижении, прекращении восприятия и чувствовании, нирадхасамапатти. Самадхипарикхарасутта, средство для сосредоточения. АН-7-45. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь вспомогательных средств для сосредоточения. Какие семь? Один, правильное воззрение, два, правильное устремление, три, правильная речь, четыре, правильное действие, пять, правильное средство к жизни, шесть, правильные усилия, семь, правильная осознанность. Однонаправленность ума, наделенная этими семью факторами, называется благородным правильным сосредоточением с его опорами, а также и с его вспомогательными средствами. Один. Один, смотри также МН-117. Агги сутта, виды огня. АН 7.46. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти семь видов огня. Какие семь? 1. Огонь жажды. 2. Огонь злобы. 3. Огонь заблуждения. 4. Огонь тех, кто достоин даров. 5. Огонь домохозяина. 6. Огонь тех, кто достоин подношений. 7. Лесной огонь. Таковы семь видов огня. 1. 1, разъясняются в следующей сутте АН 7.47. Махаяния сутта, жертвоприношений. АН 7.47. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Брахманук Гатасарера сделал приготовление для великого жертвоприношения. 500 быков были приведены к жертвенному столбу для жертвоприношения. 500 валов. 500 телок. 500 коз. 500 баранов были приведены к жертвенному столбу для жертвоприношения. И тогда Брахманук Гатасарера отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями он сел рядом и сказал Благословенному, «Я слышал, мастер Гатама, что заржение жертвенного огня и воздвижение жертвенного столба приносят великий плод и пользу. Брахман, я также слышал об этом. И во второй раз. И в третий раз Брахманук Гатасарера сказал Благословенному, «Я слышал, мастер Гатама, что заржение жертвенного огня и воздвижение жертвенного столба приносят великий плод и пользу. В таком случае, мастер Гатама и я, в полном и всецелом согласии». Когда так было сказано, достопочтенный Ананда обратился к Брахманук Гатасарере, «Брахман, Татхагат нельзя спрашивать так, я слышал, мастер Гатама, что заржение жертвенного огня и воздвижение жертвенного столба приносят великий плод и пользу. Татхагат нужно спрашивать вот как, господин, я хочу зажечь жертвенный огонь и воздвигнуть жертвенный столб. Пусть благословенный посоветует мне, наставит меня так, чтобы это привело к моему благополучию и счастью на долгое время. И тогда Брахману Гаттасари рассказал благословенному, мастер Гатама, я хочу зажечь жертвенный огонь и воздвигнуть жертвенный столб. Пусть мастер Гатама посоветует мне, наставит меня так, чтобы это привело к моему благополучию и счастью на долгое время. Брахман, тот, кто зажигает жертвенный огонь и воздвигает жертвенный столб, еще даже до жертвоприношения поднимает три неблагих ножа, которые имеют страдания своим исходом и результатом. Какие три? Телесный нож, словесный нож, умственный нож. Брахман, тот, кто зажигает жертвенный огонь и воздвигает жертвенный столб, еще даже до жертвоприношения зарождает такую мысль, пусть столько-то быков будут умерщвлены в жертвоприношении. Пусть столько-то валов, тёлок, коз, баранов будут умерщвлены в жертвоприношении. Хотя он думает, совершу заслугу, он совершает злодеяние. Хотя он думает, совершу благое, он совершает неблагое. Хотя он думает, найду путь к благому уделу, он ищет путь к неблагому уделу. Тот, кто зажигает жертвенный огонь и воздвигает жертвенный столб, еще даже до жертвоприношения поднимает этот первый неблагой нож, умственный, который имеет страдания своим исходом и результатом. Далее, Брахман, тот, кто зажигает жертвенный огонь и воздвигает жертвенный столб, еще даже до жертвоприношения произносит такую речь, пусть столько-то быков будут умерщвлены в жертвоприношении. Пусть столько-то валов, телок, коз, баранов будут умерщвлены в жертвоприношении. Хотя он думает, совершу заслугу, он совершает злодеяние. Хотя он думает, совершу благое, он совершает неблагое. Хотя он думает, найду путь к благому уделу, он ищет путь к неблагому уделу. Тот, кто зажигает жертвенный огонь и воздвигает жертвенный столб, еще даже до жертвоприношения поднимает этот второй неблагой нож, словесный, который имеет страдания своим исходом и результатом. Далее, Брахман, тот, кто зажигает жертвенный огонь и воздвигает жертвенный столб, еще даже до жертвоприношения вначале осуществляет приготовление, чтобы убить быков на жертвоприношении. Вначале он осуществляет приготовление, чтобы убить валов, теолог, коз, баранов на жертвоприношении. Хотя он думает, совершу заслугу, он совершает злодеяние. Хотя он думает, совершу благое, он совершает неблагое. Хотя он думает, найду путь к благому уделу, он ищет путь к неблагому уделу. Тот, кто зажигает жертвенный огонь и воздвигает жертвенный столб, еще даже до жертвоприношения поднимает этот третий неблагой нож, телесный, который имеет страдания своим исходом и результатом. Брахман, тот, кто зажигает жертвенный огонь и воздвигает жертвенный столб, еще даже до жертвоприношения поднимает эти три неблагих ножа, которые имеют страдания своим исходом и результатом. Один-три, есть, брахман, эти три вида огня, которые следует отбросить и избегать, и не следует взращивать. Какие три? Огонь жажды, огонь злобы, огонь заблуждения. И почему огонь жажды следует отбросить и избегать, и не следует взращивать? Тот, кто возбужден жаждой, одолеваем жаждой, с умом, охваченным ей, пускается в неблагое поведение телом, речью, и умом. В результате, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Поэтому этот огонь жажды следует отбросить и избегать, и не следует взращивать. И почему огонь злобы? И почему огонь заблуждения следует отбросить и избегать, и не следует взращивать? Тот, кто заблуждается, одолеваем заблуждением, с умом, охваченным им, пускается в неблагое поведение телом, речью и умом. В результате, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Поэтому этот огонь заблуждения следует отбросить и избегать, и не следует взращивать. Таковы три вида огня, которые следует отбросить и избегать, и не следует взращивать. 4.6. Есть, брахман, эти три вида огня, которые следует надлежащим образом и с радостью поддерживать, чтить, уважать, ценить, и почитать. Какие три? Огонь тех, кто достоин даров, огонь домохозяина, огонь тех, кто достоин подношений. И что такое огонь тех, кто достоин даров? Собственный отец и мать называются огнем тех, кто достоин даров. И почему? Потому что из них ты возник и произошел. Поэтому этот огонь тех, кто достоин даров, следует надлежащим образом и с радостью поддерживать, чтить, уважать, ценить, и почитать. И что такое огонь домохозяина? Собственно, дети, жена, рабы, слуги и рабочие называются огнем домохозяина. Поэтому этот огонь домохозяина следует надлежащим образом и с радостью поддерживать, чтить, уважать, ценить и почитать. И что такое огонь тех, кто достоин подношений? Те жрецы и отшельники, которые воздерживаются от опьянения и беспечности, которые утверждены в терпении и кротости, которые обуздывают себя, успокаивают себя, тренируют себя для достижения неббаны, называются огнем тех, кто достоин подношений. Поэтому этот огонь тех, кто достоин подношений, следует надлежащим образом и с радостью поддерживать, чтить, уважать, ценить и почитать. Таковы, брахман, эти три вида огня, которые следуют надлежащим образом и с радостью поддерживать, чтить, уважать, ценить и почитать. 7. Но, брахман, этот лесной огонь в определенное время следует зажигать, в определенное время за ним следует присматривать с невозмутимостью, в определенное время его нужно тушить, и в определенное время его нужно отводить. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Мастер Гатама, я отпускаю этих пятьсот быков и позволяю им жить. Я отпускаю этих пятьсот валов, пятьсот тёлок, пятьсот кос, пятьсот баранов и позволяю им жить. Пусть они едят зелёную траву, пьют прохладную воду и наслаждаются прохладным ветерком. Патхама Санья Сутта, восприятие 1. АН 7.48. Благословенный сказал, монахи, эти семь восприятий, будучи развитыми и взращёнными, приносят великий плот и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. Какие семь? 1. Восприятие непривлекательности. 2. Восприятие смерти. 3. Восприятие отвратительности еды. 4. Восприятие невосхищения целым миром 5. Восприятие непостоянства 6. Восприятие страдательности в непостоянном 7. Восприятие безличности в страдательном Эти семь восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. Дутия Санья Сутта, Восприятие 2. А.Н. 7.49 Благословенный сказал, монахи, эти семь восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. Какие семь восприятия непривлекательности, восприятие смерти, восприятие отвратительности еды, восприятие невосхищения целым миром, восприятие непостоянства, восприятие страдательности в непостоянном, восприятие безличности в страдательном Эти семь восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. Один, так было сказано, восприятие непривлекательности, монахи, будучи развитым и взращенным, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. Почему так было сказано? Когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию непривлекательности, его ум избегает темы половых сношений, отворачивается от этого, откатывается от этого, и не тянется к этому. И либо невозмутимость, либо отвращение утверждаются в нем в отношении этой темы. Подобно тому, как петушиное перо или кусок сухожилия, брошенные в огонь, отворачиваются от него, откатываются от него, и не тянутся к нему, то точно так же происходит и с мыслями на тему половых сношений, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию непривлекательности. Если, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию непривлекательности, его ум склоняется к теме половых сношений, или же если он не избегает этого, один, ему следует осознавать, я не развил восприятие непривлекательности. Нет отличия между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я не достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Но если, когда он часто пребывает с умом, приученным к восприятию непривлекательности, его ум избегает темы половых отношений, отворачивается от этого, откатывается от этого, и не тянется к этому, и либо невозмутимость, либо отвращение утверждаются в нем в отношении этой темы, то ему следует осознавать, я развил восприятие непривлекательности. Существует разница между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Когда так было сказано, восприятие непривлекательности завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением, то вот почему так было сказано. Так было сказано, восприятие смерти, монахи, будучи развитым и взращенным, приносят великий плод и пользу, завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением. Почему так было сказано? Когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию смерти, его ум избегает привязанности к жизни, отворачивается от этого, откатывается от этого, и не тянется к этому. И либо невозмутимость, либо отвращение утверждаются в нем в отношении этого. Подобно тому, как петушиное перо или кусок сухожилия, брошенные в огонь, отворачиваются от него, откатываются от него, и не тянутся к нему, то точно так же происходит и с привязанностью к жизни, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию смерти. Если, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию смерти, его ум склоняется к привязанности к жизни, или же если он не избегает этого, ему следует осознавать, я не развил восприятие смерти. Нет отличия между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я не достиг плода развития». Так, он четко понимает это. Но если, когда он часто пребывает с умом, приученным к восприятию смерти, его ум избегает привязанности к жизни, отворачивается от этого, откатывается от этого, и не тянется к этому, и либо невозмутимость, либо отвращение утверждается в нем в отношении этого, то ему следует осознавать, «Я развил восприятие смерти. Существует разница между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я достиг плода развития». Так, он четко понимает это. Когда так было сказано, восприятие смерти завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением, то вот почему так было сказано. 3. Так было сказано, восприятие и отвратительность еды, монахи, будучи развитым и взращенным, приносят великий плод и пользу, завершается в бессмертном, и имеет бессмертное своим завершением. Почему так было сказано? Когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию отвратительности еды, его ум избегает жажды ко вкусам, отворачивается от этого, откатывается от этого, и не тянется к этому. И либо невозмутимость, либо отвращение утверждаются в нем в отношении этого. Подобно тому, как петушиное перо или кусок сухожилия, брошенные в огонь, отворачиваются от него, откатываются от него, и не тянутся к нему, то точно так же происходит с жаждой ко вкусам, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию отвратительности еды. Если, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию отвратительности еды, его ум склоняется к жажде ко вкусам, или же если он не избегает этого, ему следует осознавать, я не развил восприятие отвратительности еды. Нет отличия между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я не достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Но если, когда он часто пребывает с умом, приученным к восприятию отвратительности еды, его ум избегает жажды ко вкусам, отворачивается от этого, откатывается от этого, и не тянется к этому, и либо невозмутимость, либо отвращение утверждается в нем в отношении этого, то ему следует осознавать, я развил восприятие отвратительности еды. Существует разница между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Когда так было сказано, восприятие отвратительности еды завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением, то вот почему так было сказано. 4. Так было сказано, восприятие невосхищения целым миром, монахи, будучи развитым и взращенным, приносят великий плод и пользу, завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением. Почему так было сказано? Когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию невосхищения целым миром, его ум избегает мирских красивых вещей, отворачивается от этого, откатывается от этого, и не тянется к этому. И либо невозмутимость, либо отвращение утверждаются в нем в отношении этого. Подобно тому, как петушиное перо или кусок сухожилия, брошенные в огонь, отворачиваются от него, откатываются от него, и не тянутся к нему, то точно так же происходит и с влечением к мирским красивым вещам, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию невосхищения целым миром. Если, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию невосхищения целым миром, его ум склоняется к мирским красивым вещам, или же если он не избегает этого, ему следует осознавать, «Я не развил восприятие невосхищения целым миром». Нет отличия между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я не достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Но если, когда он часто пребывает с умом, приученным к восприятию невосхищения целым миром, его ум избегает мирских красивых вещей, отворачивается от этого, откатывается от этого, и не тянется к этому, и либо невозмутимость, либо отвращение утверждаются в нем в отношении этого, то ему следует осознавать, я развил восприятие невосхищения целым миром. Существует разница между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Когда так было сказано, восприятие невосхищения целым миром завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением, то вот почему так было сказано. Так было сказано, восприятие непостоянства, монахи, будучи развитым и взращенным, приносят великий плод и пользу, завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением. Почему так было сказано? Когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию непостоянства, его ум избегает обретений, славы и похвалы, отворачивается от этого, откатывается от этого, и не тянется к этому. И либо невозмутимость, либо отвращение утверждаются в нем в отношении этого. Подобно тому, как петушиное перо или кусок сухожилия, брошенные в огонь, отворачиваются от него, откатываются от него, и не тянутся к нему, то точно так же происходит и желанием обретений, славы, и похвалы, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию непостоянства. Если, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию непостоянства, его ум склоняется к обретениям, славе, и похвале, или же если он не избегает этого, ему следует осознавать, я не развил восприятие непостоянства. Нет отличия между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я не достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Но если, когда он часто пребывает с умом, приученным к восприятию непостоянства, его ум избегает обретений, славы, и похвалы, отворачивается от этого, откатывается от этого, и не тянется к этому, и либо невозмутимость, либо отвращение утверждаются в нем в отношении этого, то ему следует осознавать, я развил восприятие непостоянства. Существует разница между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Когда так было сказано, восприятие непостоянства завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением, то вот почему так было сказано. 6. Так было сказано, восприятие страдательности в непостоянном, монахе, будучи развитым и взращенным, приносит великий плод и пользу, завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением. Почему так было сказано? Когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию страдательности в непостоянном, острое восприятие опасности утверждается в нем в отношении бездельничения, лении, расслабленности, беспечности, отсутствия усердия, легкомыслия, подобно восприятию опасности убийцы с мечом на изготове. Если, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию страдательности в непостоянном, острое восприятие опасности не утверждается в нем в отношении бездельничения, с мечом на изготове, то ему следует осознавать, я не развил восприятие страдательности в непостоянном. Нет отличия между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я не достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Но если, когда он часто пребывает с умом, приученным к восприятию страдательности в непостоянном, острое восприятие опасности утверждается в нем в отношении бездельничения, с мечом на изготове, то ему следует осознавать, я развил восприятие страдательности в непостоянном. Существует разница между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Когда так было сказано, восприятие страдательности в непостоянном, завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением, то вот почему так было сказано. 7. Так было сказано, восприятие безличности в страдательном, монахе, будучи развитым и взращенным, приносит великий плод и пользу, завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением. Почему так было сказано? Когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию безличности в страдательном, его ум лишен сотворения я и сотворения моего, а также самомнение в отношении этого сознающего тела и всех внешних объектов. Он преодолел разграничения, он умиротворенный и хорошо освобожденный. Если, когда монах часто пребывает с умом, приученным к восприятию безличности в страдательном, его ум не лишен сотворения я и сотворения моего, а также самомнение в отношении этого сознающего тела и всех внешних объектов, и если он не преодолел разграничения, не стал умиротворенным и хорошо освобожденным, то ему следует осознавать, я не развил восприятие безличности в страдательном. Нет отличия между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я не достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Но если, когда он часто пребывает с умом, приученным к восприятию безличности в страдательном, его ум лишен сотворения, я, и хорошо освобожденный, то ему следует осознавать, я развил восприятие безличности в страдательном. Существует разница между моим прежним состоянием и состоянием нынешним. Я достиг плода развития. Так, он четко понимает это. Когда так было сказано, восприятие безличности в страдательном завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим завершением, то вот почему так было сказано. Эти семь восприятий, монахи, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. 1. Аппатикулита Санхане. Дословно, если не отвращение становится утвержденным. Митхуна сутта, половая связь. Аэн 7.50. И тогда Брахман Джанусони подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, заявляет ли также мастер Гатама и о том, что ведет целомудренную жизнь? Если бы, Брахман, кто-либо правдиво говорил бы обо мне, он живет полной и чистой целомудренной жизнью, цельной, безукоризненной, безупречной, незапятненной, то в точности обо мне он мог бы сказать так. Ведь я живу полной и чистой целомудренной жизнью, цельной, безукоризненной, безупречной, незапятненной. Но что, мастер Гатама, является брешью, изъяном, несовершенством, пятном целомудренной жизни? Один, Брахман, бывает так, когда некий жрец или отшельник, заявляя о том, что он идеально целомудренный, действительно не вступает в половую связь с женщинами. Но он соглашается, чтобы они его терли, делали массаж, купали, растирали. Он лелеет это, желает этого, находит в этом удовлетворение. Такова брешь, изъян, несовершенство, пятно целомудренной жизни. Такой человек зовется тем, кто живет нечистой целомудренной жизнью. Он тот, кто опутан узами сексуальности. Он не свободен от рождения, старости и смерти, от печали, стенания, боли, уныния и отчаяния. Он не свободен от страданий, я говорю тебе. Далее, бывает так, когда некий жрец или отшельник, заявляя о том, что он идеально целомудренный, действительно не вступает в половую связь с женщинами. И он не соглашается, чтобы они его терли, делали массаж, купали, растирали. Но он шутит с ними, играется с ними, забавляется с ними. Такова брешь. Несвободен от страданий, я говорю тебе. Далее, бывает так, когда некий жрец или отшельник, заявляя о том, что он идеально целомудренный, действительно не вступает в половую связь с женщинами. Он не соглашается, чтобы они его терли, делали массаж, купали, растирали. Он не шутит с ними, не играется с ними, не забавляется с ними. Но он вглядывается и пристально смотрит прямо им в глаза. Такова брешь. Несвободен от страданий, я говорю тебе. Далее, бывает так, когда некий жрец или отшельник, заявляя о том, что он идеально целомудренный, действительно не вступает в половую связь с женщинами. Он не соглашается, чтобы они его терли, делали массаж, купали, растирали. Он не шутит с ними, не играется с ними, не забавляется с ними. Он не вглядывается и не смотрит пристально прямо им в глаза. Но он подслушивает за стеной или крепостным валом их голоса, то, как они смеются, разговаривают, поют или рыдают. Такова брешь. Несвободен от страданий, я говорю тебе. 5. Далее, бывает так, когда некий жрец или отшельник, человек, заявляя о том, что он идеально целомудренный, действительно не вступает в половую связь с женщинами. Он не соглашается, чтобы они его терли, делали массаж, купали, растирали. Он не шутит с ними, не играется с ними, не забавляется с ними. Он не выглядывается и не смотрит пристально прямо им в глаза. Он не подслушивает за стеной или крепостным валом их голоса, то, как они смеются, разговаривают, поют или рыдают. Но он пометует о смехе, разговорах, и заигрываниях с ними в прошлом. Такова брешь. Несвободен от страданий, я говорю тебе. 6. Далее, бывает так, когда некий жрец или отшельник, заявляя о том, что он идеально целомудренный, действительно не вступает в половую связь с женщинами. Он не соглашается, чтобы они его терли, делали массаж, купали, растирали. Он не шутит с ними, не играется с ними, не забавляется с ними. Он не вглядывается и не смотрит пристально прямо им в глаза. Он не подслушивает за стеной или крепостным валом их голоса, то, как они смеются, разговаривают, поют или рыдают. Он не пометует о смехе, разговорах, и заигрываниях с ними в прошлом. Но он смотрит на то, как домохозяин или сын домохозяина наслаждается, будучи наделенным и обеспеченным пятью нитями чувственных удовольствий. Такова брешь. Несвободен от страданий, я говорю тебе. 7. Далее, бывает так, когда некий жрец или отшельник, заявляя о том, что он идеально целомудренный, действительно не вступает в половую связь с женщинами. Он не соглашается, чтобы они его терли, делали массаж, купали, растирали. Он не шутит с ними, не играется с ними, не забавляется с ними. Он не вглядывается и не смотрит пристально прямо им в глаза. Он не подслушивает за стеной или крепостным валом их голоса, то, как они смеются, разговаривают, поют или рыдают. Он не памятует о смехе, разговорах и заигрываниях с ними в прошлом. Он не смотрит на то, как домохозяин или сын домохозяина наслаждается, будучи наделенным и обеспеченным пятью нитями чувственных удовольствий. Но он ведет святую жизнь ради будущего перерождения среди некой группы божеств, думая, благодаря этой нравственности или обету или аскезе или святой жизни я стану дэвом или одним из свит-дэвов. Он лелеет это, желает этого, находит в этом удовлетворении. Такова брешь, изъян, несовершенство, пятно целомудренной жизни. Такой человек зовется тем, кто живет нечистой целомудренной жизнью. Он тот, кто опутан узами сексуальности. Он не свободен от рождения, старости и смерти, от печали, стенания, боли, уныния и отчаяния. Он не свободен от страданий, я говорю тебе. Покуда, Брахман, я видел, что я не отбросил той или иной из этих семи усексуальности, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденной совершенной просветлении в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я увидел, что не было даже одной из этих семи усексуальности, которые я бы не отбросил, тогда я заявил, что пробудился в непревзойденной совершенной просветлении в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Знания и видения возникли во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение. Не будет более нового существования. Когда так было сказано, Брахман Джануссони сказал благословенному, «Великолепно, мастер Гатама!» «Великолепно, мастер Гатама!» Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхи-монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Самь-йога сутта «Единение» А.Н. 7.51 Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас изложению Дхамы на предмет единения-разъединения. Слушайте внимательно, я буду говорить». «Да, учитель», отвечали те монахи. Благословенный сказал, «И каково изложение Дхамы на предмет единения-разъединения?» «Монахи, женщина уделяет внимание внутренней своим, 1. женским качествам, 2. женскому поведению, 3. женской внешности, 4. женским аспектам, 5. женским желаниям, 6. женскому голосу, 7. женскому наведению красоты». Она пробуждает интерес к этому и наслаждается этим. Пробуждая к этому интерес и наслаждаясь этим, она уделяет внимание внешне мужским качествам мужчины, его мужскому поведению, его мужской внешности, его мужским аспектам, его мужским желаниям, его мужскому голосу, его мужскому наведению красоты. Она пробуждает интерес к этому и наслаждается этим. Пробуждая к этому интерес и наслаждаясь этим, она желает единения с ним внешне, а также желает удовольствия и радости, что возникают от такого единения. Существа, которые наслаждаются собственной женственностью, вступают в единение с мужчиной. Вот каким образом женщина не преодолевает своей женственности. Монахи, мужчина уделяет внимание внутренне своим мужским качествам, мужскому поведению, мужской внешности, мужским аспектам, мужским желанием, мужскому голосу, мужскому наведению красоты. Он пробуждает интерес к этому и наслаждается этим. Пробуждая к этому интерес и наслаждаясь этим, он уделяет внимание внешне женским качествам женщины, и женскому поведению, и женской внешности, и женским аспектам, и женским желанием, и женскому голосу, и женскому наведению красоты. Он пробуждает интерес к этому и наслаждается этим. Пробуждая к этому интерес и наслаждаясь этим, он желает единения с ней внешне, а также желает удовольствия и радости, что возникают от такого единения. Существа, которые наслаждаются собственной мужественностью, вступают в единение с женщиной. Вот каким образом мужчина не преодолевает своей мужественности. Вот как происходит единение. А как происходит разъединение? Монахи, женщина не уделяет внимания внутренней своим женским качествам. На видению красоты. Она не пробуждает интерес к этому и не наслаждается этим. Не пробуждая к этому интерес и не наслаждаясь этим, она не уделяет внимания внешним мужским качествам, его мужскому наведению красоты. Она не пробуждает интерес к этому и не наслаждается этим. Не пробуждая к этому интерес и не наслаждаясь этим, она не желает единения с ним внешне, а также не желает удовольствия и радости, что возникают от такого единения. Существа, которые не наслаждаются собственной женственностью, отсоединяются от мужчин. Вот каким образом женщина преодолевает свою женственность. Монахи, мужчина не уделяет внимания внутренней своим мужским качествам. Мужскому наведению красоты. Он не пробуждает интерес к этому и не наслаждается этим. Не пробуждая к этому интерес и не наслаждаясь этим, он не уделяет внимания внешне женским качествам женщины и женскому поведению. Наведению красоты. Он не пробуждает интерес к этому и не наслаждается этим. Не пробуждая к этому интерес и не наслаждаясь этим, он не желает единения с ней внешне, а также не желает удовольствия и радости, что возникают от такого единения. Существа, которые не наслаждаются собственной мужественностью, отсоединяются от женщин. Вот каким образом мужчина преодолевает свою мужественность. Вот как происходит разъединение. Монахи, таково изложение Дхамы на предмет единения и разъединения. Дана сутта, Даяни. А.Н. 7.52 Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в Чампе на берегу озера Гатгары. И большая группа мирян из Чампа пришла к Достопочтенному Сарепутте и, по прибытии, поклонившись ему, они сели рядом. Сидя там, они обратились к Достопочтенному Сарепутте, давно у нас не было возможности, Достопочтенный, послушать Дхамму из уст самого Благословенного. Было бы хорошо, если бы мы могли послушать Дхамму из уст самого Благословенного. В таком случае, друзья, приходите в следующий день у Пасадхи, и, возможно, вы услышите Дхамму из уст самого Благословенного. Как скажете, Достопочтенный, ответили миряне из Чампы Достопочтенному Сарепутте. Поднявшись со своих сидений, поклонившись ему и обойдя его с правой стороны, они ушли. Затем в следующий день у Пасадхи миряне из Чампы пришли к Достопочтенному Сарепутте, по прибытии, поклонившись ему, встали рядом. Тогда Достопочтенный Сарепутте вместе с мирянами из Чампы отправился к Благословенному и, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем Достопочтенный Сарепутте обратился к Благословенному, может ли быть так, что когда человек дает какой-либо дар, это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу? Да, Сарепутта, может быть так, что когда человек дает какой-либо дар, это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу. Учитель, в чем условии, в чем причина, почему человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу? 1. Сарипутта, бывает так, что человек преподносит дар ради собственной выгоды, с умом, устремленным к получению выгоды, ищет для себя накопление благих заслуг с мыслью, я буду наслаждаться этим после смерти. Он дает свой дар, еду, питье, одежду или средство передвижения, гирлянду, благовоние и мази, постельные принадлежности, кровь, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта? Может ли человек дать такой дар? Может, учитель, сделав такое дарение в поисках собственной выгоды, с умом, устремленным к получению выгоды, ища для себя накопление благих заслуг с мыслью, я буду наслаждаться этим после смерти, после распада тела, после смерти, он рождается в мире четырех великих царей. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. 2. Далее, бывает так, что человек преподносит дар не ради собственной выгоды, его ум не устремлен к получению выгоды, он не ищет для себя накопление благих заслуг, и у него нет мысли, я буду наслаждаться этим после смерти. Вместо этого он преподносит дар с мыслью, дарение, это хорошо. Он дает свой дар, еду, питье, одежду или средство передвижения, гирлянду, благовоние и мази, постельные принадлежности, кровь, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта? Может ли человек дать такой дар? Сделав такой дар с мыслью, дарение, это хорошо, после распада тела, после смерти, он рождается среди дэвов мира Туватимзы. Затем, после того как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. 3. Или, вместо того, чтобы думать так, даяние, это хорошо, он преподносит дар с мыслью, такие дары давались в прошлом, делались в прошлом, моим отцом и дедом. Было бы неподобающе для меня поступать так, чтобы этот старый семейный обычай прекратился. И тогда после распада тела, после смерти, он рождается среди дэвов ямы. Затем, после того как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. 4. Или, вместо этого, он преподносит дар с мыслью, я не испытываю недостатка. А они испытывают недостаток. Было бы неподобающе для меня, будучи обеспеченным, не дать дар тем, кто не обеспечен. И после распада тела, после смерти, он рождается среди дэвов туситы. Затем, после того как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. 5. Или, вместо этого, он преподносит дар с мыслью, подобно тому, как подносили дары великим мудрецам прошлого, от Тхаки, Вамаке, Вамадеве, Виссамитте, Яматадге, Ангерасе, Пхарадваджи, Васетхе, Касапе, и Пхагу, то таким же будет это мое подношение даров. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов, наслаждающихся творениями. Затем, после того как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. 6. Или, вместо этого, чтобы подумать так, когда сделано мною это дарение, это делает мой ум спокойным. Удовлетворение и радость появляются. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов, имеющих власть над творениями других. Затем, после того как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. 7. Или, вместо того, чтобы подумать так, когда сделано мною это дарение, это делает мой ум спокойным. Удовлетворение и радость появляются, он преподносит дар с мыслью, это украшение ума, поддержка ума. Он дает свой дар, еду, питье, одежду или средство для передвижения, гирлянду, благовоние и мази, постельные принадлежности, кров, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта? Может ли человек дать такой дар? Сделав такое подношение, не ради собственной выгоды, с умом неустремленным к получению выгоды, без поисков накопления для себя благих заслуг, несмыслью. Я буду наслаждаться этим после смерти, несмыслью. Да и они, это хорошо, несмыслью. Такие дары давались в прошлом, делались в прошлом, моим отцом и дедом. Было бы неподобающе для меня сделать так, чтобы этот старый семейный обычай прекратился, несмыслью. Я не испытываю недостатка. А они испытывают недостаток. Было бы неправильно для меня, будучи обеспеченным, не дать дар тем, кто не обеспечен, несмыслью. Подобно тому, как подносили дары великим мудрецам прошлого, от Тхаки, Вамаки, Вамадеви, Виссамитте, Яматаги, Ангераси, Пхарадваджи, Васетхи, Касапи и Пхагу, то таким же будет это мое подношение даров, несмыслью. Когда сделано мной это дарение, это делает мой ум спокойным. Удовлетворение и радость появляются, но с мыслью, это украшение ума, поддержка ума, то после распада тела, после смерти, он рождается среди дэвов Свиты Брахмы. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он становится невозвращающимся. Он не возвращается обратно в этот мир. Один. В этом, сарепута, условии, в этом причина, почему человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу. Один, в комментарии сказано, что эта высшая мотивация, незапятненная более низкими мотивациями, ведет к невозвращению в том случае, если у человека уже есть определенные способности в сосредоточении и прозрении, которые обеспечивают чистоту такой мотивации при даянии. Нандамата сутта, Нандамата. АН 7.53. Так я слышал. Однажды достопочтенный сарепута и достопочтенный Махамагалана странствовали под Акхенагири вместе с Большой Сангхой монахов. И тогда Мирянка Вилуканта кинандамата, один, поднялась, когда ночь уже подходила к концу, и декламировала вслух по памяти Параяну. Два. И в то время великий божественный царь Весавана странствовал по некоему делу с севера на юг. Он услышал как Мирянка Нандамата декламирует Параяну и встал рядом, ожидая, когда она закончит декламацию. Когда Мирянка Нандамата закончила, она замолкла. Осознав, что Мирянка Нандамата закончила свою декламацию, великий божественный царь Весавана произнес похвалу, «Хорошо, сестра! Хорошо, сестра! Кто это, дорогой мой? Я твой брат, великий божественный царь Весавана, сестра! Хорошо, мой дорогой! В таком случае, пусть изложение Дхаммы, которое я только что продекламировала, станет моим гостевым подарком тебе. Хорошо, сестра! И пусть это также станет твоим гостевым подарком мне, завтра, до принятия пищи». Сангха монахов во главе с Ирепутой и Макгалланой придет в Вилукантыку. Тебе следует обслужить их и посвятить это твое подношение мне. Это будет твоим гостевым подарком мне. И когда минула ночь, Мирянка Нандамата приготовила различные виды великолепной еды в своем доме. И затем, до принятия пищи, Сангха монахов во главе с Ирепутой и Макгалланой прибыла в Вилукантыку. Тогда Мирянка Нандамата обратилась к некоему человеку, «Ну же! Дорогой! Пойди в монастырь и объяви Сангха монахов, что время пришло», сказав одному из них, «Достопочтенный, время пришло. Завтрак готов в доме госпожи Нандаматы». То человек ответил, «Да, госпожа», отправился в монастырь и донес свое послание. Тогда Сангха монахов во главе с Ирепутой и Макгалланой оделась, и, взяв чашь и одеяние, они отправились в дом Мирянки Нандаматы, где сели на подготовленные сидения. Затем Мирянка Нандамата собственноручно обслужила Сангху монахов во главе с Ирепутой и Макгалланой различными видами превосходной пищи. И когда Достопочтенный Ирепута закончил кушать и убрал чашу, она села рядом. И тогда Достопочтенный Ирепута спросил ее, «Но кто, Нандамата, сказал тебе, что к городу подходит Сангха монахов?» «Один, Достопочтенный, когда ночь уже подходила к концу, я поднялась и декламировала вслух по памяти Параяну. 3. Это будет твоим гостевым подарком мне. Достопочтенный, пусть те заслуги, которые я могла получить этим актом даяния, будут посвящены счастью великого божественного царя Весаваны. Удивительно и поразительно, Нандамата, что ты можешь напрямую общаться с таким могущественным и влиятельным молодым древом как великий божественный царь Весавана. 2. Достопочтенный, это не единственное мое удивительное и поразительное качество. Есть и другое. У меня был единственный сын. Дорогой и любимый мальчик по имени Нанда. Правители схватили и насильно увели его под неким предлогом, а затем казнили его. Достопочтенный, когда этого мальчика арестовали или накладывали арест, когда он был в тюрьме или заключался в тюрьму, когда он был мертв или когда его убивали, я не припоминаю, чтобы в моем уме происходило какое-либо колебание. Удивительно и поразительно, Нандамата, что ты можешь очищать даже возникновение мысли. 3. Достопочтенный, это не единственное мое удивительное и поразительное качество. Есть и другое. Когда мой муж умер, он переродился в мире Ягхов. 4. Он возник перед мной в своей прежней телесной форме, но я не припоминаю, чтобы из-за этого в моем уме происходило какое-либо колебание. 5. 4. Достопочтенный, это не единственное мое удивительное и поразительное качество. Есть и другое. Меня выдали замуж за моего юного мужа, когда я была юной девушкой, но я не припоминаю, чтобы даже в мысли когда-либо совершала неблагое в отношении него, уж не говоря о реальных поступках. 5. Достопочтенный, это не единственное мое удивительное и поразительное качество. Есть и другое. С того момента, как я объявила себя последовательницей Будды, я не припоминаю, чтобы когда-либо намеренно нарушила бы хотя бы одно правило тренировки. 6. Удивительно и поразительно, Нандамата. 6. Достопочтенный, это не единственное мое удивительное и поразительное качество. Есть и другое. До той степени, до которой я пожелаю, отбросив чувственное удовольствие, отбросив неблагие состояния ума, я вхожу и пребываю в первой джхане. Далее, до той степени, до которой я пожелаю, с угасанием направления и удержания я вхожу и пребываю во второй джхане. Далее, до той степени, до которой я пожелаю, с угасанием восторга. Я вхожу и пребываю в третьей джхане. Далее, до той степени, до которой я пожелаю, с отбрасыванием удовольствия и боли. Я вхожу и пребываю в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Семь. Семь, достопочтенный, это не единственное мое удивительное и поразительное качество. Есть и другое. Что касается пяти нижних оков, которым научил благословенный, я не вижу каких-либо из них, которых бы я не отбросила. Восемь. И затем достопочтенный сарепутта, наставив, вдохновив, и порадовав Нандамату беседой от Хамми, поднялся со своего сиденья и ушел. Один, в Айн-2-133 и Айн-4-177 сказано, что она является эталоном мирянки, последовательницы Будды. Вероятно, это та же самая личность, что и у Тара Нандамата, которая в Айн-1-262 объявлена Буддой самой лучшей среди всех медицирующих мирянок. Два, Параяна, один из разделов субтанипаты. Три, здесь она повторяет все, что произошло выше по тексту. Четыре, комментарий поясняет, что речь идет о самом низком классе божеств, привязанных к земле, Тхумадива Табхам. Пять, примечание переводчика СВ, вероятно, речь идет о том, что он, будучи неким духом, предстал перед ней в облике того человека, которым он был до смерти. Шесть, примечание переводчика СВ, речь, очевидно, идет об основных пяти правилах нравственного поведения для мирян. Семь, описания джхан раскрываются по стандартной формулировке, как, например, в Айн-9-32. Восемь, что означает, что она, не возвращающаяся, а ногами. Абельката сутта, неутвержденная. Айн-7-54. И тогда некий монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, почему в обученном ученике благородных не возникает сомнения в отношении неутвержденных благословенным моментов?» Один. С прекращением воззрений, монах, сомнения не возникает у обученного ученика благородных в отношении неутвержденных моментов. Один. Татхагата существует после смерти, это вовлеченность в воззрение. Татхагата не существует после смерти, это вовлеченность в воззрение. Татхагата и существует, и не существует после смерти, это вовлеченность в воззрение. Татхагата не существует, и не существует после смерти, это вовлеченность в воззрение. Два. Монах, не обученный заурядный человек не понимает воззрений, их источника, их прекращения, и пути, ведущего к их исчезновению. У него это воззрение возрастает. Он не освобожден от рождения, старости и смерти, от печали, стенания, боли, уныния и отчаяния. Он не освобожден от страданий, я говорю тебе. Но обученный ученик благородных понимает воззрение, их источник, их прекращение, и путь, ведущий к их прекращению. У него это воззрение прекращается. Он освобожден от рождения. Освобожден от страданий, я говорю тебе. Зная так, видя так, обученный ученик благородных не утверждает, Татхагата существует после смерти. Татхагата не существует, ни не существует после смерти. Зная так, видя так, обученный ученик благородных не делает утверждений в отношении неутвержденных моментов. Зная так, монах, видя так, обученный ученик благородных не трепещет, не шатается, не колеблется, и не становится напуганным в отношении неутвержденных моментов. Три. Два, Татхагата существует после смерти, это вовлеченность в жажду. Три, Татхагата существует после смерти, это вовлеченность в восприятии. 4. Тадхагата существует после смерти, это вовлеченность в нечто измышляемое. 4. 5. Тадхагата существует после смерти, это разрастание. 6. Тадхагата существует после смерти, это вовлеченность в цепляние. 7. Тадхагата существует после смерти, это основа для сожаления. Тадхагата не существует после смерти, это основа для сожаления. Тадхагата и существует и не существует после смерти, это основа для сожаления. Татхагата не существует, не не существует после смерти, это основа для сожаления. Монах, не обученный заурядный человек не понимает сожаления, его источника, его прекращения, и пути, ведущего к его исчезновению. У него это сожаление возрастает. Он не освобожден от рождения, старости и смерти, от печали, стенания, боли, уныния и отчаяния. Он не освобожден от страданий, я говорю тебе. Но обученный ученик благородных понимает сожаления, его источник, его прекращение, и путь, ведущий к его исчезновению. У него это сожаление прекращается. Он освобожден от рождения. Освобожден от страданий, я говорю тебе. Зная так, монах, видя так, обученный ученик благородных не трепещет, не шатается, не колеблется, и не становится напуганным в отношении неутвержденных моментов. Монах, вот почему в обученном ученике благородных не возникает сомнения в отношении неутвержденных моментов. 1. Речь идет о десяти утверждениях, как части воззрений, различных аскетов, как то, мир вечен или не вечен, душа и тело это суть и дно или они различны и т.д. Примечание переводчика СВ, вся 44-я Санюта посвящена этой теме, где объясняется, что подобные воззрения возникают на основе воззрения о существовании «Я». 2. Смотри. СН 44-3. 3. Примечание переводчика СВ, очевидно, речь идет о боязни прекращения существования. Смотри. МН 22. 4. Примечание переводчика СВ, речь идет об измышлении некой истинной сущности Татхагаты, которая, якобы, существует после его смерти или же наоборот разрушается в момент смерти. Пурисага Тисутта, Удел Личности. АН 7.55. Благословенный сказал, монахи, я научу вас всеми уделам личности и достижению ниббаны посредством нецепляния. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, и каковы, монахи, семь уделов личностей? Один, вот монах практикуют так, этого могло бы не быть, и этого могло бы не быть у меня. Этого не будет, и этого не будет у меня. Я отбрасываю то, что существует, то, что возникло. Один. Он обретает невозмутимость. Он не привязан к существованию. Он не привязан к возникновению. Он видит правильной мудростью, есть более высокое состояние, которое умиротворенное. И, все же, он не полностью реализовал это состояние. Он не полностью отбросил скрытую склонность к самомнению. Он не полностью отбросил скрытую склонность к жажде к существованию. Он не полностью отбросил невежество. Два. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим ниббаны в промежутке. Три. К примеру, когда железный котел нагревали целый день, а затем ударили по нему, то может отлететь искрой погаснуть в воздухе. Точно так же, когда монах практикует так. Не полностью отбросил невежество. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим ниббаны в промежутке. Четыре. Два. Далее. Вот монах практикует так, этого могло бы не быть. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим ниббаны в промежутке. К примеру, когда железный котел нагревали целый день, а затем ударили по нему, то может отлететь искра, взмыть вверх, и погаснуть в воздухе. Точно так же, когда монах практикует так. Не полностью отбросил невежество. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим небабанных промежутки. 5.3. Далее, вот монах практикует так, этого могло бы не быть. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим небабанных промежутки. К примеру, когда железный котел нагревали целый день, а затем ударили по нему, то может отлететь искра, взмыть вверх и погаснуть прежде, чем она вот-вот упадет на землю. Точно так же, когда монах практикует так. Не полностью отбросил невежество. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим небабанных промежутки. 4. Далее, вот монах практикует так, этого могло бы не быть. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим небабаны по приземлении. 6. К примеру, когда железный котел нагревали целый день, а затем ударили по нему, то может получиться искра, отлететь, и по приземлению на землю она погаснет. Точно так же, когда монах практикует так. Не полностью отбросил невежество. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим небабаны по приземлении. 5. Далее, монах практикует так, этого могло бы не быть. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим негбаны без усилия. К примеру, когда железный котел нагревали целый день, а затем ударили по нему, то может отлететь искра, взмыть верх и упасть на небольшую кучу соломы или хвороста. Там она сотворит пламя и дым, но когда она израсходует эту небольшую кучу соломы или хвороста, то, если не получит дополнительного топлива, она погаснет. 6. Точно так же, когда монах практикует так, не полностью отбросил невежество. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим негбаны без усилия. 7. 6. Далее, монах практикует так, этого могло бы не быть. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим негбаны с усилием. К примеру, когда железный котел нагревали целый день, а затем ударили по нему, то может отлететь искра, взмыть верх и упасть на большую кучу соломы или хвороста. Там она сотворит пламя и дым, но когда она израсходует эту большую кучу соломы или хвороста, то, если не получит дополнительного топлива, она погаснет. Точно так же, когда монах практикует так, не полностью отбросил невежество. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится достигающим негбаны с усилием. 7. Далее, монах практикует так, этого могло бы не быть. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто устремлен вверх, направляясь к высшему миру чистых обителей Аконитхи. 8. К примеру, когда железный котел нагревали целый день, а затем ударили по нему, то может отлететь искра, взмыть верх и упасть на огромную кучу соломы или хвороста. Там она сотворит пламя и дым, но когда она израсходует эту огромную кучу соломы или хвороста, она будет сжигать леса или рощу, покуда не дойдет до края у поля, края у дороги, края у каменной горы, края у воды или края некоего восхитительного участка земли. И тогда, если не получит дополнительного топлива, она погаснет. Точно так же, когда монах практикует так, не полностью отбросил невежество. С полным уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто устремлен вверх, направляясь к высшему миру чистых обителей Аконитхи. Монахи, таковы семь уделов личностей. И каково, монахи, достижение нигбаны посредством нецеплянья? Вот монах практикуют так, этого могло бы не быть, и этого могло бы не быть у меня. Этого не будет, и этого не будет у меня. Я отбрасываю то, что существует, то, что возникло. Он обретает невозмутимость. Он не привязан к существованию. Он не привязан к возникновению. Он видит правильной мудростью. Есть более высокое состояние, которое умиротворенное, и он полностью реализовал это состояние. Он полностью отбросил скрытую склонность к самомнению. Он полностью отбросил скрытую склонность к жажде к существованию. Он полностью отбросил невежество. С полным уничтожением пятен умственных загрязнений, в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождение мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Это называется достижением нигбаны посредством нецепляния. Таковы, монахи, семь уделов личности и достижения нигбаны посредством нецепляния. Один, это адаптированная Буддой формулировка общей идеи, которой придерживались аннигелиционисты. По заметке достопочтенного Бодхи, первое, это, в формуле означает пять совокупностей, которые являются живым существом, а второе, это, означает внешний мир. Для обычного заурядного человека эта двойка неправильно осознается как двойственность собственной самости мира. А для благородного ученика это просто лишь двойственность внутренних и внешних безличностных феноменов. По этому формулу можно понимать так, пять совокупностей могут быть прекращены. Мир, ими представленный, также может быть прекращен. Я буду стараться так, чтобы пять совокупностей прекратились, и поэтому, мир, ими представленный, прекратится. Подробное пояснение к этой формуле смотри в примечании КСН 22-55. 2. Наличие этих трех загрязнений ума отличают невозвращающегося от Араханта. 3. Согласно традиционной тхировадинской интерпретации, комментарий объясняет Антарапаре Нибаба как того, кто достигает Нигбана в мирах чистых обителей, с момента рождения до середины срока жизни там. Однако, такая позиция противоречит ниже изложенным примерам в сути. 4. Примеры иллюстрируют три вида невозвращающихся, достигающих Ниббаны в промежутке, Антарапарь Ниббы. Хотя аргументация, основанная на примерах, не всегда надежна, все же, три примера предполагают, что достигающий Ниббана в промежутке достигает Ниббаны до того, как переродится в мире чистых обителей. Подобно тому, как три искры гаснут после того, как отлетели от раскаленного котла, прежде, чем долетят до земли, то точно так же, по моей версии, эти три вида невозвращающихся достигают окончательной Ниббаны, соответственно, либо сразу после вхождения в промежуточные, между смертью и рождением, состоянии, либо во время этого состояния, либо практически перед самым рождением. Примечание переводчика СВ, смотри также АН 4.131, где объясняется, что достигающий Ниббана в промежутке это та личность, которая отбросила пять нижних оков, а также оковы перерождения, но не отбросила оковы существования. Другими словами, этот тот, кто после смерти продолжит существовать, но не переродится. Также, в СН 44.9 Будда произносит такую фразу, по сути, говоря о существовании промежуточного состояния между смертью и рождением, когда, вачха, существо оставило это тело, но еще не переродилось в другом теле, то я утверждаю, что оно питается жаждой. В этом случае жажда является его топливом. Там же приводится сравнение с пламенем, которое подхвачено ветром от некоего источника, но которое еще не достигло другого источника. Похожая аналогия с искрой, как мы видим, приводится и в данной сути, АН 7.55. Искра в полете, очевидно, означает существо в промежуточном состоянии, но когда искра попадает на кучу соломы и вспыхивает пламя, то это означает рождение и существование и в новом, в следующем мире. Далее в сути идет следующий пример. Если пламя вспыхнуло, началось существование и в новом мире, то солома сгорает, и если нет другого топлива, то пламя гаснет. Эта метафора, очевидно, означает, что существо достигает негбана в том мире, в котором оно переродилось в последний раз. Следующая метафора с пламенем, которая перекидывается на новые источники топлива, лес, рощу и так далее, подразумевает того невозвращающегося, который последовательно перерождается во всех мирах чистых обителей. Таким образом, метафоры в суттах совершенно четко указывают на то, что горение огня означает конкретное существование и в конкретном мире. Искра же указывает на некое остаточное существование и после смерти. 5. Примечание переводчика СВ, все семь пунктов отличаются от первого только примерами, то есть они раскрываются в точности как первый. Разница между ними только в примерах и обозначениях типов невозвращающихся. 6. Комментарий трактует этот тип невозвращающегося как достигающего Нигбаны между серединой срока жизни и ее концом, то есть во второй половине своей жизни в чистых обителях. Однако, слово Упахача, ударив, толкнув, а также пример с искрой, которая ударяет землю, указывают на то, что этот тип личности достигает Нигбаны практически мгновенно после перерождения в мире чистых обителей. 7. Тогда как стандартная тхировадинская комментаторская трактовка считает эти два вида невозвращающихся, достигающего Нигбаны без усилия, а Сангхарапари Нигбэй и достигающего Нигбаны с усилием Сангхарапари Нигбэй всего лишь двумя вариантами того, как достигающий Нигбаны в промежутке и достигающий Нигбаны по приземлении достигают цели, примеры с искрой намекают, притом однозначно, что пять видов невозвращающихся, 7, если учитывать первые три вида в этой сути в качестве дополнительного деления, различны, и они выстраиваются по убывающей от более энергичных до более вялых. Если, как предполагает комментарий, достигающий Нигбаны по приземлении был бы тем, кто достигает Нигбаны между серединой срока жизни и ее концом, то не осталось бы места для оставшихся двух видов, которые достигают Нигбаны без усилия и с усилием. 8, самый слабый из пяти видов невозвращающихся. Он последовательно перерождается во всех мирах чистых обителей, и достигает Нигбаны только когда перерождается в итоге в самом последнем из них, мире Аканитха. ТИССА БРАХМА СУТТА БРАХМА ТИССА АН 7.56 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе утес ястребов. И когда наступила глубокая ночь, двое дэвов, обладающих поразительной красотой, освящая весь утес ястребов, подошли к Благословенному, поклонились ему, и встали рядом. Затем один дэвы сказал Благословенному, «Господин, эти монахини освобождены». Другой сказал, «Господин, эти монахини хорошо освобождены и без остатка». Один. Так сказали те божества. Учитель согласился. И тогда, подумав, учитель согласился, они поклонились Благословенному, и, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчезли. И по истечению ночи Благословенный обратился к монахам, прошлой ночью, монахи, когда наступила глубокая ночь, двое дэвов, обладающих поразительной красотой, освящая весь утес ястребов, подошли ко мне, поклонились, рядом. Затем один дэвов сказал мне, «Господин, эти монахини освобождены». Другой сказал, «Господин, эти монахини хорошо освобождены и без остатка». Так сказали те божества, после чего они поклонились мне, и, обойдя меня с правой стороны, прямо там и исчезли. В тот момент достопочтенный Махамак-Галлан сидел возле Благословенного. Мысль пришла к достопочтенному Махамак-Галлану, какие дэвы знают того, у кого есть остаток, как того, кто с остатком, и того, у кого нет остатка, как того, кто без остатка. В то время монах по имени Тиса недавно скончался и переродился в некоем мире Брахм. Там он также был известен как Брахма Тиса, сильный и могущественный. И тогда, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, достопочтенный Махамак-Галлан исчез с горы и утес ястребов и возник в том мире Брахм. Увидев достопочтенного Махамак-Галлану издали, Брахма Тиса сказал ему, подойди же, уважаемый Махамак-Галлану. Добро пожаловать, уважаемый Махамак-Галлану. Много времени прошло, прежде чем у тебя появилась возможность прийти сюда. Присаживайся, уважаемый Махамак-Галлану. Вот сидение, что подготовлено. Достопочтенный Махамак-Галлану сел на подготовленное сидение. Тогда Брахма Тиса поклонился достопочтенному Махамак-Галлану и сел рядом. Затем достопочтенный Махамак-Галлану сказал ему, каким образом дэвы, Тиса, знают того, у кого есть остаток, как того, кто с остатком, и того, у кого нет остатка, как того, кто без остатка? Дэвы свиты Брахмы имеют такое знание, уважаемый Макгалана. Тиса, но все ли дэвы свиты Брахмы имеют такое знание? Не все, уважаемый Макгалана. Те дэвы свиты Брахмы, которые довольствуются сроком жизни Брахмы, красотой Брахмы, счастьем Брахмы, славой Брахмы, властью Брахмы, и которые не понимают в соответствии с действительностью спасения более высокого, нежели это, не имеют такого знания. Но те девы свиты Брахмы, которые не довольствуются сроком жизни Брахмы, красотой Брахмы, счастьем Брахмы, славой Брахмы, властью Брахмы, и которые понимают в соответствии с действительностью спасения более высокой, нежели это, знают того, у кого есть остаток, как того, кто с остатком, и того, у кого нет остатка, как того, кто без остатка. Один, бывает так, уважаемый Макгаллана, что когда монах освобожден в обоих отношениях, те дэвы знают о нем так, этот достопочтенный освобожден в обоих отношениях. Покуда у него все еще имеется тело, дэвы и люди будут его видеть, но, после распада тела, дэвы и люди более его не увидят. Вот каким образом те дэвы знают того, у кого есть остаток, как того, кто с остатком, и того, у кого нет остатка, как того, кто без остатка. Далее, бывает так, что когда монах освобожден мудростью, те дэвы знают о нем так, этот достопочтенный освобожден мудростью. Покуда у него все еще имеется тело, дэвы и люди будут его видеть, но, после распада тела, дэвы и люди более его не увидят. И таким образом тоже те дэвы знают того, у кого есть остаток, как того, кто с остатком, и того, у кого нет остатка, как того, кто без остатка. Далее, бывает так, что когда монах является за свидетельствовавшим телом. Тедевы знают о нем так, этот достопочтенный, засвидетельствовавший телом. Если этот достопочтенный затворится в подходящих и обитающих, будет полагаться на хороших друзей, сбалансирует качество, два, то, быть может, он уже в этой самой жизни реализует для себя посредством прямого знания это непревзойденное совершенство святой жизни, ради которого представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, и, войдя в которой, будет пребывать в нем. И таким образом тоже Тедевы знают. 4. Далее, бывает так, что когда монах является достигшим воззрения, Тедевы знают о нем так, этот достопочтенный, достигший воззрения. 5. Далее, бывает так, что когда монах является освобожденным верой, Тедевы знают о нем так, этот достопочтенный, освобожденным верой. 6. Далее, бывает так, что когда монах является идущим за счет Дхаммы, Тедевы знают о нем так, этот достопочтенный, идущий за счет Дхаммы. Если этот достопочтенный затворится в подходящих и обитающих, будет полагаться на хороших друзей, сбалансирует качество, то, быть может, он уже в этой самой жизни реализует для себя посредством прямого знания это непревзойденное совершенство святой жизни, ради которого представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, и, войдя в которые, будет пребывать в нем. И таким образом тоже те девы знают того, у кого есть остаток, как того, кто с остатком, и того, кто у кого нет остатка, как того, кто без остатка. И тогда, восхитившись и возрадовавшись словам Брахма Тисы, подобно тому как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, достопочтенный Махамакгаллана исчез из мира Брахма и возник на утесе ястребов. Он подошел к Благословенному, поклонился ему и рассказал Благословенному обо всей беседе с Брахмой Тисой. Благословенный ответил, но, Макгаллана, не научил ли тебя Брахма Тисы седьмой личности, которая пребывает в Беспредметном? 3. Сейчас подходящий момент, Благословенный. Сейчас подходящий момент, Счастливый. Пусть Благословенный научит седьмой личности, которая пребывает в Беспредметном. Услышав это из уст Благословенного, монахи запомнят это. В таком случае, Макгаллана, слушай внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответил достопочтенный Махамакгаллана. Благословенный сказал, 7. Вот, Макгаллана, за счет невнимания всем объектам, монах входит и пребывает в Беспредметном сосредоточении ума. Те дэвы знают о нем так, за счет невнимания ко всем объектам, этот достопочтенный входит и пребывает в Беспредметном сосредоточении ума. Если этот достопочтенный затворится в подходящих и обитающих, будет полагаться на хороших друзей, приведет в баланс качество, то, быть может, он уже в этой самой жизни реализует для себя посредством прямого знания это непревзойденное совершенство святой жизни, ради которого представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, и, войдя в которые, будет пребывать в нем. И таким образом тоже те дэвы знают того, у кого есть остаток, как того, кто с остатком, и того, у кого нет остатка, как того, кто без остатка. 4. 1. Комментарий поясняет, что речь идет о пятистах женщинах, которые получили посвящение евмонахини вместе с Махападжапатиготами. Смотри. АН 8 51. 2. Примечание переводчика СВ, речь идет о пяти эндриях, вера, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость. 3. Беспредметное сосредоточение ума. Смотри. СН 49. Четыре, первые две личности, это араханты, у них нет остаточных загрязнений, поэтому они именуются теми, кто без остатка. Остальные, с третьей по седьмую, это еще ученики, и они именуются теми, кто с остатком умственных загрязнений. Смотри. АН 7 14. Сиха сутта, Сиха. АН 7 57. Однажды благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в зале со строконечной крышей. И тогда военачальник Сиха отправился к благословенному поклонился ему, сел рядом, и сказал, господин, есть ли возможность указать на напрямую видимый плод даяния? Что же, Сиха, я задам тебе вопрос на эту самую тему. Отвечая так, как сочтешь нужным. 1. Как ты думаешь, Сиха? Бывает так, что есть два человека, один из которых не наделен верой, скупой, подлый, оскорбляя других, а другой наделен верой, необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности. Как ты думаешь, Сиха, кому бы араханты вначале проявляли бы сострадание, к тому, кто не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляя других, или же к тому, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности? 1. Господин, с какой стати арахантам вначале проявлять сострадание к человеку, который не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляет других? Они вначале проявят сострадание к тому, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности. 2. Как ты думаешь, Сиха? Кому бы араханты подходили бы вначале, к тому, кто не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляя других, или же к тому, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности. Господин, с какой стать арахантом вначале подходить к человеку, который не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляет других? Они вначале подходят к тому, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности. 3. Как ты думаешь, сихо? От кого бы араханты принимали бы подаяние вначале, от того, кто не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляет других, или же от того, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности? Господин, с какой стать арахантом вначале принимать подаяние человека, который не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляет других? Они вначале принимают подаяние от того, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности? 4. Как ты думаешь, сихо? Кого бы араханты, вначале обучали бы Дхамме, того, кто не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляет других, или же того, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности? Господин, с какой стать Арахантом вначале обучать Дхамме человека, который не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляет других? Они вначале обучают Дхамме того, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности. 5. Как ты думаешь, сихо? Какой человек заработал бы хорошую репутацию, тот, кто не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляя других, или тот, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности? 5. Господин, с какой стати человек, который не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляя других, заработал бы хорошую репутацию? Именно тот, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности, заработал бы хорошую репутацию? 6. Как ты думаешь, сихо? Какой человек подходил бы к любому собранию, к хаптиев, брахманов, домохозяев или отшельников, уверенным и невозмутимым, тот, кто не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляя других, или тот, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности? 7. Господин, с какой стати человек, который не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляя других, уверенным и невозмутимым подходил бы к любому собранию, к хаптиев, брахманов, домохозяев или отшельников? 7. Именно тот, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности, уверенным и невозмутимым подходил бы к любому собранию, к хаптиев, брахманов, домохозяев или отшельников. 7 Как ты думаешь, сихо? С распадом тела, после смерти, какой человек переродился бы в благом уделе, в небесном мире, тот, кто не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляя других, или тот, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности? Господин, с какой стати человек, который не наделен верой, кто скупой, подлый, оскорбляя других, переродился бы в благом уделе, в небесном мире, после распада тела, после смерти? Именно тот, кто наделен верой, кто необычайно щедрый даритель, радующийся благотворительности, переродился бы в благом уделе, в небесном мире, после распада тела, после смерти? Господин, я не опираюсь на веру в благословенного в отношении тех шести напрямую видимых плодов даяния, которые он провозгласил. Я и сам их знаю тоже. Ведь я, жертвователь, необычайно щедрый даритель, и араханты вначале проявляются страдания ко мне. Я, жертвователь, необычайно щедрый даритель, и араханты вначале подходят ко мне. Вначале принимают подаяние от меня. Вначале обучают Дхамме меня. Я, жертвователь, необычайно щедрый даритель, и я заработал хорошую репутацию, военачальник Сиха, жертвователь, спонсор, содержатель Сангхи. Я, жертвователь, необычайно щедрый даритель, и к какому бы собранию я ни подходил, к хаттиев, брахманов, домохозяев или отшельников, я подхожу к нему уверенным и невозмутимым. Я не опираюсь на веру в Благословенного в отношении тех шести напрямую видимых плодов даяния, которые он провозгласил. Я и сам их знаю тоже. Но когда Благословенный говорит мне, сихо, с распадом тела, после смерти, жертвователь, необычайно щедрый даритель, перерождается в благому деле, в небесном мире, то я не знаю этого, и в этом я опираюсь на веру в Благословенного. Так оно, сихо, так оно. С распадом тела, после смерти, жертвователь, необычайно щедрый даритель, перерождается в благому деле, в небесном мире. Один, комментарий поясняет, что араханты вначале, если есть выбор, принимают дары и обучают хаме хороших людей. Смотри также СН 42.7 Араххелия сутта, нет необходимости скрывать. АН 7.58 Благословенный сказал, монахи, есть четыре вещи, которых Татхагати нет необходимости скрывать, а также три вещи, в отношении которых он не подлежит упреку. И каковы четыре вещи, которых Татхагате нет необходимости скрывать? Один, монахи, Татхагата, этот тот, чье телесное поведение очищено. У Татхагаты нет неблагого телесного поведения, которое ему приходилось бы скрывать, думая, пусть другие не обнаружат этого у меня. Два, Татхагата, этот тот, чье словесное поведение очищено. У Татхагаты нет неблагого словесного поведения, которое ему приходилось бы скрывать, думая, пусть другие не обнаружат этого у меня. Три, Татхагата, это тот, чье умственное поведение очищено. У Татхагаты нет неблагого умственного поведения, которое ему приходилось бы скрывать, думая, пусть другие не обнаружат этого у меня. Четыре, Татхагата, это тот, чьи средства к жизни очищены. У Татхагаты нет неподобающих средств к жизни, которые ему приходилось бы скрывать, думая, пусть другие не обнаружат этого у меня. Таковы четыре вещи, которых Татхагате нет необходимости скрывать. И каковы три вещи, в отношении которых он не подлежит упреку? 5. Татхагата, монахи, это тот, чья адхама хорошо разъяснена. В этом отношении я не вижу какого-либо основания, на котором отшельник, жрец, дэва, мара, брахма, или кто-либо в мире мог бы аргументированно упрекнуть меня, по таким-то и таким-то причинам твоя адхама не разъяснена хорошо. Поскольку я не вижу ни одного подобного основания, я пребываю спокойным, бесстрашным, уверенным в себе. 6. Я хорошо провозгласил своим ученикам практику, ведущую к небабании, таким образом, что, практикуя в соответствии с этим, и достигнув уничтожения загрязнений, они в этой самой жизни входят и пребывают в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. 7. Монахи, мое собрание состоит из многих сотен учеников. 7. Монахи, мое собрание состоит из многих сотен учеников, которые, с уничтожением загрязнений, посредством прямого знания. Поскольку я не вижу ни одного подобного основания, я пребываю спокойным, бесстрашным, уверенным в себе. Таковы три вещи, в отношении которых Татхагата не подлежит упреку. 7. Монахи, таковы четыре вещи, которых Татхагате нет необходимости скрывать, а также три вещи, в отношении которых он не подлежит упреку. 7. Кинбила сутта, Кинбила. А.Н. 7.59. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Тимбиле в Никуловой роще. И тогда и достопочтенный Кинбила подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, Учитель, в чем условие и причина того, что благая Тхама не продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной неббаны? Вот, Кинбила, после того, как Татхагата достиг окончательной неббаны, Монахи, Монахини, Миряне и Мирянки пребывают без уважения и почтения, 1. К Учителю, 2. К Дхаме, 3. К Сандхе, 4. К практике, 5. К сосредоточению, 6. К прилежанию, 7. Они пребывают без уважения и почтения к гостеприимству. В этом условии причина того, что благая Тхама не продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной неббаны. Учитель, в чем условие и причина того, что благая Тхама продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной неббаны? Вот, Кинбила, после того, как Татхагата достиг окончательной неббаны, Монахи, Монахини, Миряне и Мирянки пребывают с уважением и почтением к Учителю. Гостеприимству. В этом условии причина того, что благая Тхама продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной неббаны. Саптатхама сутта, 7 качеств. АН 7.60. Благословенный сказал, Монахи, обладая семью качествами, вскоре монах может с уничтожением пятен загрязнений ума в этой самой жизни войти и пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Какими семью? Вот монах, один, наделен верой, два, он нравственный, три, ученый в Тхамме, четыре, уединен, пять, старателен, шесть, осознан, семь, мудр. Обладая этими семью качествами, вскоре монах может с уничтожением пятен посредством прямого знания. Чипала сутта, клевания и носом. АН 7.61. Однажды благословенный пребывал в стране Бхага в альянин-парке, что в роще Пхисакалы, неподалеку от крокодилевого логова. В то время достопочтенный Махамакгаллану сидел, впадая в дремоту, клюя носом, рядом с деревни Калавалапута в Магадхи. Благословенный, посредством очищенного божественного глаза, превосходящего человеческий, увидел достопочтенного Махамакгаллану, впадающего в дремоту, клюющего носом, рядом с деревни Калавалапута в Магадхи. Как только он увидел это, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнула распрямленную, он исчез из оленьего парка рощи Пхисакала и появился прямо перед Достопочтенным Махамагалланой. Там он сел на подготовленное сидение. Затем он обратился к Достопочтенному Махамагаллане. «Впадаешь в дремоту, Махагаллана? Клюешь носом?» «Да, учитель. Один, в таком случае, Махагаллана, если у тебя есть какое-либо восприятие в уме, то когда на тебя наваливается сонливость, не обращайся к этому восприятию, не преследуй его. Есть возможность, что если ты поступишь так, ты избавишься от сонливости. Два, но если, поступив так, ты не избавишься от сонливости, тогда вспомни в уме Тудхамму, что ты слышал и запомнил, вновь исследуй ее, поразмышляя над ней в своем уме. Есть возможность, что если ты поступишь так, ты избавишься от сонливости. Три, но если, поступив так, ты не избавишься от сонливости, тогда повторяя вслух, в подробностях и деталях, Тудхамму, что ты услышал и запомнил. Есть возможность, что если ты поступишь так, ты избавишься от ценливости. 4. Но если, поступив так, ты не избавишься от ценливости, тогда подтяни обе мочки ушей и раз отри члены своего тела руками. Есть возможность, что если ты поступишь так, ты избавишься от ценливости. 5. Но если, поступив так, ты не избавишься от ценливости, тогда вставай со своего сиденья и, промыв водой глаза, оглянись во всех направлениях, посмотри вверх на основные звёзды и созвездия. Есть возможность, что если ты поступишь так, ты избавишься от сонливости. Но если, поступив так, ты не избавишься от сонливости, тогда обратись к восприятию света, настройся на восприятие дня так, как ночью, так и днём, как днём, так и ночью. За счёт такого открытого и свободного ума, развивай сияющий ум. Есть возможность, что если ты поступишь так, ты избавишься от сонливости. 7. Но если, поступив так, ты не избавишься от ценливости, то тогда, воспринимая то, что находится перед тобой позади, отметь дистанцию и медитируй при ходьбе вперед и назад, обратившись к внутренним ощущениям, не позволяя уму вырваться наружу к внешним объектам. 8. Есть возможность, что если ты поступишь так, ты избавишься от ценливости. Но если, поступив так, ты не избавишься от ценливости, то тогда ложись на правый бок, приняв позу льва, положив одну ступню на другую, будучи осознанным, бдительным, настроив ум на то, чтобы вскоре встать. Как только проснешься, тут же вставай с такой мыслью, я не буду потакать удовольствию от лежания, удовольствию от валяния, удовольствию от ценливости. Вот как ты должен тренировать себя. Затем, Магаллана, ты должен так тренировать себя, я не буду посещать семьи мирян с гордыней. Вот как тебе следует тренировать себя. У мирян много дел и работы, а потому они не обращают внимания на подходящего к ним монаха. Если монах подойдет к ним с гордыней, то он подумает, кто же поссорил меня с этой семьей? Похоже, я не нравлюсь им. Уходя с пустыми руками, он становится расстроенным. Будучи расстроенным, он становится неугомонным. Будучи неугомонным, он становится несдержанным. А несдержанный ум далек от сосредоточения. Далее, Магаллана, ты должен так тренировать себя, я не буду спорить. Вот как ты должен тренировать себя. Когда начинается спор, то можно ожидать длительных бесед. Когда много длительных бесед, появляется неугомонность. Будучи неугомонным, человек становится несдержанным. А несдержанный ум далек от сосредоточения. Магаллана, я не восхваляю любые связанности. Но я не порицаю любых связанностей. Я не восхваляю связанности с домохозяевами и отшельниками. Но что касается бесшумных мест, где нет людей, где нет никаких звуков, что достаточно уединенные для того, чтобы их покой не нарушался людьми, то я восхваляю связанность с такими местами. Когда так было сказано, достопочтенный Магаллана обратился к благословенному, учитель, вкратце, в каком случае можно сказать, что монах освобожден окончанием жажды, полностью совершенен, абсолютно свободен от подневольности, ведет чистейшую святую жизнь в полном совершенстве, высочайшей среди всех людей и божеств. Магаллана, вот монах слышит, не стоит цепляться ко всем феноменам. Услышав это, он полностью знает все вещи. Полностью зная все вещи, он целиком постигает все вещи. Целиком постигнув все вещи, чтобы он не испытывал удовольствие, боль, или не удовольствие, не боль, он остается пребывать сосредоточенным на непостоянстве, сосредоточенным на бесстрастности, сосредоточенным на прекращении, сосредоточенным на оставлении в отношении этого чувства. Пребывая сосредоточенным на непостоянстве, сосредоточенным на бесстрастности, сосредоточенным на прекращении, сосредоточенным на оставлении в отношении этого чувства, он не цепляется ни к чему в этом мире. Когда нет цепляния, он не тревожится. Когда он не тревожится, он лично достигает ниббаны. Он распознает, рождение закончено, святая жизнь прожита, задача выполнена. Нет более ничего для этого мира. Вот как, Макгаллана, вкратце, монах освобожден окончанием жажды, полностью совершенен, абсолютно свободен от подневольности, ведет чистейшую святую жизнь в полном совершенстве, высочайшей среди всех людей и божеств. Метта сутта – Доброжелательность. А.Н. 7.62. Благословенный сказал, «Монахи, не бойтесь заслуг. Это обозначение счастья, то есть, заслуги. Я припоминаю, что долгое время я переживал желанный, чудесный, приятный результат заслуг, создаваемых долгое время. Семь лет я развивал ум доброжелательности. В результате в течение семи циклов распада мира и развертывания мира я не возвращался обратно в этот мир из мира Брахмы. Когда мир распадался, я направлялся в мир дэвов лучезарного сияния. Когда мир развертывался, я перерождался в пустом дворце Брахмы. Там я был Брахмой, великим Брахмой, победителем, непобежденным, вселенским провидцем, владыкой. Тридцать шесть раз я был Саккой, царем дэвов. Много сотен раз я был царем миродержцем, праведным царем, который правят Дхаммой, покорителем, чье правление простирается до четырех границ, тем, кто добился стабильности в своей стране, кто обладает семью сокровищами. У меня были эти семь сокровищ. Один, колесо сокровища. Два, слон сокровища. Три, конь сокровища. Четыре, самоцвет сокровища. Пять, жена сокровища. Шесть, казначей сокровища. Семь, советник сокровища. У меня было более тысячи сыновей героев, могучих, способных сокрушить армию их врагов. Я правил, покорив эту землю, ограниченную океаном, и не силой и оружием, но Дхаммой. И далее он добавил, и если ищешь счастье, то смотри на результат заслуг, и результат деяний благотворных. Семь лет я развивал ум, полный доброты, и, о монахе, циклов семь вселенских, распада и развертывания мира, не возвращался я в мир этот самый. Когда мир распадался, направлялся я тогда, в мир дэвов лучезарного сияния, когда развертывался мир опять, то направлялся в Брахма я пустой дворец. Семь раз я был великим Брахмой, тем, кто владычество осуществляет. Тридцать шесть раз я был владыкой дэвов, и управлял тогда я божествами. Царем я был, кто покорял весь мир, правителем был от Эджин Буддипы, Кхаттием, что помазан был на трон, властителем людей живущих. Ни силой, ни оружием, ту землю я завоевал. Я правил праведно, и не жестокостью, а Тхаммой. Владычество Тхаммой осуществлял, над всей этой землей великой. Рождался во влиятельной семье, с имуществом, обилием богатства. И обладал всеми усладами я чувств, как и имел я семь чудес-сокровищ. Вот чему Будды научили хорошо, желающие блага всему миру. И вот величие в чем заключается причина, из-за которой станешь ты землей владыкой. Я был царем, великолепием сиял я, богатым был, вещей имел я много. Был управителем я этой Джамбу-Дипы, могущественным, славным был царем я. И кто, даже из низкого сословия, уж не поверил бы, услышав вдруг все это? Поэтому, если желаешь себе блага, если к величию себя ты устремляешь, то чтить ты должен глубоко благую Тхамму, и памятовать должен обучение Будды. Хария сутта, жены. АН 7.63. Однажды благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхапиндики. И тогда, утром, благословенный оделся, взял чашу и одеяние, и отправился в дом домохозяина Анатхапиндики, где сел на подготовленное для него сидение. И в то время люди в доме Анатхапиндики создавали ужасную шумиху игул. И тогда домохозяин Анатхапиндика подошел к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Благословенный сказал ему, домохозяин, почему люди в твоем доме создают такую ужасную шумиху игул, как будто рыбаки тянут рыбу? Это моя невестка Суджата. Она богатая и пришла к нам из богатой семьи. Она не слушается своего свекра, своей свекрови, своего мужа. Она даже не чтит, не ценит, не уважает, и не почитает благословенного. Тогда благословенный обратился к Суджате, подойди, Суджата. Хорошо, господин, ответила она, подошла к благословенному, поклонилась ему, и села рядом. Благословенный сказал ей, Суджата, у мужчины может быть семь видов жен. Какие семь? Один, жена как убийца, два, жена как вор, три, жена как тиран, четыре, жена как мать, пять, жена как сестра, шесть, жена как друг, семь, жена как раб. У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты? Господин, я не понимаю в подробностях значение утверждения, сказанного благословенным кратко. Пусть благословенный научит меня Дхаме так, чтобы я смогла понять в подробностях значение того, что было сказано в кратко. В таком случае, Суджата, слушай внимательно. Я буду говорить. Да, господин, ответила она. Благословенный сказал, ум ее ненависти полон и сочувствие лишен, жаждет она других и мужа презирает. Хочет убить она того, богатством кто ее купил, жена такая именуется убийцей. Как только добывает муж богатство, сельским хозяйством, ремеслом, торговлей, она пытается его украсть, пыль даже добывает он немного. Жену такую вором называют. Ленивая обжора, не хотящая работать, риская яростно, группа в своих речах. Господствует она над теми, кто ее содержит, жена такая называется тираном. Сочувствие полна, великодушно, мужа хранит как будто собственного сына, оберегает накопление, что заработал он, жену такую величают мамой. А мужу мнение высокого она, точно сестра братья своем старшим. Честная мужа волю исполняет, жену такую звать будут сестрою. Каждый раз радуется, если видит мужа, как другу после длительной разлуки, воспитанной нравственно, мужу всегда верна, жена такая будет зваться другом. Та, что всегда спокойна, терпит все, даже когда ей палкой угрожают, с умом беззлобным терпит мужа своего, все сносит, подчиняясь воле мужа, жена такая называется рабыней. И все те жены, названы что здесь убийцей, вором и тираном, безнравственны, грубы, риски, с распадом тела от их ожидает. Но все те жены, названы что здесь рабыней, мамой, другом, и сестрою, стойкие в нравственности, себя обуздав, с распадом тела в мир небесный попадают. У мужчины, суджата, может быть семь видов жен. Какая из них ты? Начиная с этого дня, господин, пусть благословенный считает меня женой, подобной рабыня. Катхана сутта, злость. АН 7 64. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь вещей, случающихся со злым мужчиной или женщиной, доставляющих удовольствие выгодных его или ее врагу. Какие семь? Один, бывает так, монахи, что враг желает врагу, чтобы он стал уродливым. И почему? Потому что враг не радуется красоте врага. Когда злого человека одолевает и подавляет злоба, то даже если он тщательно помыт, тщательно надушен, с постриженными волосами и бородой, одет в белые одежды, то он все равно уродлив. Такова первая вещь, случающаяся со злым мужчиной или женщиной, доставляющая удовольствие и выгодное его или ее врагу. Два, далее, бывает так, что враг желает врагу, чтобы он плохо спал. И почему? Потому что враг не радуется, когда его враг хорошо спит. Когда злого человека одолевает и подавляет злоба, то даже если он спит на диване с пледами, одеялами, накидками, с превосходным покрытием из шкуры антилопы, с навесом наверху и красными подушками по обеим сторонам, то все равно он спит плохо. Такова вторая вещь. Выгодное врагу. Три, далее, бывает так, что враг желает врагу, чтобы он не преуспел. И почему? Потому что враг не радуется успеху своего врага. Когда злого человека одолевает и подавляет злоба, то если он заполучает вредное, он думает, я получил полезное. Если он заполучает полезное, он думает, я получил вредное. Когда он одолевает злобой, он заполучает эти вещи, которые диаметрально противоположны, и они ведут к его вреду и страданию на долгое время. Такова третья вещь. Выгодное врагу. Четыре, далее, бывает так, что враг желает врагу, чтобы он не был богатым. И почему? Потому что враг не радуется богатству своего врага. Когда злого человека одолевает и подавляет злоба, цари присваивают в свою царскую казну любое богатство, которое он обрел усердным старанием, накопил силой своих рук, заработал потом и кровью, праведно добытое праведное богатство. Такова четвертая вещь. Выгодное врагу. Пять, далее, бывает так, что враг желает врагу, чтобы он не был знаменитым. И почему? Потому что враг не радуется славе своего врага. Когда злого человека одолевает и подавляет злоба, он теряет ту славу, которую он обрел посредством прилежания. Такова пятая вещь. Выгодное врагу. Шесть, далее, бывает так, что враг желает врагу, чтобы у него не было друзей. И почему? Потому что враг не радуется, когда у его врага есть друзья. Когда злого человека одолевает и подавляет злоба, его друзья и товарищи, родственники и родня держатся от него подальше. Такова шестая вещь. Выгодное врагу. Шесть, далее, бывает так, что враг желает врагу, что после распада тела, после смерти, он переродился в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. И почему? Потому что враг не радуется, когда его враг направляется в благой удел. Когда злого человека одолевает и подавляет злоба, он пускается в неблагое поведение телом, речью и умом. В результате, все еще одолеваемый злобой, с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Такова седьмая вещь, случающаяся со злым мужчиной или женщиной, доставляющая удовольствие и выгодное его или ее врагу. Таковы семь вещей, случающихся со злым мужчиной или женщиной, доставляющих удовольствие и выгодных его или ее врагу. И далее он добавил, злой человек уродлив, также, плохо спит. Добыв полезное, считает это вредным. Злой человек, кто переполнен злобой, убитый речью, телоповедением, теряет свои собственные накопления. Когда сошел с ума от злобы, он репутацией плохой разжился. Друзья, любимые, родня, такого человека сторонятся. В злобе источник всякого вреда. Злость ум приводит в беспорядок. Люди опасность эту не распознают, возникло что внутри, а не снаружи. Злой человек не знает, что есть хорошо, злой человек не видит эту тхаму. Лишь слепота есть и сплошная тьма, когда тебя одолевает злоба. Когда ущерб наносит злобный человек, пускай без сложности или с большим трудом, то, позже, как от злобы отойдет, мучиться будет он, как если бы горел. Упрямство проявляет он, как пламя порождает дым, и когда злость наружу льнет, других он и тем самым злит. Сделать плохое не боится, и бесстыден он. В его речах не видно уважения. И у того, кто злобы угнетен, спасительного острова нет вовсе. Вам расскажу о тех поступках я, что порождают только лишь мучения. Послушайте, видения таковы, и далеки от праведных поступков, злой человек лишает жизни своего отца, злой человек лишает жизни свою мать, злой человек лишает жизни и брахмана, один, как и простого человека злобный убивает. Злой обыватель убивает свою мать, благую женщину, что наделила его жизнью, ту самую, кем он же вскормлен был, которая мир для него раскрыла. Те существа, как и любой другой, себя считают самым сокровенным. И все же злой по-разному убьет себя, когда сведен с ума различными делами, кто-то убьет себя мечом, другой, с ума сведенный, яд проглотят. Кто-то залезет головой в петлю, другой же прыгнет в горные ущелья. Деяния, растительность, что губит. Деяния, что причиняют собственную смерть, дела эти свершают, но не знают, что поражение рождается из злости. В собственном сердце спрятана ловушка смерти, и принимает она форму злобы. Нужно отрезать ее самообузданием, мудростью, силой, правильным воззрением. Три. И мудрый человек должен бы устранить, это одно свое плохое свойство. Вот хамму должна как практиковать, упрямству потакать не нужно. Если в нем злобы нет, то и страдание ушло. Без заблуждения, и не имея жажды, обузданный, отринув всяческую злость, он, не запятнанный, сможет достичь нимбаны. 1. Комментарий поясняет, что под брахманом здесь понимается арахант. 2. Комментарий трактуют пхунахата как хатавуддхи, того, кто губит растительность. Санскритский английский словарь, однако, трактуют пхунахати как убийство эмбриона, а пхунахати как убийство ученого брахмана. 3. Примечание переводчика СВ, речь идет о качестве вирия, усилий, усердия и по устранению неблагих качеств. Для ритмики стиха я перевожу это словом «сила». Хири сутта «Стыд». АН 7.65. Сутта идентична АН 8.81 за исключением первого пункта, и, таким образом, она начинается сразу со второго, когда у человека не чувство стыда. Сатта Сурия сутта «Семь солнц». АН 7.66. Однажды Благословенный пребывал в Весале в роще Амбапали. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, обусловленные явления, один, непостоянные. Обусловленные явления неустойчивы. Обусловленные явления ненадежны. Этого достаточно для того, чтобы разочароваться во всех обусловленных явлениях, достаточно, чтобы стать бесстрастными по отношению к ним, достаточно, чтобы освободиться от них. Монахи, Синьеру, царь всех гор, 84 тысячи йоджин в длину, 84 тысячи йоджин в ширину. Эта гора погружена на 84 тысячи йоджин в Великий океан, и возвышается на 84 тысячи йоджин над океаном. 2. 1. Монахи, приходит время, когда не выпадает дождя в течение многих лет, в течение многих сотен лет, в течение многих тысяч лет, в течение многих сотен тысяч лет. Когда дождя не выпадает, растительная жизнь и зелень, целебные растения, травы и огромные лесные деревья высыхают и перестают существовать. Настолько непостоянны все обусловленные явления, настолько неустойчивы, настолько ненадежны. Этого достаточно для того, чтобы разочароваться во всех обусловленных явлениях, достаточно, чтобы стать бесстрастными по отношению к ним, достаточно, чтобы освободиться от них. 2. Через длительный период приходит время, когда появляется Второе Солнце. С появлением Второго Солнца небольшие реки озера высыхают и испаряются, и перестают существовать. Настолько непостоянны все обусловленные явления, чтобы освободиться от них. 3. Через длительный период приходит время, когда появляется Третье Солнце. С появлением Третьего Солнца великие реки, Ганг, Емуна, Чаравати, Сарабху, Имахи, высыхают и испаряются, и перестают существовать. Настолько непостоянны все обусловленные явления, чтобы освободиться от них. Четыре, через длительный период приходит время, когда появляется четвертое солнце. С появлением четвертого солнца великие озера, из которых берут начало эти великие реки, Анатата, Сихапапата, Радхакара, Канамунда, Кунала, Чхадданта, и Мандакини, высыхают и испаряются. И перестают существовать. Настолько непостоянны все обусловленные явления, чтобы освободиться от них. Пять, через длительный период приходит время, когда появляется пятое солнце. С появлением пятого солнца вода в Великом океане убывает на сто йоджин. Двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот йоджин. Вода, оставшаяся в Великом океане, доходит до глубины в семь пальм. Шесть, пять, четыре, три, две. Всего лишь одну пальму. Вода, оставшаяся в Великом океане, доходит до глубины в семь саженей. Шесть, пять, четыре, три, два, один сажень. Полсаженья. До глубины до талии. До колен. До лодыжек. Подобно тому, как осею, когда мощные капли дождя падают с неба, и вода стоит тут и там в отпечатках копыт рогатого скота, то точно так же, вода, оставшаяся в Великом океане, будет стоять тут и там в выемках размером с отпечаток копыт рогатого скота. С появлением пятого солнца воды, оставшейся в Великом океане, не хватает даже, чтобы достичь суставов пальцев. Настолько непостоянны все обусловленные явления, чтобы освободиться от них. Шесть, через длительный период приходит время, когда появляется шестое солнце. С появлением шестого солнца эта великая земля и гора Синеру, царь всех гор, дымится, испуская дым, тлеет. Подобно тому, как разводимый гончаром огонь вначале дымится, испуская дым, тлеет, то точно так же, с появлением шестого солнца эта великая земля и гора Синеру, царь всех гор, дымится, испуская дым, тлеет. Настолько непостоянны все обусловленные явления, чтобы освободиться от них. Семь, через длительный период приходит время, когда появляется седьмое солнце. С появлением седьмого солнца эта великая земля и Синеру, царь всех гор, вспыхивает пламенем, ярко полыхает, становится единой грудой пламени. 3. По мере того, как великая земля и Синеру, царь всех гор, горят и полыхают, пламя, подхватываемое ветром, достигает даже мира Брахм. По мере того, как Синеру горит и полыхает, по мере того, как она разрушается, одолеваемая огромной жарой, горные вершины в 100 йоджин распадаются, горные вершины в 200. 300. 400. 500 йоджин распадаются. Когда эта великая земля и Синеру, царь всех гор, горят и полыхают, то не видно ни пепла, ни копоти. Подобно тому, как топленое масло или простое масло горит и полыхает, то не видно ни пепла, ни копоти, то точно так же, когда эта великая земля и Синеру, царь всех гор, горят и полыхают, то не видно ни пепла, ни копоти. Настолько непостоянны все обусловленные явления, настолько неустойчивы, настолько ненадежны. Этого достаточно для того, чтобы разочароваться во всех обусловленных явлениях, достаточно, чтобы стать бесстрастными по отношению к ним, достаточно, чтобы освободиться от них. Монахи, кто еще, кроме тех, кто увидел истину, подумал бы или поверил, эта великая земля Иссенеру, царь всех гор, сгорит, будет разрушена и перестанет существовать? В прошлом, монахи, был учитель по имени Сунетта, основатель религиозного движения без жажды к чувственным удовольствиям. У учителя Сунетты было много сотен учеников, которых он учил Дхамме ради достижения мира Брахм. Когда он учил, те, кто полностью поняли его учения, после распада тела, после смерти, перерождались в благом уделе, в мире Брахм. Но те, кто не полностью поняли его учения, перерождались среди дэвов, управляющих творениями других, иные, среди дэвов, наслаждающихся творениями, иные, среди дэвов туситы, иные, среди дэвов ямы, иные, среди дэвов Таватимсы, иные – дэвов, управляемых четырьмя великими божественными царями. Некоторые переродились в среди зажиточных кхатиев, некоторые – среди зажиточных брахманов, некоторые – среди зажиточных домохозяев. И тогда, монахи, мысль пришла к учителю Сунетте, «Не подобает мне иметь тот же самый будущий удел, что и у моих учеников. Что если я буду развивать доброжелательность еще больше?» И тогда учитель Сунетте семь лет развивал доброжелательный ум. В результате в течение семи циклов распада мира и развертывания мира он не возвращался обратно в этот мир из мира Брахмы. Когда мир распадался, он направлялся в мир дэвов лучезарного сияния. Когда мир развертывался, он перерождался в пустом дворце Брахмы. Там он был Брахмой, великим Брахмой, победителем, непобежденным, вселенским правидцем, владыкой. Тридцать шесть раз он был Саккой, царем дэвов. Много сотен раз он был царем миродержцем, праведным царем, который правят Дхаммой, покорителем, чье правление простирается до четырех границ, тем, кто добился стабильности в своей стране, кто обладает семью сокровищами. У него было более тысячи сыновей-героев, могучих, способных сокрушить армию их врагов. Он правил, покорив эту землю, ограниченную океаном, и не силой и оружием, но Дхаммой. Монахи, хотя у него был такой огромный срок жизни, продолжавшийся такое долгое время, все же учитель Сунета не был свободен от рождения, старости, смерти, печали, стенания, боли, уныния и отчаяния. Он не был свободен от страданий, я говорю вам. И почему? Потому что не понял и не постиг четырех вещей. Каких четырех? Благородного нравственного поведения, благородного сосредоточения, благородной мудрости, благородного освобождения. Теперь же благородное нравственное поведение, монахи, было понято и постигнуто. Благородное сосредоточение было понято и постигнуто. Благородная мудрость была понято и постигнуто. Благородное освобождение было понято и постигнуто. Жажда к существованию была отрезана. Проводник к существованию был уничтожен. Не будет боли иного существования. И далее он добавил, нравственность, сосредоточение, и мудрость, как и непревзойденное освобождение, все эти вещи смог понять славный Готама, своею собственной силой. И когда понял напрямую он все это, Сейдхамме Будда научил монахов, учитель, тот, кто положил конец страданиям, кто обладает видением, достиг ниббаны. 1. Напали, Сангхара. Переведено как обусловленное явление. 2. Примечание переводчика СВ, фраза 84 тысячи в Древней Индии обычно обозначала очень много. 2. Согласно древней индийской мифологии, гора Синеру – невидимая мистическая гора, на различных уровнях которой находится несколько небесных миров Камалоки – Мира Чувств. Она имеет форму песочных часов, имеет широкое основание в 84 000 йоджин, самая узкая ее часть в 20 000 йоджин находится на уровне океана, а затем она возвышается над морем в виде перевернутого конуса, и наверху образует своего рода площадку размером опятки в 84 000 йоджин. Над горой находятся более высокие небесные миры, самым отдаленным из которых является мир Брахмы. 3. Примечание переводчика СВ, небезынтересно, что, согласно современной теории, примерно через 4 миллиарда лет наше Солнце постепенно начнет расти в объеме и впоследствии станет красным гигантом, настолько огромным, что в буквальном смысле сожжет нашу планету. 4. Комментарий поясняет, что имеется в виду ученик благородных, который увидел истину непостоянства всех обусловленных вещей. 5. Примечание переводчика СВ, судя по АН 7.62, Сунеттой был сам Будда в одной из прошлых жизней. Он также упомянут 2 АН 6.54. 4. Нагара сутта, крепость. АН 7.67. Благословенный сказал, монахи, когда царская приграничная крепость хорошо снабжена семью необходимыми вещами, и может по желанию, легко и без проблем, обеспечить четыре вида еды, то говорится, что эта царская приграничная крепость не может быть повержена внешними врагами или предательскими союзниками. И какими семью необходимыми вещами эта крепость хорошо снабжена? Вот у царской приграничной крепости заложен прочный фундамент. Он глубоко укоренен, хорошо уложен, неподвижный и непоколебимый. Благодаря этой первой необходимой вещи крепость хорошо защищает тех, кто находится внутри, и может отразить и так у тех, кто нападет снаружи. Далее, у царской приграничной крепости есть ров с водой, глубокий и широкий. Благодаря этой второй необходимой вещи крепость хорошо защищает тех, кто находится внутри, и может отразить и так у тех, кто нападет снаружи. Далее, у царской приграничной крепости есть окружная дорога, высокая и широкая. Благодаря этой третьей необходимой вещи крепость хорошо защищает тех, кто находится внутри, и может отразить и так у тех, кто нападет снаружи. Далее, у царской приграничной крепости есть арсеналы с многочисленными оружиями, стрелами и снарядами для метания. Благодаря этой четвертой необходимой вещи крепость хорошо защищает тех, кто находится внутри, и может отразить и так у тех, кто нападет снаружи. Далее, у царской приграничной крепости есть крупный гарнизон, боевые слоны, кавалерия, колесницы, лучники, знаменосцы, офицеры, солдаты из запасных частей, знаменитые князья, герои, пехота и рабы. Благодаря этой пятой необходимой вещи крепость хорошо защищает тех, кто находится внутри, и может отразить и так у тех, кто нападет снаружи. Далее, у царской приграничной крепости есть стражник, следящий за воротами, мудрый, опытный, умный, он не впускает тех, кого не знает и впускает тех, кого знает. Благодаря этой шестой необходимой вещи крепость хорошо защищает тех, кто находится внутри, и может отразить и так у тех, кто нападет снаружи. Далее, у царской приграничной крепости есть бастионы, высокие и прочные, полностью покрытые штукатуркой. Благодаря этой седьмой необходимой вещи крепость хорошо защищает тех, кто находится внутри, и может отразить и так у тех, кто нападет снаружи. Таковы семь необходимых вещей, с помощью которых крепость хорошо снабжена. И каковы четыре типа еды, которые она может обеспечить легко и без проблем? Вот в царской приграничной крепости имеются большие запасы травы, древесины и воды, способствующие удовольствию, удобству и комфорту тех, кто находится внутри, и отражению так и тех, кто нападет снаружи. Далее, в ней имеются большие запасы кунжута, зеленого горошка и других бобовых, способствующие удовольствию, удобству и комфорту тех, кто находится внутри, и отражению так и тех, кто нападет снаружи. Далее, в ней имеются различные виды укрепляющей еды, топленого масла, свежего масла, меда, патоки и соли, способствующие удовольствию, удобству и комфорту тех, кто находится внутри, и отражению так и тех, кто нападет снаружи. Таковы четыре типа еды, которые крепость может обеспечить легко и без проблем. И когда царская приграничная крепость хорошо снабжена семью необходимыми вещами, и может по желанию, легко и без проблем, обеспечить четыре вида еды, то говорится, что эта царская приграничная крепость не может быть повержена внешними врагами или предательскими союзниками. Точно так же, монахи, когда ученик благородных наделен семью благими качествами, он может достичь по желанию, легко и без проблем, четырех джхан, возвышенных состояний ума, что являются приятным пребыванием здесь и сейчас, и говорится, что он ученик благородных, которого не может сразить мара, не может одолеть злой. И какими семью качествами он наделен? Один, подобно тому, как у царской приграничной крепости есть прочный фундамент, что глубоко укоренен, хорошо уложен, неподвижный и непоколебимый, что защищает тех, кто внутри и отражает атаку тех, кто нападает снаружи. Так и ученик благородных имеет веру, убежден в пробуждении Татхагаты, в самом деле благословенный, достойный, воистину самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Имея веру в качестве своего прочного фундамента, ученик благородных отбрасывает то, что неумело, развивает то, что умело, отбрасывает то, что порицаемо, развивает то, что непорицаемо, следит за собой с чистотой. Таково первое благое качество, которым он наделен. Два, подобно тому, как у царской приграничной крепости есть ров, глубокий и широкий, что защищает тех, кто внутри и отражает атаку тех, кто нападает снаружи. Так и ученик благородных имеет чувство стыда. Он стыдится неблагого поведения телом, речью и умом. Он стыдится падения в неблагие и неумелые действия. Имея стыд в качестве своего рва, ученик благородных отбрасывает то, что неумело, развивает то, что умело, отбрасывает то, что порицаемо, развивает то, что непорицаемо, следит за собой с чистотой. Таково второе благое качество, которым он наделен. 3. Подобно тому, как у царской приграничной крепости есть окружная дорога, высокая и широкая, что защищает тех, кто внутри и отражает атаку тех, кто нападает снаружи, так и ученик благородных имеет боязнь совершить проступок. Он боится совершить проступок телом, речью и умом. Он боится падения в неблагие и неумелые действия. Имея боязнь совершить проступок в качестве своей окружной дороги, ученик благородных отбрасывает то, что неумело, развивает то, что умело, отбрасывает то, что порицаемо, развивает то, что непорицаемо, следит за собой с чистотой. Таково третье благое качество, которым он наделен. 4. Подобно тому, как у царской приграничной крепости есть арсеналы с многочисленными оружиями, стрелами и снарядами для метания, ради защиты тех, кто внутри и отражение атаки тех, кто нападет снаружи, так и ученик благородных много слышал, запомнил то, что услышал, сохранил то, что услышал. Все те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, как в букве, так и в духе, провозглашающие святую жизнь во всей полноте и чистоте, все это он часто слушал, запоминал, обсуждал, накапливал, изучал в своем уме, исправлял свои воззрения в соответствии с этим. Имея изучение в качестве своего оружия, ученик благородных отбрасывает то, что неумело, развивает то, что умело, отбрасывает то, что порицаемо, развивает то, что непорицаемо, следит за собой с чистотой. Таково четвертое благое качество, которым он наделен. 5. Подобно тому, как у царской приграничной крепости есть крупный гарнизон, боевые слоны, кавалерия, колесницы, лучники, знаменосцы, офицеры, солдаты из запасных частей, знаменитые князья, герои, пехоты и рабы, ради защиты тех, кто внутри и отражение атаки тех, кто нападет снаружи. Так и ученик благородных поддерживает усердие к оставлению неумелых умственных качеств и к взращиванию умелых умственных качеств, устойчив, неизменен в своем усердии, не избегает обязанности по отношению к умелым умственным качествам. Имея усердие в качестве своей армии, ученик благородных отбрасывает то, что неумело, развивает то, что умело, отбрасывает то, что порицаемо, развивает то, что непорицаемо, следит за собой с чистотой. Таково пятое благое качество, которым он наделен. 6. Подобно тому, как у царской приграничной крепости есть стражник, следящий за воротами, мудрый, опытный, умный, не впускающий тех, кого не знает и впускающий тех, кого знает, ради защиты тех, кто внутри и отражение атаки тех, кто нападет снаружи, так и ученик благородных внимателен, крайне дотошен к мелочам, запоминает и может вспомнить даже то, что было сказано и сделано давным-давно. 7. Имея осознанность в качестве своего стражника, ученик благородных отбрасывает то, что неумело, развивает то, что умело, отбрасывает то, что порицаемо, развивает то, что непорицаемо, следит за собой с чистотой. Таково шестое благое качество, которым он наделен. 7. Подобно тому, как у царской приграничной крепости есть бастионы, высокие и прочные, полностью покрытые штукатуркой, что защищают тех, кто внутри и отражает атаку тех, кто нападает снаружи, так и ученик благородных мудр, наделен мудростью, различающей происхождение и исчезновение, благородной, проникающей, ведущей к правильному окончанию страданий. 8. Имея мудрость в качестве бастионов, ученик благородных отбрасывает то, что неумело, развивает то, что умело, отбрасывает то, что порицаемо, развивает то, что непорицаемо, следит за собой с чистотой. 9. Таково седьмое благое качество, которым он наделен. Таковы семь благих качеств, которыми он наделен. 10. И что является четырьмя джханами, возвышенными состояниями ума, что являются приятным пребыванием здесь и сейчас, которых он может достичь по желанию, легко и без проблем? 11. Подобно тому, как в царской приграничной крепости имеются большие запасы травы, древесины и воды, способствующие удовольствию, удобству и комфорту тех, кто находится внутри, и отражению таки тех, кто нападет снаружи, так и ученик благородных, в достаточной мере оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие. 12. Рожденные этим оставлением сопровождаются направлением ума на объект медитации и удержанием ума на этом объекте, ради своего собственного удовольствия, удобства, комфорта, и восхождения к неббане. 13. Подобно тому, как в царской приграничной крепости имеются большие запасы риса и чменя, способствующие удовольствию, удобству и комфорту тех, кто находится внутри, и отражению таки тех, кто нападет снаружи, так и ученик благородных с успокоением направления и удержания ума, входит и пребывает во второй джхане, его наполняют восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, и единение ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает во внутренней устойчивости, ради своего собственного удовольствия. Удовольствия, удобства, комфорта, и восхождению к неббане. Подобно тому, как в царской приграничной крепости имеются большие запасы кунжута, зеленого горошка и других бобовых, способствующие удовольствию, удобству и комфорту тех, кто находится внутри, и отражению таки тех, кто нападет снаружи, так и ученик благородных с успокоением восторга становится невозмутимым, осознанным и бдительным, и ощущает удовольствие. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, непоколебимый и осознанный, он пребывает в приятном пребывании, ради своего собственного удовольствия, удобства, комфорта, и восхождения к неббане. Подобно тому, как в царской приграничной крепости имеются запасы укрепляющей еды, топленого масла, свежего масла, меда, патоки и соли, способствующие удовольствию, удобству и комфорту тех, кто находится внутри, и отражению таки тех, кто нападет снаружи, так и ученик благородных с успокоением удовольствия и боли, вместе с более ранним исчезновением радости и недовольства, входит и пребывает в четвертой джхане, он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в ни удовольствии ни боли, ради своего собственного удовольствия, удобства, комфорта, и восхождения к неббане. Таковы четыре джханы, возвышенных состояний ума, что являются приятным пребыванием здесь и сейчас, которых он может достичь по желанию, легко и без проблем. Когда ученик благородных наделен этими семью благими качествами и может по желанию, легко и без проблем, достичь этих четырех джхан, возвышенных состояний ума, что являются приятным пребыванием здесь и сейчас, то говорится, что он ученик благородных, которого не может сразить мара, не может одолеть злой. Тхамманию сутта, тот, кто знает Тхамму. А.Н. 7.68. Благословенный сказал, монахи, обладая семью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими семью? Вот монах является тем, кто знает Тхамму, знает значение, знает себя, знает умеренность, знает надлежащее время, знает собрание, и кто знает высшие и низшие типы личности. Один, и каким образом монах является тем, кто знает Тхамму? Вот монах знает Тхамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенное изречение, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы. Если монах не знал бы Тхаммы, бесед, вопросов и ответов, то его бы не называли тем, кто знает Тхамму. Но поскольку он знает Тхамму, беседы, вопросы и ответы, он зовется тем, кто знает Тхамму. Таким образом он является тем, кто знает Тхамму. Два, и каким образом монах является тем, кто знает значение? Вот монах знает значение того или иного утверждения, таково значение этого утверждения. Таково значение того утверждения. Если монах не знал бы значения того или иного утверждения, таково, то его бы не называли тем, кто знает значение. Но поскольку он знает значение утверждения, таково, он зовется тем, кто знает значение. Таким образом он является тем, кто знает Дхамму, и тем, кто знает значение. 3. И каким образом монах является тем, кто знает себя? Вот монах знает себя так, у меня столько-то веры, столько-то нравственности, столько-то учености, столько-то щедрости, столько-то мудрости, столько-то развлечения. Если монах не знал бы себя, у меня, то его бы не называли тем, кто знает себя. Но поскольку он знает себя, у меня, он зовется тем, кто знает себя. Таким образом он является тем, кто знает Дхамму, тем, кто знает значение, и тем, тем, кто знает себя. 4. И каким образом монах является тем, кто знает умеренность? Вот монах знает умеренность в принятии одеяний, еды, жилищ, лекарств и обеспечения для больных монахов. Если монах не знал бы умеренности в принятии, то его бы не называли тем, кто знает умеренность. Но поскольку он знает умеренность в принятии, он зовется тем, кто знает умеренность. Таким образом он является тем, кто знает Дхамму, тем, кто знает значение, тем, кто знает себя, и тем, кто знает умеренность. 5. И каким образом монах является тем, кто знает надлежащее время? Вот монах знает надлежащее время, вот время для изучения, вот время для вопрошения, вот время для приложения усилий в практике, вот время для затворничества. Если монах не знал бы надлежащего времени, вот время, то его бы не называли тем, кто знает надлежащее время. Но поскольку он знает надлежащее время, вот время, он зовется тем, кто знает надлежащее время. Таким образом он является тем, кто знает Дхамму, тем, кто знает значение, тем, кто знает себя, тем, кто знает умеренность, и тем, кто знает надлежащее время. 6. И каким образом монах является тем, кто знает собрание? Вот монах знает собрание, это собрание хатиев, это собрание брахманов, это собрание домохозяев, это собрание отшельников. У этих следует подходить к собранию так-то, следует остановиться так-то, следует действовать так-то, следует присаживаться так-то, следует говорить так-то, следует пребывать в молчании так-то. Если монах не знал бы собрание, это собрание, то его бы не называли тем, кто знает собрание. Но поскольку он знает собрание, это собрание. Он зовется тем, кто знает собрание. Таким образом он является тем, кто знает Дхамму, тем, кто знает значение, тем, кто знает себя, тем, кто знает умеренность, тем, кто знает надлежащее время, и тем, кто знает собрание. 7. И каким образом монах является тем, кто знает высшие и низшие типы личностей? Вот монах понимает личности в плане пар. Вот два человека. Один хочет видеть благородных, другой не хочет видеть благородных. То человек, который не хочет видеть благородных, в этом отношении достоин порицания. То человек, который хочет видеть благородных, в этом отношении достоин похвалы. Вот два человека, которые хотят видеть благородных, один хочет слушать благую Дхамму. Другой не хочет слушать благую Дхамму. То человек, который не хочет слушать благую Дхамму, в этом отношении достоин порицания. То человек, который хочет слушать благую Дхамму, в этом отношении достоин похвалы. Вот два человека, которые хотят слушать благую Дхамму, один хочет слушать Дхамму охотно. Другой не хочет слушать Дхамму охотно. То человек, который не хочет слушать Дхамму охотно, в этом отношении достоин порицания. То человек, который хочет слушать Дхамму охотно, в этом отношении достоин похвалы. Вот два человека, которые хотят слушать Дхамму охотно, один, услышав Дхамму, удерживает ее в уме. Другой, услышав Дхамму, не удерживает ее в уме. То человек, который, услышав Дхамму, не удерживает ее в уме, в этом отношении достоин порицания. То человек, который, услышав Дхамму, удерживает ее в уме, в этом отношении достоин похвалы. Вот два человека, которые, услышав Дхамму, удерживают ее в уме, один изучает значение учений, которые были удержаны в уме. Другой не изучает значение учений, которые были удержаны в уме. То человек, который не изучает, в этом отношении достоин порицания. То человек, который изучает, в этом отношении достоин похвалы. Вот два человека, которые изучают значение учений, что были удержаны в уме, один понял значение Идхаммы и далее практикуют в соответствии с Идхаммой, другой не понял значение Идхаммы и не практикуют в соответствии с Идхаммой. То человек, который не понял, в этом отношении достоин порицания. То человек, который понял, в этом отношении достоин похвалы. Вот два человека, которые поняли значение и Дхамму и далее практикуют в соответствии с Дхаммой, один практикуют ради собственного блага, но не ради благ других. Другой практикуют ради собственного блага и благ других. Один. То человек, который практикуют ради собственного блага, но не ради благ других, в этом отношении достоин порицания. То человек, который практикуют ради собственного блага и ради благ других, в этом отношении достоин похвалы. Вот каким образом этот монах понимает личности в плане пар. Вот каким образом этот монах является тем, кто знает высшие и низшие типы личности. Обладая этими семью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. 1. Смотри. Айн 8.25 и Айн 8.62, где объясняется, каким образом кто-либо практикует ради своего блага или ради благ других. Паричхаттока сутта, Паричхаттока. Айн 7.69. Благословенный сказал, монахи, когда листва кораллового дерева Паричхаттоки Дэвов Таватимсы стала желтой, Дэвы Таватимсы обрадованы, думая, листва кораллового дерева Паричхаттоки стала желтой. Вскоре ее листва опадет. Когда листва кораллового дерева Паричхаттоки Дэвов Таватимсы опала, Дэвы Таватимсы обрадованы, думая, листва кораллового дерева Паричхаттоки опала. Вскоре начнется завязка новых цветков и листьев. 1. Когда коралловое дерево Причхатаки Дэвов Таватимсы дало завязку, Дэвы Таватимсы обрадованы, думая, коралловое дерево Причхатаки дало завязку. Вскоре начнется разделение новых цветков и листьев. 2. Когда коралловое дерево Причхатаки Дэвов Таватимсы дало разделение, Дэвы Таватимсы обрадованы, думая, коралловое дерево Причхатаки дало разделение. Вскоре начнется формирование почек. Когда коралловое дерево Паричхатаки Дэвов Таватимсы сформировало почки, Дэвов Таватимсы обрадованы, думая, коралловое дерево Паричхатаки сформировало почки. Вскоре оно начнет раскрывать почки. Когда коралловое дерево Паричхатаки Дэвов Таватимсы раскрыло почки, Дэвов Таватимсы обрадованы, думая, коралловое дерево Паричхатаки раскрыло почки. Вскоре оно начнет полностью цвести. Когда коралловое дерево Причхатаки Дэвов Таватимсу начало полностью цвести, Дэвы Таватимсы обрадованы, и они проводят четыре небесных месяца у подножья кораллового дерева Причхатаки, наслаждаясь, будучи наделенными и обеспеченными пятью нитями божественных чувственных удовольствий. Когда коралловое дерево Причхатаки полностью зацвело, сияние распространяется на область в пятьдесят йоджин вокруг, а аромат ветер разносит на сто йоджин. Таково величие кораллового дерева Причхатаки. Один, точно так же, монахи, когда ученик благородных намеревается покинуть жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, то в этом случае он тот, чья листва стала желтой, подобно коралловому дереву Причхатаки Дэвов Таватимсы. Два, когда ученик благородных обрил волосы и бороду, надел желтые одежды, и покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, то в этом случае он тот, чья листва опала, подобно коралловому дереву Причхатаки Дэвов Таватимсы. 3. Когда, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, ученик благородных входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности, то в этом случае произошла его завязка, подобно коралловому дереву Причхатаки Девавтоватимсы. 4. Когда с угасанием направления и удержания ума на объекте ученик благородных входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения, то в этом случае произошло его разделение, подобно коралловому дереву Причхатаки Девавтоватимсы. 5. Когда с угасанием восторга ученик благородных пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом, когда он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии, то в этом случае он сформировал почки, подобно коралловому дереву Причхатаки Девавтоватимсы. 6. Когда с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, ученик благородных входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости, то в этом случае он раскрыл почки, подобно коралловому дереву Причхатаки Девавтоватимсы. 7. Когда с уничтожением пятен умственных загрязнений ученик благородных в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, то в этом случае он полностью зацвел, подобно коралловому дереву Причхатаки Девавтоватимсы. 3. И по этому случаю, монахи, девы, проживающие на земле, восклицают, этот достопочтенный такой-то, ученик того достопочтенного, в такой-то деревне или городе покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной и теперь с уничтожением загрязнения он в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Услышав клич дэвов, проживающих на земле, дэвы, управляемые четырьмя великими божественными царями, восклицают, этот достопочтенный посредством прямого знания. Услышав клич дэвов, управляемых четырьмя великими божественными царями, дэвы Таватимсы восклицают, дэву Ямы, дэву Туситы, дэвы, наслаждающиеся творениями, дэвы, управляющие творениями других, дэвы Свиты Брахмы восклицают, этот достопочтенный посредством прямого знания. И в тот момент, в то самое мгновение, в ту самую секунду клич доходит до мира Брахм. Таково духовное величие монаха, чьи пятна загрязнения ума уничтожены. 1. Комментарий поясняет, что в этом случае формируется сеть цветков и листьев, которые пока еще находятся вместе. 2. Комментарий поясняет, что в этом случае листья и цветки четко разделены и теперь растут отдельно. 3. Примечание переводчика СВ. Если судить по этой метафоре, полное уничтожение и загрязнение возможно только при достижении всех четырех тшхан. В противном случае получалось бы, что существует возможность зацвести, минуя некоторые важные промежуточные этапы. Также не безинтересно отметить, что четыре тшханы в ДН-2 называются плодами отшельничества, что прекрасно согласуется с метафорой в данной суте. Саккача сутта «Уважение!» АН-770. И затем, по мере того как достопочтенный Сарипута пребывал в затворничестве, следующее раздумие возникло у него в уме, что монаху следует чтить и уважать, и в зависимости от чего ему нужно пребывать, так чтобы он смог отбросить неблаго и развить благое. И тогда мысль пришла к нему, один, монах должен чтить и уважать, и пребывать в зависимости от учителя, так чтобы он смог отбросить неблагое и развить благое. Два, он должен чтить и уважать, и пребывать в зависимости от Дхаммы. Три, Сангхи. Четыре, практики. Пять, сосредоточение. Шесть, прилежание. Семь, гостеприимство, так чтобы он смог отбросить неблагое и развить благое. И тогда мысль пришла к достопочтенному Сарепуте, эти качества были очищены и отмыты во мне. Что если я отправлюсь к благословенному и расскажу ему о них, так они станут очищенными во мне еще больше, и еще больше будут известны как очищенные. Это как если бы человек нашел слиток золота, очищенный и отмытый. И мысль пришла бы к нему, этот мой слиток золота очищен и отмыт. Что если я пойду и покажу его золотых дел мастерам? И затем, когда этот мой слиток золота будет показан золотых дел мастерам, он будет очищен еще больше и будет еще больше известен как очищенный. Точно так же, эти качества были очищены и отмыты во мне. Что если я отправлюсь к благословенному и расскажу ему о них? Так, они станут очищенными во мне еще больше, и еще больше будут известны как очищенные. И тогда, вечером, достопочтенный Сарепута вышел из затворничества и отправился к благословенному. Он поклонился ему, сел рядом, и сказал, учитель, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, следующее раздумье возникло у меня, что монаху следует чтить. Так, они станут очищенными во мне еще больше, и еще больше будут известны как очищенные. Хорошо, хорошо, Сарепута. Монах должен чтить и уважать, и пребывать в зависимости от учителя, так чтобы он смог отбросить неблаго и развить благое. Он должен чтить и уважать, и пребывать в зависимости от Дхаммы. Сангхи. Практики. Сосредоточение. Прилежание. Гостеприимство, так чтобы он смог отбросить неблаго и развить благое. Когда так было сказано, достопочтенный Сарипутта сказал благословенному, учитель, вот как я понимаю в подробностях значение утверждения, сказанного благословенным вкратце, не может быть такого, учитель, чтобы монах, у которого нет уважения к учителю, мог бы иметь уважение к Дхамме. У монаха, у которого нет уважения к учителю, также нет уважения и к Дхамме. Не может быть такого, учитель, чтобы монах, у которого нет уважения к учителю и Дхамме, мог бы иметь уважение к Сангхе. У монаха, у которого нет уважения к учителю и Дхамме, также нет уважения и к Сангхе. Не может быть такого, учитель, чтобы монах, у которого нет уважения к учителю, Дхамме и Сангхе, мог бы иметь уважение к практике. У монаха, у которого нет уважения к учителю, Дхамме и Сангхе, также нет уважения и к практике. Не может быть такого, учитель, чтобы монах, у которого нет уважения к учителю, Дхамме, Сангхе и практике, мог бы иметь уважение к сосредоточению. У монаха, у которого нет уважения к учителю, дхаме, сангхе, и практике, также нет уважения и к сосредоточению. Не может быть такого, учитель, чтобы монах, у которого нет уважения к учителю, дхаме, сангхе, практике, сосредоточению, мог бы иметь уважение к прилежанию. У монаха, у которого нет уважения к учителю, дхаме, сангхе, практике, сосредоточению, также нет уважения и к прилежанию. Не может быть такого, учитель, чтобы монах, у которого нет уважения к учителю, тхаме, санхе, практике, сосредоточению, прилежанию, мог бы иметь уважение к гостеприимству. У монаха, у которого нет уважения к учителю, тхаме, санхе, практике, сосредоточению, прилежанию, также нет уважения и к гостеприимству. И наоборот, не может быть такого, учитель, чтобы у монаха, у которого есть уважение к учителю, не было бы уважения к тхаме. У монаха, у которого есть уважение к учителю, есть и уважение к Дхамме. Не может быть такого, учитель, чтобы у монаха, у которого есть уважение к учителю и Дхамме. К учителю, Дхамме, и Сангхе. К учителю, Дхамме, Сангхе, и Практике. К учителю, Дхамме, Сангхе, Практике, и Сосредоточению. К учителю, Дхамме, Сангхе, Практике, Сосредоточению, и Прилежанию, не было бы уважения к гостеприимству. У монаха, у которого есть уважение к учителю, тхаме, сангхе, практике, сосредоточению и прилежанию, есть уважение к гостеприимству. Вот как, учитель, я понимаю в подробностях значения утверждения, сказанного благословенным в Крадзе. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Хорошо, что ты так понимаешь в подробностях значения утверждения, сказанного мной в Крадзе. Действительно, Сарипутта, не может быть такого, чтобы монах, у которого нет уважения к учителю, мог бы иметь уважение к тхаме. У монаха, у которого нет уважения к учителю, также нет уважения и к тхаме. 1. У монаха, у которого есть уважение к учителю, тхаме, сангхе, практике, сосредоточению и прилежанию, есть уважение к гостеприимству. Вот каким образом, Сарипутта, следует в подробностях понимать значение утверждения, сказанного мной в Крадзе. Один, Будда повторяет все утверждение Сарипутты целиком. Хавана Сутта, Развитие А.Н. 7.71 Благословенный сказал, монахи, когда монах не настроен на развитие, то даже если он пожелает, пусть мой ум освободится от пятен загрязнений ума посредством нецепляния, то все равно его ум не освободится от пятен посредством нецепляния. И почему? Потому что у него нет развития. Нет развития чего? Один, четырех основ осознанности. Два, четырех правильных стараний. Три, четырех основ сверхъестественной силы. Четыре, пяти качеств. Пять, пяти сил. Шесть, семи факторов просветления. Семь, благородного восьмеричного пути. Представьте курицу с восемью, десятью, или двенадцатью яйцами, которые она бы не укрыла, не высидела, не взрастила правильным образом. Даже если бы она пожелала, пусть мои цыплята пробьют скорлупку остриями своих когтей и клювом и благополучно вылупятся, то все равно цыплята не смогут так сделать. И почему? Потому что курица не укрыла, не высидела, не взрастила свои яйца правильным образом. Точно так же, монахи, когда монах не настроен на развитие, то даже если он пожелает, его ум не освободится. Потому что у него нет развития. Нет развития чего? Четырех основ осознанности. Благородного восьмеричного пути. Монахи, когда монах настроен на развитие, то даже если он не пожелает, пусть мой ум освободится от пятен посредством нецепляния, то все равно его ум освободится от пятен посредством нецепляния. И почему? Из-за его развития. Развитие чего? Четырех основ осознанности. Благородного восьмеричного пути. Представьте курицу с восемью, десятью, или двенадцатью яйцами, которые она бы укрыла, высидела, взрастила правильным образом. Даже если бы она не пожелала, пусть мои цыплята пробьют скорлупку остриями своих когтей и клювом и благополучно вылупятся, то все равно цыплята смогут так сделать. И почему? Потому что курица укрыла, высидела, взрастила свои яйца правильным образом. Точно так же, монахи, когда монах настроен на развитие, то даже если он не пожелает, его ум освободится. И почему? Из-за его развития. Развитие чего? Четырех основ осознанности. Благородного восьмеричного пути. Когда, монахи, плотник или ученик плотника видит следы углубления пальцев и большого пальца на рукоятке своего Тесла, он не знает, вот настолько-то рукоятка Тесла износилась сегодня, вот настолько-то вчера, вот настолько-то ранее. Но когда она износилась, он знает, что она износилась. Точно так же, монахи, когда монах настроен на развитие, то хотя он не знает, вот настолько-то мои пятна умственных загрязнений износились сегодня, вот настолько-то вчера, вот настолько-то ранее, все же, когда они износились, он знает, что они износились. Представьте, монахи, как если бы морской корабль был бы оснащен такелажем, который бы изнашивался в воде в течение шести месяцев. Его бы вытащили на сушу во время холодного сезона, и его такелаж далее подвергался бы атакам ветра и солнца. Затопленный дождем из дождевого облака, такелаж легко бы обвалился и прогнил. Точно так же, монахи, когда монах настроен на развитие, его оковы с легкостью разваливаются и прогнивают. Аггисута, пламя. АН 7-72. Так я слышал. Однажды Благословенный странствовал по стране Касау вместе с Большой Сангхой монахов. И затем, идя по дороге, в некоем месте Благословенный увидел огромное пламя, горящее, кулающее, полыхающее. Он сошел с дороги, сел на подготовленное для него сидение у подножья некоего дерева, и обратился к монахам, монахи, видите ли вы это огромное пламя, горящее, кулающее, полыхающее? Да, учитель. Один, как вы думаете, монахи? Что лучше, обнять это огромное пламя, горящее, кулающее, полыхающее, и сесть или лечь рядом с ним, или же обнять девушку с мягкими и нежными руками и ногами из клана кхотиев, брахманов или домохозяев, и сесть или лечь рядом с ней? Куда лучше, учитель, обнять девушку с мягкими и нежными руками и ногами из клана кхотиев, брахманов, или домохозяев, и сесть или лечь рядом с ней. Было бы болезненным обнять это огромное пламя, горящее, кулающее, полыхающее, и сесть или лечь рядом с ним. Я уведомляю вас, монахи, что для безнравственного человека с плохим характером, того, кто нечист и подозрителен в своем поведении, вскрытен в своих делах, не отшельник, хотя и заявляет о себе как о таковом, внутренне прогнившей, порочной, развращенной, было бы куда лучше обнять это огромное пламя, горящее, кулающее, полыхающее, и сесть или лечь рядом с ним. И почему? Потому что из-за этого он бы пережил смерть или смертельную боль, но из-за этого он бы не переродился после смерти, после распада тела, в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но когда это безнравственный человек обнимает девушку с мягкими и нежными руками и ногами из клана кхатиев, брахманов или домохозяев, и садится или ложится рядом с ней, то это ведет к его вреду и страданию в течение долгого времени. После распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Два, как вы думаете, монахи? Что лучше, чтобы сильный человек обвязал бы прочную веревкой из конского волоса чьей-либо голени, а затем стянул бы так, что она прорезала внешнюю кожу, внутреннюю кожу, плоть, сухожилия, и кость, покуда не дойдет до костного мозга, или же согласится принять почтение от зажиточных кхатиев, зажиточных брахманов или домохозяев? Куда лучше, учитель, согласится принять почтение от зажиточных кхатиев, зажиточных брахманов или домохозяев? Было бы болезненно, если бы сильный человек обвязал бы прочной веревкой, покуда не дойдет до костного мозга. Я уведомляю вас, монахи, что для безнравственного человека было бы куда лучше, если бы сильный человек обвязал бы его голени прочной веревкой, покуда не дойдет до костного мозга. И почему? Почему? Потому что из-за этого он бы пережил смерть или смертельную боль, но из-за этого он бы не переродился после смерти, после распада тела, в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но когда это безнравственный человек соглашается принять почтение от зажиточных кхатиев, зажиточных брахманов или домохозяев, то это ведет к его вреду и страданию в течение долгого времени. После распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Три, как вы думаете, монахи? Что лучше, чтобы сильный человек ударил бы кого-либо в грудь острым копьем, смазанным маслом, или же согласиться принять почтительное приветствие от зажиточных кхатиев, брахманов или домохозяев? Куда лучше, учитель, согласиться принять почтительное приветствие от зажиточных кхатиев, зажиточных брахманов или домохозяев? Было бы болезненно, если бы сильный человек ударил бы кого-либо в грудь острым копьем, смазанным маслом. Я уведомляю вас, монахи, что для безнравственного человека было бы куда лучше, если бы сильный человек ударил бы его в грудь острым копьем, смазанным маслом. И почему? Потому что из-за этого он бы пережил смерть или смертельную боль, но из-за этого он бы не переродился после смерти, после распада тела, в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но когда это безнравственный человек соглашается принять почтительное приветствие от зажиточных кхотиев, зажиточных брахманов или домохозяев, то это ведет к его вреду и страданию в течение долгого времени. После распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. 4. Как вы думаете, монахи, что лучше, чтобы сильный человек обернул бы раскаленный железный лист, горящий, кулающий, полыхающий, вокруг чего-либо тела, или же использовать одеяние, из веры подаренной зажиточными кхотиевами, брахманами или домохозяевами? Куда лучше, учитель, использовать одеяние, из веры подаренной зажиточными кхотиевами, брахманами или домохозяевами? Было бы болезненно, если бы сильный человек обернул бы раскаленный железный лист, горящий, кулающий, полыхающий, вокруг чего-либо тела. Я уведомляю вас, монахи, что для безнравственного человека было бы куда лучше, если бы сильный человек обернул бы раскаленный железный лист, горящий, кылающий, полыхающий, вокруг его тела. И почему? Потому что из-за этого он бы пережил смерть или смертельную боль, но из-за этого он бы не переродился после смерти, после распада тела, в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но когда это безнравственный человек использует одеяние, из веры подаренной зажиточными кхаттями, брахманами или домохозяевами, то это ведет к его вреду и страданию в течение долгого времени. После распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. 5. Как вы думаете, монахи, что лучше, чтобы сильный человек раскрыл бы чей-либо рот раскаленным железным штырем, горящим, кылающим, полыхающим, и положил бы ему в рот раскаленный медный шар, горящий, кылающий, полыхающий, который сжег бы его губы, рот, язык, глотку, и желудок и выпал бы снизу вместе с кишками, или же есть иду, из веры подаренную зажиточными кхаттями, брахманами или домохозяевами? Куда лучше, учитель, есть иду, из веры подаренную зажиточными кхаттями, брахманами или домохозяевами. Было бы болезненно, если бы сильный человек снизу вместе с кишками. Я уведомляю вас, монахи, что для безнравственного человека было бы куда лучше, если бы сильный человек раскрыл бы его рот раскаленным железным штырем, горящим, кулающим, полыхающим, и положил бы ему в рот раскаленный медный шар, горящий, кулающий, полыхающий, который сжег бы его губы, рот, язык, глотку и желудок и выпал бы снизу вместе с кишками. И почему? Потому что из-за этого он бы пережил смерть или смертельную боль, но из-за этого он бы не переродился после смерти, после распада тела, в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но когда это безнравственный человек, ест ду, из веры подаренную зажиточными кхатьями, брахманами или домохозяевами, то это ведет к его вреду и страданию в течение долгого времени. После распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. 6. Как вы думаете, монахи? Что лучше, чтобы сильный человек схватил бы кого-либо за голову или плечи и усадил или уложил на раскаленный железный стул или кровать, горящую, кылающую, полыхающую, или же использовать кровать или стул, из веры подаренной зажиточными кхатьями, брахманами или домохозяевами? Куда лучше, учитель, использовать кровать или стул, из веры подаренной зажиточными кхатьями, брахманами или домохозяевами? Было бы болезненно, если бы сильный человек на раскаленный железный стул или кровать, горящую, кылающую, полыхающую. Я уведомляю вас, монахи, что для безнравственного человека. Было бы куда лучше, если бы сильный человек схватил бы его за голову или плечи и усадил или уложил на раскаленный железный стул или кровать, горящую, кылающую, полыхающую. И почему? Потому что из-за этого он бы пережил смерть или смертельную боль, но из-за этого он бы не переродился после смерти, после распада тела, в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но когда это безнравственный человек использует кровать или стул, и зверы подарены зажиточными к хотиме, брахманами или домохозяевами, то это ведет к его вреду и страданию в течение долгого времени. После распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Семь, как вы думаете, монахи? Что лучше, чтобы сильный человек схватил бы кого-либо, перевернул вниз головой и бросил бы в раскаленный медный котел, горящий, кылающий, полыхающий, и пока он варился бы там в бурлящей пене, иногда бы всплывал, иногда бы тонул, иногда бы плавал, или же использовать жилище, из веры подаренной зажиточными к хотиме, брахманами или домохозяевами? Куда лучше, учитель, использовать жилище, из веры подаренной зажиточными к хотиме, брахманами или домохозяевами? Было бы болезненно, если бы сильный человек иногда бы тонул, иногда бы плавал. Я уведомляю вас, монахи, что для безнравственного человека с плохим характером, Того, кто нечист и подозрителен в своем поведении, вскрытен в своих делах, не отшельник, хотя и заявляет о себе как о таковом, внутренне прогнившей, порочной, развращенной, было бы куда лучше, чтобы сильный человек схватил бы его, перевернул вниз головой и бросил бы в раскаленный медный котел, горящий, пылающий, полыхающий, и пока он варился бы там бурлящей пени, иногда бы всплывал, иногда бы тонул, иногда бы плавал. И почему? Потому что из-за этого он бы пережил смерть или смертельную боль, но из-за этого он бы не переродился после смерти, после распада тела, в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но когда это безнравственный человек использует жилище, из веры подаренное зажиточными кхатьями, брахманами или домохозяевами, то это ведет к его вреду и страданию в течение долгого времени. После распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, когда мы используем одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечение для больных, то все эти услуги, предоставляемые нам другими людьми, принесут им большой плод и пользу. А этот наш уход из домохозяйской жизни в жизнь бездомную не будет бесплодным, но будет плодородным и плодотворным. Вот как вы должны тренировать себя. Пометуя о собственном благе, монахи, этого достаточно для старания ради цели с прилежанием. Пометуя о благе других, этого достаточно для старания ради цели с прилежанием. Пометуя о благе обоих, этого достаточно для старания ради цели с прилежанием. Так сказал благословенный. И по мере того, как произносилось это наставление, шестьдесят монахов вырвало горячей кровью. Шестьдесят монахов оставили монашескую тренировку и вернулись к низшей жизни домохозяина, сказав, слишком трудно осуществить это, благословенный, очень сложно осуществить. А у мы еще шестидесяти монахов были освобождены от загрязнений посредством нецепляния. Один. Один, комментарий поясняет, что шестьдесят монахов, которых вырвало кровью, совершили до этого момента параджику, самое серьезное нарушение Винае, автоматически до конца жизни исключающие этого человека из монашества, даже если никто другой не видел его проступка. Те, кто вернулись к мирской жизни, совершали менее серьезные нарушения. Далее, по пояснению комментария, наставление было полезно и для первой категории, и для второй. Первое, если бы не услышали его, продолжали бы копить плохую каму, их ожидало бы рождение в нижних мирах. Но, услышав его, они образумились, стали самонерами, младшее монашеское посвящение, совершившее параджику не может более получить высшее, и, по мере стараний, некоторые смогли достичь вступления в поток, некоторые – однажды возвращения, некоторые – невозвращения, а некоторые – только лишь – перерождение в небесных мирах. Монахи из второй категории, вернувшись к мирской жизни, жили как праведные миряне, и некоторые из них также смогли достичь вступления в поток, однажды возвращения, невозвращения, перерождение в небесных мирах. Сунетта сутта, Сунетта. А.Н. 7.73. Благословенный сказал, один, монахи, в прошлом был учитель по имени Сунетта, основатель религиозного движения без жажды к чувственным удовольствиям. У учителя Сунеты было много сотен учеников, которых он учил Дхамме для достижения мира Брахм. Когда он учил, те, кто не поверили ему, после распада тела, после смерти, переродились в состояние лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но те, кто поверили ему, переродились в благом уделе, в небесном мире. Два, в прошлом, монахи, был учитель по имени Мугапакха. Три, был учитель по имени Аранеми. Четыре, был учитель по имени Кудалака. Пять, была учитель по имени Хаддхипала. Шесть, был учитель по имени Джитипала. Семь, был учитель по имени Арака, основатель религиозного движения без жажды к чувственным удовольствиям. У учителя Араки было много сотен учеников, которых он учил Дхамме для достижения мира Брахм. Когда он учил, те, кто не поверили ему, после распада тела, после смерти, переродились в состояние лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но те, кто поверили ему, переродились в благом уделе, в небесном мире. Как вы думаете, монахи? Эти семь учителей были основателями религиозных движений, были людьми без жажды к чувственным удовольствиям, имевшими свиты из многих сотен последователей. Если бы кто-либо с умом, полным ненависти, обругал и оскорбил бы их и их общины учеников, то разве не накопил бы он этим самым много неблагих заслуг? Так оно, учитель. Если кто-либо с умом, полным ненависти, обругал бы и оскорбил бы этих семерых учителей вместе с их общинами учеников, то он накопил бы этим самым много неблагих заслуг. Но если кто-либо с умом, полным ненависти, обругает и оскорбит хотя бы одного человека, совершенного воззрения их, то он накопит еще больше неблагих заслуг. И почему? Потому что, я говорю вам, монахи, вред, причиненный самому себе от оскорбления посторонних не сравнится с тем, что будет причинен себе от оскорбления ваших товарищей-монахов. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы не допустим, чтобы в наших умах возникла ненависть по отношению к нашим товарищам-монахам. Вот, монахи, как вы должны тренировать себя. Арака сутта, Арака. АН 7-74. Благословенный сказал, монахи, в прошлом был учитель по имени Арака, основатель религиозного движения без жажды к чувственным удовольствиям. У учителя Араки было много сотен учеников, которых он учил Дхаммитак, брахманы, жизнь людей коротка, ограничена и скоротечена. Она полна страданий, полна мучений. Следует мудро осознать это. Следует делать благое и вести святую жизнь, ведь никто рожденный не может сбежать смерти. 1. Подобно тому, как капля росы на кончике травинки быстро исчезает на рассвете и не длится долго, то точно так же, брахманы, человеческая жизнь подобна капле росы. Она ограничена и скоротечена. Она полна страданий, полна мучений. Следует мудро осознать это. Следует делать благое и вести святую жизнь, ведь никто рожденный не может сбежать смерти. 2. Подобно тому, как когда мощные капли дождя падают с неба, водяные пузыри быстро исчезают и не длится долго, то точно так же, брахманы, человеческая жизнь подобна водяному пузырю. Она ограничена. Не может сбежать смерти. 3. Подобно тому, как линия, прочерченная на воде палкой, быстро исчезает и не длится долго, то точно так же, брахманы, человеческая жизнь подобна линии, прочерченной на воде палкой. Она ограничена. Не может сбежать смерти. 4. Подобно текущей сгоры реки с бурным потоком, что протекает длительное расстояние, несет с собой множество обломков, не замирает ни на мгновение, ни на миг, ни на секунду, но мчится, бурлит, течет вперед, то точно так же, брахманы, человеческая жизнь подобна горному потоку. Она ограничена. Не может сбежать смерти. 5. Подобно тому, как сильный человек мог бы набрать на кончике своего языка комок слюны и без проблем выплюнуть его, то точно так же, брахманы, человеческая жизнь подобна комку слюны. Она ограничена. Не может сбежать смерти. 6. Подобно куску мяса, брошенному на железную сковороду, раскаляемую целый день, что быстро исчезает и не длится долго, то точно так же, брахманы, человеческая жизнь подобна куску мяса. Она ограничена. Не может сбежать смерти. 7. Подобно тому, как когда коровы идут на убой в скотобойню, какую бы ногу она ни поднимала, она лишь все ближе к убою, ближе к смерти, то точно так же, брахманы, человеческая жизнь подобна корове, обреченной на убой. Она ограничена и скоротечена. Она полна страданий, полна мучений. Следует мудро осознать это. Следует делать благо и вести святую жизнь, ведь никто рожденный не может сбежать смерти. Но, монахи, в то время срок человеческой жизни равнялся шестидесяти тысячам лет, а девушек выдавали замуж в возрасте пятисот. В то время у людей было только лишь шесть недугов, жара, холод, голод, жажда, мочеиспускание, дефекация. И хотя у людей был такой длительный срок жизни, и хотя они жили так долго, и хотя у них было так мало недугов, тем не менее, учитель Арака давал своим ученикам это учение, брахманы, жизнь людей коротка, ограничена и скоротечена. Она полна страданий, полна мучений. Следует мудро осознать это. Следует делать благо и вести святую жизнь, ведь никто рожденный не может сбежать смерти. Но ныне, монахи, кто-либо мог бы правдиво сказать, жизнь людей ограничена и скоротечена. Она полна страданий, полна мучений. Следует мудро осознать это. Следует делать благо и вести святую жизнь, ведь никто рожденный не может сбежать смерти. Ведь ныне тот, кто проживает долгую жизнь, живет лишь сотню лет или чуть больше. И если он живет сотню лет, он проживает всего лишь 300 сезонов, сотню зим, сотню лет, сотню сезонов дождей. Проживая 300 сезонов, он проживает всего лишь 12 сотен месяцев, 4 сотни зимних месяцев, 4 сотни летних месяцев и 4 сотни месяцев дождей. Проживая 24 сотни половин месяца, он проживает всего лишь 36 тысяч ночей, 12 тысяч зимних ночей, 12 тысяч летних ночей и 12 тысяч дождливых ночей. Проживая 36 тысяч ночей, он съедает всего лишь 72 тысячи обедов, 24 тысячи обедов зимой, 24 тысячи обедов летом и 24 тысячи обедов в сезон дождей. И сюда входит прием молока матери, а также то время, когда есть помехи для приема пищи. Вот каковы помехи для приема пищи. Злой человек не ест обед. Когда человек охвачен болью, он не ест обед. Больной человек не ест обед. Соблюдающую посадку не ест обед. Когда человек не получает еду, он не ест обед. Так, монахи, в отношении человека со сроком жизни в сотню лет я сосчитал его срок жизни, границу его срока жизни, количество сезонов, лет, месяцев, половин месяцев его жизни, количество его ночей, дней, обедов, и перечислил помехи к принятию пищи. Все, что должен сделать сострадательный учитель с состраданием к своим ученикам и желанием благополучия, это я сделал для вас. Вон там, подножья деревьев, монахи. Там, пустые жилища. Медитируйте, монахи, не будьте беспечными, не впадайте потом в сожаление. Таково наше наставление вам. Патхама Виная Тхара Сутта, знаток Винаи 1. АН 7.75. Благословенный сказал, монахи, обладая этими семью качествами, монах является экспертом Винаи. Какими семью? Один, он знает, что является нарушением. Два, он знает, что не является нарушением. Три, он знает, что такое легкое нарушение. Четыре, он знает, что такое серьезное нарушение. Пять, он нравственный. Он пребывает, обуздывая себя патимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Шесть, он обретает без сложностей и проблем. Четыре, джханы, что являются высшим умом и приятными пребываниями в этой самой жизни. Семь, за счет уничтожения умственных загрязнений, в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Обладая этими семью качествами, монах является экспертом Винаи. Дутио Виная Тхара Сутта, знаток Винаи 2. А.Н. 7.76 Сутта идентична предыдущей А.Н. 7.75, но вместо пятого пункта здесь идет такой, пять, ему были хорошо и в подробностях переданы обе Патимокхи, они были хорошо им прояснены, тщательно освоены, хорошо определены в плане правил их детального разъяснения. Татио Виная Тхара Сутта, знаток Винаи 3. А.Н. 7.77 Сутта идентична предыдущей А.Н. 7.75, но вместо пятого пункта здесь идет такой, пять, он тот, кто тверд в Винае, непоколебим. Читутха Виная Тхара Сутта, знаток Винаи 4. А.Н. 7.78 Сутта идентична предыдущей А.Н. 7.75, но вместо пятого и шестого пункта здесь идут такие, пять, он вспоминает свои многочисленные прошлые жизни. Так он вспоминает свои многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Шесть, за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ. Различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. 1.1, раскрываются целиком по стандартной формуле, как, например, пункты 9 и 10 в А.Н. 11-14. Сутты А.Н. 7.79-82 Сутты идентичны А.Н. 7.75-78 соответственно, но здесь вместо фразы «является знатоком Винаи», идет фраза «является блестящим знатоком Винаи». Сосана сутта, учение А.Н. 7.83 И тогда достопочтенный Упали подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, было бы хорошо, если бы благословенный вкратце научил бы меня Дхамме так, чтобы, услышав Дхамму от благословенного, я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным. Упали, те вещи, о которых ты мог бы знать, эти вещи не ведут к, один, полному разочарованию, 2. К бесстрастию, 3. Прекращению, 4. Покою, 5. Прямому знанию, 6. Просветлению, 7. Нигбани, тебе следует четко распознать, это не Дхамма. Это не Виная. Это не учение Учителя. Но те вещи, о которых ты мог бы знать, эти вещи ведут к полному разочарованию, к бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, Нигбани, тебе следует четко распознать, это Дхамма. Это Виная. Это учение Учителя. Адхикаарана Самадха Сутта, Урегулирование. АН 7.84. Благословенный сказал, таковы эти семь принципов урегулирования дисциплинарных случаев ради урегулирования и разрешения любых дисциплинарных случаев, которые могут возникнуть. Какие семь? Один, может быть применено устранение присутствием. Два, может быть применено устранение памятью. Три, может быть применено устранение из-за прошлого безумия. Четыре, может быть применено признание нарушения. Пять, может быть применено мнение большинства. Шесть, может быть применено обвинение в серьезном проступке. Семь, может быть применено покрытие травой. Один. Таковы, монахи, семь принципов урегулирования дисциплинарных случаев ради урегулирования и разрешения любых дисциплинарных случаев, которые могут возникнуть. 1. Разъяснение этих принципов смотри в МН-104, а также в Винае 2, 73-104. Хикхусута, монах. АН-7-85. Благословенный сказал, «Монахи, с разрушением семи вещей человек является монахом». Каких семи? 1. Воззрение о существовании я разрушены. 2. Сомнения разрушены. 3. Цепляние к правилам и предписаниям разрушено. 4. Жажда разрушена. 5. Злоба разрушена. 6. Заблуждение разрушено. 7. Самомнение разрушено. С разрушением этих семи вещей человек является монахом. Сутты АН-7-86-92. Сутты аналогичны предыдущей АН-7-85. За некоторыми изменениями, монахи, посредством разрешения этих семи вещей человек является отшельником. Каких семи? Воззрение о существовании я разрешено. АН-7-86. Монахи, посредством изгнания этих семи вещей человек является брахманом. Каких семи? Воззрение о существовании я изгнано. АН-7-87. Монахи, посредством смывания этих семи вещей человек является ученым. Каких семи? Воззрение о существовании я смыто. АН-7-88. Монахи, посредством вымывания этих семи вещей человек является вымытым. Каких семи? Воззрение существования я вымыто. АН 789, монахи, из-за знания этих семи вещей человек является знатоком ведического знания. Каких семи? Воззрение существования я познано. АН 790, монахи, посредством врага убийства этих семи вещей человек является благородным. Каких семи? Воззрение существования я врага убито. АН 791, монахи, посредством удаления этих семи вещей человек является арахантом. Каких семи? Воззрение существования я удалено. АН 7.92. Асаддхамма сутта, нехороший. АН 7.93. Благословенный сказал, монахи, эти семеро обладают нехорошим характером. Какие семеро? Один, это тот, у кого нет веры. Два, это тот, у кого нет чувства стыда. Три, это тот, у кого нет боязни совершить проступок. Четыре, это тот, кто не ученый в Дхамме. Пять, это тот, кто ленивый. Шесть, это тот, у кого замутнен ум. Семь, это тот, кто не мудр. Эти семеро обладают нехорошим характером. Саддхамма сутта, хороший. АН 7.94. Благословенный сказал, монахи, эти семеро обладают хорошим характером. Какие семеро? Один, это тот, у кого есть вера. Два, это тот, у кого есть чувство стыда. Три, это тот, у кого есть боязнь совершить проступок. Четыре, это тот, кто ученый в Дхамме. Пять, это тот, кто усердный. Шесть, это тот, кто осознанный. Семь, это тот, кто мудрый. Эти семеро обладают хорошим характером. Чакхуаньчину паси сутта, созерцание непостоянства в глазе. АН 7.95. Сутта идентична АН 7.16, только вместо фразы «непостоянство во всех феноменах», здесь идет фраза «непостоянство в глазе». Сутты АН 7.96.102. Сутты идентичны предыдущей АН 7.95, только вместо фразы «непостоянство в глазе», здесь идет «пребывает в созерцании страдательности в глазе. АН 7-96, пребывает в созерцании безличности в глазе. АН 7-97, пребывает в созерцании уничтожения в глазе. АН 7-98, пребывает в созерцании исчезновения в глазе. АН 7-99, пребывает в созерцании угасания в глазе. АН 7-100, пребывает в созерцании прекращения в глазе. АН 7-101, пребывает в созерцании и оставление в глазе. АН-7-102. Сутты АН-7-103-6-14. Сутты идентичны группе Сутты АН-7-95-102, но вместо глаза здесь идут иные феномены – ухо, нос, язык, тело, ум, формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения, ментальные феномены, группа Сутты АН-7-103-190. Сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума, группа Сутты АН-7-191-238. Контакт глаза, контакт уха, контакт носа, контакт языка, контакт тела, контакт ума, группа Сутты АН-7-239-286. Чувство, рожденное контактом глаза, чувство, рожденное контактом уха, чувство, рожденное контактом носа, чувство, рожденное контактом языка, чувство, рожденное контактом тела, чувства, рожденное контактом ума, группа Суттайан 7-287-334. Восприятие форм, восприятие звуков, восприятие запахов, восприятие вкусов, восприятие тактильных ощущений, восприятие ментальных феноменов, группа Суттайан 7-335-382. Намерение к формам, намерение к звукам, намерение к запахам, намерение к вкусам, намерение к тактильным ощущениям, Намерение к ментальным феноменам Группа Суд Тайан 7383-430 Жажда к формам, жажда к звукам, жажда к запахам, жажда к вкусам, жажда к тактильным ощущениям, жажда к ментальным феноменам Группа Суд Тайан 7431-478 Направление ума на формы, направление ума на звуки, направление ума на запахи, направление ума на вкусы, направление ума на тактильные ощущения, направление ума на ментальные феномены Группа Суд Тайан 7479526 Удержание ума на формах, удержание ума на звуках, удержание ума на запахах, удержание ума на вкусах, удержание ума на тактильных ощущениях, удержание ума на ментальных феноменах, Группа Суд Тайан 7527574 Совокупность формы, совокупность чувства, совокупность восприятия, совокупность формации ума, совокупность сознания, Группа Суд Тайан 7575614 Патхама сутта, первая. А.Н. 7.615. Благословенный сказал, «Монахи, ради прямого знания жажды следует развивать семь вещей. Какие семь? 1. Осознанность как фактор просветления, 2. Исследование феноменов как фактор просветления, 3. Усердие как фактор просветления, 4. Восторг как фактор просветления, 5. Безмятежность как фактор просветления, 6. Сосредоточение как фактор просветления, 7. Невозмутимость как фактор просветления. Ради прямого знания жажды следует развивать эти семь вещей. Дутия сутта, вторая. А.Н. 7.616. Благословенный сказал, «Монахи, ради прямого знания жажды следует развивать семь вещей. Какие семь? 1. Восприятие непостоянства, 2. Восприятие безличности, 3. Восприятие непривлекательности, 4. Восприятие опасности, 5. Восприятие оставления, 6. Восприятие бесстрастия, 7. Восприятие прекращения. Ради прямого знания жажды следует развивать эти семь вещей». Татья сутта, третья. А.Н. 7.617. Благословенный сказал, «Монахи, ради прямого знания жажды следует развивать семь вещей. Какие семь? 1. Восприятие непривлекательности, 2. Восприятие смерти, 3. Восприятие невосхищения целым миром, 5. Восприятие непостоянства, 6. Восприятие страдательности в непостоянном, 7. Восприятие безличности в страдательном». Ради прямого знания жажды следует развивать эти семь вещей. Сутты А.Н. 7.618.644. Сутты идентичны А.Н. 7.615.617, но вместо «ради прямого знания жажды» здесь идут другие фразы «ради полного понимания жажды», «ради полного уничтожения жажды», «ради оставления жажды», «ради уничтожения жажды», «ради преудоления жажды», «ради угасания жажды», «ради прекращения жажды», «ради отказа от жажды», «ради покидания жажды». Сутты А.Н. 7.645.1124. Сутты идентичны А.Н. 7.615.644, но вместо «жажды» идут иные значения, злобы, заблуждения, злости, враждебности, клеветы, презрения, зависти, скупости, неискренности, лукаства, упрямства, горячности, самомнения, надменностей, опьянения, беспечности. Дана Сутта. Даяние. Ангутара Никая, 7, 49. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в кампе на берегу озера Гагара, и большое число мирян из кампы пришли к достопочтенному Сарепутте и по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. И потом они обратились к достопочтенному Сарепутте. Давно у нас не было возможности, достопочтенный, послушать Дхамму из уст самого Благословенного. Было бы хорошо, если бы мы могли послушать Дхамму из уст самого Благословенного. В таком случае, друзья, приходите на следующий день у посадхи, и, возможно, вы услышите Дхамму из уст самого Благословенного. Как скажете, достопочтенные, ответили миряне, из кампы, достопочтенному Сарепутте. Поднявшись со своих сидений, поклонившись ему, и обойдя его справа, они ушли. Затем на следующий день у посадхи, миряне из кампы пришли к достопочтенному Сарепутте, и по прибытии, поклонившись ему, встали рядом. Тогда достопочтенные Сарепутта, вместе с мирянами из кампы, отправились к Благословенному, и по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. И достопочтенный Сарепутта обратился к Благословенному. Может ли быть так, что когда человек дает какой-либо дар, это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу. Да, Сарепутта, есть случай, когда человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу. Учитель, и в чем заключается причина, почему человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу. Сарепутта бывает так, что человек преподносит дар ради собственной выгоды, с умом, устремленным к получению выгоды, ищет для себя накопления благих заслуг с мыслью, я буду наслаждаться этим после смерти. Он дает свой дар, еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовония и мази, постельные принадлежности, кров, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарепутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такое дарение, в поисках собственной выгоды, с умом, устремленным к получению выгоды, ищет для себя накопление благих заслуг с мыслью, я буду наслаждаться этим после смерти, после распада тела, после смерти он рождается в мире четырех великих царей. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Затем бывает так, что человек преподносит дар не ради собственной выгоды, и его ум не устремлен к получению выгоды, он не ищет для себя накопления благих заслуг, и у него нет мысли. Я буду наслаждаться этим после смерти. Вместо этого он преподносит дар с мыслью. Дарение – это хорошо. Он дает свой дар еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовония и мази, постельные принадлежности, кровь, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такой дар, с мыслью «дарение – это хорошо?», после распада тела, после смерти, он рождается в компании дэвов мира 33-х. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно, в этот мир. Или вместо того, чтобы подумать, так, деяние – это хорошо. Он преподносит дар с мыслью. Такие дары давались в прошлом. Делались в прошлом моим отцом и дедом. Было бы неподобающе для меня сделать так, чтобы этот старый семейный обычай прекратился. И тогда, после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов ямы. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно, в этот мир. Или вместо этого, он преподносит дар с мыслью. Я не испытываю недостатка, а они испытывают недостаток. Было бы неправильно для меня, будучи обеспеченным, не дарить тем, кто не обеспечен. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире довольных дэвов. Затем, после того, как потеряла силу, это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо этого, он преподносит дар с мыслью, подобно тому, как подносили дары великим мудрецам прошлого, Адхаке, Вамаке, Вамадеве, Весамитте, Яматаге, Ангерасе, Пхарадвадже, Васетхе, Касапе и Пхагу, то таким же будет это мое подношение даров. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов, наслаждающихся сотворениями. Затем, после того, как потеряла силу, это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно, в этот мир. Или вместо этого, он преподносит дар с мыслью, когда сделано мной, это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов, имеющих власть над творениями других. Затем, после того, как потеряла силу, это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно, в этот мир. Или вместо того, чтобы подумать так, когда сделано мной, это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются, он преподносит дар с мыслью, это украшение ума, поддержка ума, он дает свой дар, еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовония и мази, постельные принадлежности, кров, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, сарепутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такое подношение, не ради собственной выгоды, с умом, не устремленным к получению выгоды, без поисков, накопления для себя, благих заслуг, не с мыслью, я буду наслаждаться этим после смерти, не с мыслью, деяние это хорошо, не с мыслью, такие дары давались в прошлом, делались в прошлом, моим отцом и дедом, было бы неподобающе для меня делать так, чтобы этот старый семейный обычай прекратился, не с мыслью, я не испытываю недостатка, а они испытывают недостаток, было бы неправильно для меня, будучи обеспеченным, не дать дар тем, кто не обеспечен, не с мыслью, подобно тому, как подносили дары великим мудрецам прошлого, Адхаке, Вамаке, Вамадеве, Весамитте, Яматаге, Ангирасе, Пхарадваджи, Васетхе, Касапе и Пхагу, то таким же будет это мое подношение даров, не с мыслью, когда сделано мной это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются, но с мыслью это украшение ума, поддержка ума, то после распада тела, после смерти он рождается в мире Брахма, затем после того, как потеряла силу это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он становится невозвращающимся, он не приходит обратно в этот мир. В этом Сарипотта заключается причина, почему человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу. Комментарии к Сутте и после распада тела, после смерти, он рождается в мире довольных дэвов. Мир довольных дэвов это небесный мир Туситы. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он становится невозвращающимся, он не приходит обратно в этот мир. В комментарии сказано, что это высшая мотивация, не запятнанная более низкими мотивациями, ведет к невозвращению в том случае, если у человека уже есть определенные способности сосредоточений и прозрения, которые обеспечивают чистоту такой мотивации при даянии.